Ветер всколыхнул деревья, заставляя пожелтевшую листву оторваться от веток и заплясать в причудливом танце. Осень. И почему раньше не любил это время года? Двухэтажный особняк находился в тишине уже многие часы. Достаточно высокое каменное ограждение скрывало его от глаз проходящих мимо людей, если такие имелись. Хотя еще полтора года назад здесь было не протолкнуться. Ах, да, мол день рождения. Нападение к Юбии, почти наполовину уничтоженный лист. Взгляды людей, что подобно этим деревьям срывали свои маски, не скрывая своей ненависти. Молодой парень сидел на деревянном пороге, облокотившись на одну из балок, которая поддерживала навес. Некогда голубая радужка глаз потемнела, теперь все больше и отдавая синевой. Наруто с интересом наблюдал за несколькими птицами, что пытались отыскать себе пищу среди потерявшей цвет травы. Он сунул руку в карман черных штанов и вытащил оттуда бумажный пакетик, на котором был рисунок какого-то растения. Легким движением оторвав вверх, юноша высыпал содержимое себе в ладонь. Посмотрев несколько секунд на семена, парень кинул их в сторону птиц. «Прости, хинато, но заниматься земледелем меня не тянет». Он вспомнил, как эта девушка, краснее отводя взгляд, сбивчиво пыталась объяснить ему о необходимости облагораживания своей земли. Вспомнил и слабо улыбнулся. Сколько времени прошло, а Хьюга все так же и оставалась той нерешительной девочкой. Она была красива, безусловно умна, ведь уже вступила в права наследницы и сейчас вовсю занималась делами клана наравне со своим отцом, но парень даже боялся представить себе семейную жизнь с ней, а ведь он ей взаимностью. Слишком односторонние отношения, где он бы принимал все решения сам, не считаясь со своей женщиной. Скучно, серо, в конце концов Наруто не был тираном и деспотом, желавшим всегда оставлять последнее слово за собой. Неинтересно и проблематично. Узумаки улыбнулся, подумав о Шикамару, который сейчас находился в соне в лице доверенного человека Хакаги. Но все-то прекрасно знали про отношения с Тимари. Еще больше были в курсе пополнения в семье Нара. Или все же песчаных. Обычно девушка уходила в семью мужа, но в этой ситуации можно было поспорить. Кажется, что все наладилось, но у меня чувство, будто мир вокруг остановился. Наруто посмотрел на свою ладонь, где секундой позже закрутилась чакра, превращаясь в Росинган. Сейчас все так просто, а раньше я рвал жилы, пытаясь стать сильнее, добиться признания и уважения. Неужели ты повзрослел, пацан? Услышав голос Лиса, парень ослабил потоки энергии и жал пальцы, развеивая технику. Понял, насколько глупо было стремиться к тому, что, по сути, теперь тебе не сильно то и нужно. Я не задумывался, что в конце все станет настолько прямолинейно. Мисси, дом, мисси, дом. Герой войны, наследник Хакаги, ха. Я добился всего, о чем мечтал, но никогда даже не думал, что потом будет так скучно. Ну, так в чем проблема? Объяви себя пупом земли и захвати парочку стран, а потом скажешь, что просто нечем было заняться. Очень смешно, Курама, блондин скривился, но на секунду все же задумался над словами старого друга. Наруто завоеватель. А что, звучит неплохо. Встряхнув головой, Узумаки прогнал глупые мысли. Почему-то все чаще я теперь понимаю Мадару. Не понял? Его стремление двигаться вперед, жажда перемен, Чеготонового. Сначала сделать свой клан сильнейшим, потом образовать союз с заклятым врагом и снова гонка за силой и желанием что-то изменить. В первую очередь для себя, внимание парней привлекла маленькая собачка, которая без особых усилий смогла перебраться через забор. Не глупи, Наруто. Этот Учиха возомнил себя Богом, наравне с Рикуда, желая сделать всех людей рабами своей силы. «Ты смотришь на ситуацию только с одной стороны», – прошептал Джин Чирики, привлекая внимание пса легким взмахом руки. А если я скажу, что Мадара просто старался убежать от прошлого, от страданий при потере близких людей, от бесконечных войн и борьбы за власть? Теперь я более ясно вижу, что это было бегство от страха боли, а не желание порабощения. «И ты хочешь сказать, что будь у тебя возможность вернуться назад, ты бы позволил ему воплотить задуманное?» «Я слишком люблю жизнь, какой бы она ни была. Ведь понимать стремление Мадара и принимать их – это разные вещи, не находишь?» «Здравствуй, Наруто», – мопс сквозь полуприоткрытые веки внимательно смотрел у Зумуки. «Какаши хочет видеть тебя. И тебе не хворать, Пакун», – приветливо улыбнулся Шиноби. «Что ты срочная?» «Ага», – вяло ответил пёс, – «такое же срочное, как и вырывать несчастное животное из постели, вместо того, чтобы послать каготу из своих подчинённых. «Ну-ну, в твоём возрасте полезно немного размять косточки», – вставая и накидывая куртку на плечи, – произнёс парень. «Я в самом рассвете сил». Неожиданно оживился Пакун. «Только потрогай эти мягкие подушечки на моих лапах. Такие же, как у щенков и... Охотно верю», – заверил его у Зумуки, исчезая со своей веранды, явно не желая продолжать беседу. «Мог хотя бы сделать вид, что тебе действительно есть до меня дело», – вяло пробурчала собака. Её внимание привлекли птицы, что слетелись со всей округи на корм. «Наглые создания, тоже думаете, что я ни на что не способен?» Молниеносный прыжок разогнал всех пернатых. Кноха преобразилась. Стало больше, красивее и с каждым днём всё больше чуждой. Бросив взгляд через плечо, Наруто осмотрел вековечные лица Хакаги. А ведь когда-то и он мечтал там оказаться, но с возрастом понял, ни один правитель этого селения не желал стремиться дальше, создавая тепличные условия для себя и своих людей. Никто из них, надев убор Каги, не старался расширить свой горизонт. Словно обречённые, что попали в окружение, они окопались в яме, провозгласив её эталоном и домом. Не так хотел окончить свою жизнь джинчурики, и всё чаще у него возникала мысль бросить это место и податься в странстве по миру. Но эта роскошь дорого бы обошлась, и с героя стать преступником, даже несмотря на то, что любая скрытая деревня с радостью приняла бы его в своё луно. Шила намыла, хмыкнул Узумаки, всего на секунду позавидовав своему лучшему другу. О чём речь? Голос позади мог стать неожиданностью, если бы блондин не чувствовал чакру каждого человека в селении. Положив предплечье на перила, которые ограждали крышу резиденции, Наруто ответил замешкой, окинув взглядом лист. Да так, всего лишь мысли в слух. Пакун должен был передать о срочности, как аж и всё так же оставался за спиной, не спеша подходить к бывшему ученику, чтобы заглянуть тому в лицо. Так почему ты не явился сразу ко мне, а решил полюбоваться пейзажами? Если это миссия, то где бы она ни была, покрыть для меня это расстояние считанные часы, не поворачиваясь, ответил парень. А уж если просто хотели поболтать, то синие глаза из нескрываемой насмешкой посмотрели в тёмные. Тем более не было смысла спешить. Это касается Саски, решил сдалека начать Хакаги, желая разжечь интерес в Наруто, но наткнулся лишь на зевок. У сильнейшего человека в мире проблемы. Изобразив удивление, поинтересовался Узумуки. Ну, тогда плохи наши дела. Он не сильнейший, возразил Шестой. Намекайте на меня? Ироническая ухмылка разрезала лицо Дженчурики. Тогда ты в корне не прав, как Аши Сенсей. В момент нашей схватки я был на пике возможностей, в то время как Саски не до конца освоился со своими. За эти годы он это исправил. Блондин развернулся, спиной оперевшись на металлическую конструкцию. Взгляд его был устремлён к небу. Это его нужно было посадить здесь, а меня отправить скитаться по миру. Уж за мной бы точно никто не отправился, сломя голову. Узумуки улыбнулся, вспоминая, как почти год назад Сакура собрала вещи и бубня себе под нос об опасности для Саски Куны, покинула Канаху. Ей оформили долгосрочную миссию в роли поддержки для эксклюзивного представителя своего клана, а многие тогда задавали вопросы, почему сам Наруто не остановил её и вразумил, насколько это может быть опасно. Никто не хотел понимать, что если девушку не учат жизнь и годы пренебрежительного отношения, то это уже диагноз. Так бы и последний очиха был всегда на виду, иметь реку равницу над дихими. Ты сильно изменился, Наруто. Видимо, война даже из такого парня. Хатаки оборвали взмахом руки, явно давая ей понять, что не желают слушать подобное. Война здесь ни при чём, Хакагисама, неожиданно официально заговорил Дженчирике, люди умирают каждый день. Я не замкнулся, не опустил руки в бессилие. Я просто принял реальность такой, какая она есть. Жизнь не заканчивается, когда одни падают замертво, а другие продолжают идти дальше. Правда, в моём случае я остаюсь на месте. Так чего же ты хочешь, Наруто? Какаши сам не знал, зачем задал этот вопрос, когда ему только что на него дали явный ответ. Видимо, он ещё не мог принять то, что тот мальчишка, который жаждал спасти и защитить всех, стать Хакаги, просто повзрослел. Нет, парень перед ним явно не бросил бы товарищей умирать, не ударил в спину, но и спешить помогать не рвался, когда того уже не требовалось ситуации. В конце концов, не стань, Наруто, по какой бы то ни было причине, жизнь продолжала своё течение. Проведя рукой по лицу, Хатаке отринул мрачные мысли. Ну и куда на этот раз умудрился и вляпаться этот придурок? Спросил Узумаки, когда понял, что ответа от него не ждут. Он наткнулся на храм в стране снега, который связан с Кагузей. И? Я теперь должен переквалифицироваться из шина бивархиолова. А то у Саски, видимо, плохо получается одной рукой держать ископаемое, а другой смахивать с него пыль кисточкой, лёгкая улыбка не сходила с губ дженчурики, когда он сжал пальцы в кулак на протезе из клеток Хаширамы, от которого Учиха в своё время отказался, обозначив это платой за прошлые грехи. Глупо, необдуманно, но это был его выбор. Хотя бы твоя манера перебивать остаётся неизменной. Вот. Шестой бросил небольшой свиток в руки Наруто. Это послание от Саски. Если в двух словах, то там они наткнулись на двоих, что назвали себя членами клана Ацуцуки. Интересно. Ты хотел свободы, вот и развеешься. Свободы, а не её иллюзия, как аж эссенсий. Кожа, что так сильно привыкла к солнцу, сейчас изнемогала под ледяными потоками ветра. Снежинки превращались из обычной замершей воды в острые иглы. Буря стихла несколько часов назад, и сейчас уже можно было видеть на многие десятки метров вперёд. Я уже вижу деревню, осталось немного. Брюнет, скинув с себя свой утеплённый мехом плащ, посильнее укутал идущего рядом человека, не оставляя тому даже возможности смотреть под ноги, полностью уверяя поход через сугробы в свои руки. Дура. Вот единственное слово, которое сейчас крутилось в голове у парня, который согревал себя, разгоняя по телу внутреннюю энергию. Если бы кто-то его видел сейчас, то мог сказать ещё и о полупрозрачном ореоле, окружившем двоих людей. Саски тратил минимум чакры на поддержание Сусана, не желая расходовать её впустую. Ведь та парочка могла дать о себе знать в любой момент. «Зачем ты только попёрлась за мной?» Учиха потянул напарницу за собой, чтобы та не провалилась в яму, засыпанную снегом. Ещё и в своём состоянии. «Прости, Саски-кон», послышался девичий голос из-под одежды. «Я не хотела быть обузой». Остала ей, хмуро бросил в ответ Брюнет, «Дура! Прости! Если бы не проблема с контролем чакры, тебе бы не пришлось тащить меня. Кто же знал? Эй, там, живо откройте ворота! Иначе, клянусь, я смету их в мгновение, уже тише, сквозь зубы», добавил парень. Треск огня и горячий кофе вернули мысли Саски в порядок. Он оторвался от изучения свитка, что удалось добыть в храме, осмотрев спящую в постели Сакуру. «И как я только купился на это?» Этот вопрос уже многие месяцы не давал учихе покоя, но в то же время он понимал, что рядом с этой девушкой чувствовал некое тепло в груди. Будто всего на мгновение оказывался в прошлом, когда мать с отцом были рядом. Когда брат тренировал его. Когда у него была семья. Знаешь, искать тебя по следам чакры довольно трудно. Недовольный голос вывел зацепенение брюнета Саски. «Почему так долго, идиот?» Холодно процедил учиха, встретившись взглядом со своим другом, который не только бесцеремонно вломился к нему в жилище, но и вальяжно раскинулся в кресле, разбросав вокруг себя снежные комьи. «Долго?» «Это ты со своим глазищем можешь в любую точку мира попасть за мгновение, а некоторым нужно своими ножками побегать», довольно грубо ответил джинчевики, не желая оставаться в долгу. Тут его внимание привлекли розовые волосы, разбросанные по подушке. «Что с Сакурой?» Ее чакра крайне нестабильна, будто нога ты своим колышком проткнул. «Что ты не вижу на твоем лице и тени переживания?» усмехнулся Саски, возвращая свое внимание к свитку. «Она не больна, не ранена, не умирает. Так чего я должен волноваться?» Почесав пальцем под носом, прогундосил Узумуки. «К тому же от наших прошлых отношений осталась лишь красивая обертка. Помочь?» «Помог бы, но падать в ножки и истязать себя мыслями желаний нет. Она беременна, скоро роды», коротко ответил Саски, даже не поворачиваясь. «Чего?» От неожиданности народ чуть не выскочил из кресла, но уже через несколько секунд вернул самообладание и тише добавил, «Дала все-таки скала трещину, на конец-то показалась истинная твоя натура». «Чего?» Только спустя некоторое время возмутился Учхо, опрокинув единственной рукой пустую чашку, что стояла рядом с ним на полу. «Скажи честно, серьезно заговорил блондин, чем вновь удивил своего друга, ты переспал с ней из жалости или у тебя действительно есть чувство?» «Скорее первое, чем второе, спустя долгие минуты обронил Саски. По крайней мере, пока. В любом случае я рад за тебя, как-то хитро улыбнулся Наруто, ведь теперь тебе придется осесть в конохе. Хотя бы на какое-то время. С чего бы?» Учхо запнулся, посмотрев куда-то в сторону. «Чувствуешь?» «Ага, двое. Довольно быстро приближаются, с закрытыми глазами», ответил Джинчирики. «Ты у нас эксперт, по Асуцуке». «Что скажешь, Курама?» «В данный момент я затрудняюсь ответить на этот вопрос», проурчил в подсознании Лис. «Ты же понимаешь, что это значит?» «Вновь подставлять свою задницу, спасая при этом чужие. Старо, как мир. Действуй, а! Великий герой!» Биджу смеялся, сложив лапу в знак концентрации, чтобы, как обычно это было, в самый последний момент дать волю своей силе. «Хватайся, кору и переносись отсюда подальше, а лучше сразу в лист. Все равно и от нее, и от тебя сейчас мало толку». От Саски не скрылись изменившиеся глаза у Зумаки и появившаяся красная пигментация вокруг них. «Уверен?» «Кому-то ведь нужно разгребать чужие проблемы», скривился блондин, и почему-то это опять я. «Холодно, очень холодно». Ветер обжигает кожу своим прикосновением, а легкие пылают, как после хорошей пробежки. В последний раз такое было среди Билого океана из-за сниженных вершин в ледяном мире Кагуя. Тело ноет от полученных ран, даже несмотря на то, что те заживают буквально на глазах. Биджу провалился в беспамятство, когда его чакру начали вытягивать огромными потоками, но ее остатки все еще теплились внутри Наруто, поддерживая и без того стойкий организм. Кто же мог знать, что техника поглощения может быть настолько высокого уровня? Даже Пиин смотрелся посредственно на этом фоне. Узумаки бросил взгляд на Верзилу в белых одеяниях, что был под три метра ростом и лежал на животе с раскуроченной спиной. И откуда столько уникумов в этом проклятом клане, подумалось тогда блондин. Но две зияющие дыры у гигантов в теле расставили свои приоритеты. Второй же поспешно скрылся, когда потерял своего напарника. Точнее, стража. Техники поглощать он мастер, сплюнул в сторону кровь Наруто, опускаясь на холодный пол храма, куда привела их битва, а кулаками помахать, мне же лучше. Просидев несколько минут и почувствовав прилив сил от природной чакры, Джен Чирики смог подняться и на ватных ногах направился к телу. Его в любом случае нужно было забрать с собой. Он остановился рядом с трупом и наклонился, чтобы перевернуть его, как заметил движение губ. Мамошики-самы, да что же вы такие живучие? Молниеносный удар ногой в голову должен был сломать человеку шею и раздробить череп. Я подвел вас. В руке блондина уже бушевал рассинган, которым тот хотел наконец-то поставить точку, когда у шеи донесся знакомый звук. Смертник. Ужасная догадка пронеслась в голове Наруто прежде, чем прогремел взрыв. Сознание возвращалось нехотя. Такой знакомый привкус металла во рту совсем не удивил зумаки, но пугало другое, нижняя часть тела напрочь не чувствовалось. Опустив взгляд вниз, Шиноби Канохи увидел острый обломок стены, торчащий у него и живота, и огромную лужу темной крови. Интуитивно защищаясь, я сконцентрировал всю природную чакру в торсе, лице и руках, совершенно забыв про свой зад, синие губы скривились в ухмылке. Скорее всего, раздроблен позвоночник, пробитый печень, судя по цвету крови. Все-таки я идиот. Курама молчал. Чакра, если она и была, не ощущалась. Тяжелое дыхание стало похоже на отчаянные попытки утопающего глотнуть воздуха. Дешевые, мелодрамы. Саски вздрогнул и посмотрел ту сторону, где находилась страна снега. Наруто. Какаши, услышав имя ученика, отложил принесенный чахосвиток в сторону. Что с ним? Его чакра. Я больше не ощущаю ее. Солнечные лучи затейливо проникли в окно, разбежавшись по комнате. В ответ на эту внезапную атаку врага, одеяло на кровати зашуршало, скрывая своего владельца во тьме. Но было уже поздно, сон отступил. Жмурясь и пытаясь вернуться в мир грез, мальчик чертыхнулся и откинул свою защиту в дальний угол, развалившись на постели и сквозь не до конца сжатые веки пытался рассмотреть время на будильнике. Получалось, на удивление, сложно. Ааа, простонал ребенок, сжавшись в комок, кто только придумал эту учебу по утрам? Наруто! До нельзя спокойный голос вывел мальчишку из раздумий. Голубые глаза лишь через несколько секунд смогли сфокусироваться на нарушителей спокойствий, чтобы опознать вон им родную старшую сестру. Мама просила передать, чтобы ты спускался на завтрак. От сама она не могла зайти. Как-то равнодушно поинтересовался парень, перевернувшись на спину и уставившись в бежевый потолок своей спальни. Видимо, не могла. Ни слова больше. Хотя это не задело Наруто, который уже привык к тому, что сестрица с ним даже не здоровалась по утрам. Лениво приняв сидячее положение, он стянул с себя черную майку и направился босиком в ванную, забросив подальше тапочки. Не хотелось, чтобы кто-то мог отследить его шаги. Кагами, скоро выпускной экзамен, Минато сидел за столом напротив дочери, двумя руками сжимая чашку, над которой клубился пар. Сделав очередной глоток, мужчина повернулся к своей жене, что стояло к нему спиной и что-то готовило у плиты. Кушана, сегодня твой кофе хорош, как никогда. Не нужно льстить мне, дорогой, если думаешь, что я не буду злиться на тебя из-за сегодняшнего опоздания, не оборачиваясь, ответил Рыжеволосая. Ты ведь знаешь, как я ненавижу твои заседания ближе к вечеру. Это часть моей работы, улыбнулся четвертый. Только в это время большинство джанинов и главкланов имеют свободное время. И хотя бы раз в неделю я должен собирать их. Да, чтобы после пяти минут обмена новостями начать травить пошлые анекдоты, съязвила женщина, поворачиваясь и показывая притворно-злостное личико. И это тоже часть моей работы, еще больше развеселился Минато. Кагами. Я более, чем готова, немного подумав, ответила девушка, принимая из рук матери тарелку с яичницей и салатом. Все-таки, меня тренировал лучший учитель. Может, он и лучший, но вот его увлечения вызывают смутные сомнения. Куша на село за стол к своей семье. До сих пор удивляюсь, как ты не попал под его влияние. Ну, почесав переносицу, задумался Хакаги, в то время он не так активно проявлял свои наклонности. Доброе утро, Наруто окинул всю троицу быстрым взглядом, не удивляясь, что ему, как обычно, оставили место поближе к выходу с кухни. Доброе, синхронно ответили все, продолжая свою беседу, в которую блондин не хотел вникать ни под каким предлогом. Поскорее съесть свой остывающий завтрак, поблагодарить и скрыться в направлении Академии. Неплохой план. И это было действительно так, если бы в самом конце не звучала одна единственная фраза от отца, которую он, словно какую-то магическую мантру, повторял каждый день, «Постарайся сегодня проявить себя, Наруто». Восьмилетний мальчик медленно вышагивал по просторным улицам Канохи, изредка поднимая глаза с земли на окружающих, что сдержанно кивали, «Приветствую сына Хакаги». На лице отразилась кислая гримаса, и он поспешно уткнулся взглядом в свою обувь, засунув руки в черные бриджи. Все эти люди уважали его отца, любили и доверяли ему, а от него самого, словно не замечая желания самого ребенка, ждали больших успехов в учебе и карьере Шиноби. Но, всегда есть такое, но. Рисковать своей жизнью ради деревни не хотелось, как и оправдывать чьи-то ожидания. В первую очередь родителей, что твердо были уверены в будущем своего чада. Сердце сдавило тупая боль и Наруто сильно сжал пальцами белую майку на груди. Мама и папа лишь отстранились, думая, что мальчик слишком эгоистичен и надменен. Слишком полагается на репутацию отца и пользуется ею, не особо пытаясь добиться чьи-то своими силами, зная, что ему и так все преподнесут на блюде. Это непонимание подорвало отношения в семье, а мальчишка просто боялся признаться родителям, что быть Шиноби ему не особо хочется. Вдруг Наруто улыбнулся, вспоминая своего крестного, который все время путешествовал и писал книги. Да, растягивая слово, подумал парень, вот это было бы мне по душе. Никому не обязан, полагаясь лишь на себя и делаю, что хочу. Сказка. Но Намикадзе знал, что это лишь мечты. По крайней мере, сейчас. Он был сыном Хакаги, у которого множество врагов по всему миру. Чтобы покинуть Канаху легализованным образом, нужна была сила такая же, какой обладал тот же Джирайя. А это было ничем иным, как несбыточной мечтой. Блондин понимал, что его будущее это провести всю свою жизнь в деревне, лишь иногда покидая лист ради каких-то мелких поручений, ведь стремление к силе отсутствовало, как таковое. Зевая, мальчик вошел на территорию Академии. Возле входа стоял один из учителей, явно поджидая его. Опаздывать нехорошо, Наруто, улыбнулся Шатен, отчего ровный шрам на его переносице искривился. Я опоздал лишь один раз, и рука Синси мрачно пробубнил на Микадзе. Когда не сказала родителям, что в гробу я видел эту профессию Шиноби. Две молодые женщины удобно разместились в беседке, что располагалось на середине небольшого пруда, окруженного фруктовыми деревьями. Их заливистый смех иногда сменялся шушуканьем, чтобы посторонние не расслышали каких-то маленьких тайн. Хотя, во дворе главы клана очаха можно было лишь изредка заметить людей. Поместье погрузилось в тишину, когда все его жители с самого утра разошлись по своим делам. Я слышала, что Кагами с отличием закончит академию, брюнетка отрывала тонкими пальцами последнюю виноградину, что одиноко смотрелась на сорванной грозди, и положила в рот. Очень одаренная девочка. Да, с этим трудно спорить, с улыбкой ответил рыжеволосая, она не хочет посрамить Минато, вкладывая все свои силы. Чего не скажешь, а... Наруто, понимающий кивнула собеседница, наслышанная от младшего сына про успехи отпрыска подруги. Почему твой муж не поговорит с ним, как мужчина с мужчиной? Думаешь, он не делал этого? Отведя взгляд куда-то в сторону, усмехнулась кушина. В одно Минато хочет, чтобы Наруто старался, как сестра, собственными силами прокладывая себе путь, но тот словно не желает его слышать. Возможно, нужно зайти с другой стороны? Поинтересовалась Микото. Вы когда-нибудь спрашивали, чего хочет сам мальчик? Молчит, причем всегда, вздохнула кушина. Не знаю, в кого он пошел, но ему легче согласиться с чужим мнением, чем высказать свое. Какие у вас отношения в семье? Неожиданно спросила очиха и быстро добавила. Я понимаю, это не совсем мое дело, но все же, это трудно описать. Я Минато, Шиноби. Наши родители ими были, как и наши предки. Это у нас в крови. Но Наруто, он словно другой, кушина запнулась и посмотрела в глаза подруги, словно, не знаю, мы любим его, но в то же время разочарованы, что он ничего не пытался сделать, чтобы это исправить. Я, мы, просто хотим, чтобы он следовал выбранному вами пути, понимающий кивнул ими Като, поправляя выбившуюся прядь волос за ушко. Сложно даже представить, что бы мы делали с Фугаку, поведя себя так и Тачи или Саски. История клана уходит в столетие, все мужчины всегда были воинами. Это стало философией жизни. Вот и мы пытаемся донести до него это, сокрушенно вздохнула Кушина. Может, отдать его вам на перевоспитание. Ну-ну, не нужно таких кардинальных мер, улыбнулась брюнетка. Лучше попытайтесь узнать, что хочет сам Наруто. Я боюсь, Микото, что ответ нам не понравится. И отношения станут еще более натянуты. Откусив кусочек яблока, жена Хакаги отвернулась в сторону, погрузившись в свои мысли. Атмосфера ужасно давила на виски, создавая чувство дискомфорта. Большинство учеников быстро записывали слово учителя, некоторые только делали заинтересованный вид, а еще меньше откровенно и открыто скучали, не проявляя никакой активности. Наруто смотрел в окно, наблюдая за тренировкой рукопашного боевыпускного класса, где находилась его родная сестра. Ради чего они так сильно стремятся стать частью элиты Канохи? Ради чего хотят убивать врагов и смотреть на смерть друзей? Многие вопросы не давали покоя на Микадзе, пока он внимательно смотрел на отточенные движения Кагами, которая без особых усилий положила на лопатки свою противницу. Гордость своих родителей, лучшие на потоке студентка, которые пророчили большое будущее. Она словно олицетворяла грацию и силу, выжимая максимум из себя на тренировках. Мальчик перевел взгляд вправо, с улыбкой осмотрев спящим рядом кибул. Его друг никогда не любил теорию, зато выкладывался на полную, как только начинались спарринги между студентами. Еще один из тех, кто хотел носить протектор Канухи только по одной причине, надо. Печально улыбнувшись, до слуха Наруто донеслась фраза об окончании урока. Следующий был во дворе. Тайдюцу. Ткнув локти Манудзуко, он не без удовольствия отметил его ворчание истекающую на парту слюну из уголка губ, после чего двинулся вслед за всеми на выход. Выпускники уже закончили собирать инвентарь, когда класс блондина вышел на площадку. «Не смей поносить имяца», шепотом произнесла проходящая мимиками. Ага, лениво бросил ей вслед брат, занимая свое место в шеренге. Сначала шло метание сурикинов в мишень, потом отработка изученных прием и так, спустя полчаса очередь дошла и до тренировочных схваток. И руководил ручкой по журналу, иногда пожевывая ее конец. Всегда нужно было как-то по-новому подбирать пары, чтобы дети учились сражаться против одного стиля, но все же подстроенного каждым индивидуально под себя. И только одно во всем этом не менялось, почти самый худший ученик сражался против одного из самых лучших. Личную просьбу Хакаги учитель помнил очень хорошо, и рука, не подумай ничего такого, но Наруто должен стараться. А для этого ему нужен пример, человек, которого он захочет превзойти. Саски и Наруто, шатен осмотрел двоих парней, что вышли на песок, поприветствуйте друг друга. Постарайся хотя бы сделать вид, что ты пытался, тихо попросил Учиха, поклонившись. Только ради тебя, насмешливо ответил Намикадзе, также согнувшись. Эти двое не были хорошими друзьями, скорее просто знакомыми, но из-за своих матерей поддерживали общение вне академии. Иногда вместе тренировались, если можно так назвать старания одного и скуку другого. Разные абсолютно во всем. Легкий взмах руки учителя ознаменовал начало. Саски не пешил нападать, желая отдать эту привилегию противнику, но и тот не торопился, встав полубоком, прикрыв лицо кулаками. Стоит попробовать тот прием, что показал мне Нисан, размышлял очиха, внимательно осматривая защиту одноклассника на наличие дыр. Да, определенно. Быстро сократив расстояние, Саски нанес удар в бедро, желая сконцентрировать внимание противника на ногах. Следующая атака была нацелена в голову, но в этот раз Наруто действительно решил не строить из себя полного неудачника. Первый удар был принят на голень, второй остановлен предплечьями. Но атака не захлебнулась. Развернувшись в один момент на опорной ноге, очиха попытался попасть пяткой в голову, но снова поднятые руки блондина остановили удар. Схватив ногу Саски, Намикадзе направил кулак в затылок парню. Не имея другого выхода, Брюнет подпрыгнул и развернулся в воздухе, освобождаясь из захвата. А ты не настолько безнадежен, улыбнулся будущий владелец Шарингана, останавливаясь в нескольких метрах от оппонента. Как и ты не настолько хорош, передразнил его Наруто, чем хотел вызвать вспышку гнева и возмущения. И он своего добился. Саски оказался рядом практически мгновенно, проведя быструю серию ударов в корпус, а после снова по бедру. В этот раз блондин опора не выдержал, но он даже не успел шикнуть от боли в ноге, как поспешно закрыл открывшееся лицо от кулака. Но в этот раз Саски это и не планировал. Пальцы крепко сжали запястье и Учиха, резко поведя свою чужую руку вниз, разорвал защиту. Наруто даже показалось, что он услышал сухой треск своих сухожилий от такой скорости. Быстрый удар в незащищенный нос и первые капли крови полетели на песок. Но Брюник не остановился. Он змеей оказался сзади, заламывая руку и проводя еще одну атаку локтем. Парень целился в ухо, но слегка повернувшим голову на Микадзе подставил висок. И сразу же рухнул на землю без сознания. И рука встрепенулся лишь в последний момент, всего лишь на мгновение отведя взгляд в сторону. «Остановись!» закричал учитель, подскакивая к лежащему мальчику. На виске уже образовалась кровоточащая гематома. Чакру использовать запрещено. Я, оно самое, ошарашенно пробормотал Саски, неотрывно смотря на то, как песок впитывал в себя кровь. «Твою мать!» Не обращая ни на кого внимания, выругался Шатем, подхватывая Наруто на руки. Пульс парня был совсем слабым. «Оставайтесь здесь!» «Как он?» Лицо Мината не выражало эмоций и медику было тяжело понять, что именно сейчас испытывает глава деревни, гнев или волнение. «Сильное сотрясение и трещина в черепе», сухо ответил мужчина в белом халате, поправляя очки. На лбу заблестел пот. «Мы сразу же это исцелили, но... доктор поежился от голоса Хакаги. На несколько минут была зафиксирована смерть мозга. Что?» Маска Мината треснула, открывая истинные эмоции этого Шиноби. Он схватил за грудки человека и прижал того к стене. «Получается, что он...» «Нет, слабо улыбнулся врач, я не знаю как, но ваш сын смог выкарабкаться без посторонней помощи. Чудо или его воля к жизни, называйте как хотите». Более того, Наруто уже пришел в сознание. «Слава Богу!» отпуская ми-медика выдохнул на Микадзе. Он провел рукой по лицу, желая скрыть выступившие на глазах слезы. «Я могу его увидеть?» «Да, конечно». Четвертый развернулся и направился к палате, но неожиданно замер и сказал, повернув голову, «Все, что вы сказали мне, останется между нами. Просто несчастный случай на тренировке. Так должны думать все, особенно моя жена». «Как прикажете, Хакаги Сума». Наруто стоял возле окна и с каменным лицом смотрел на изображение Каги скрытого листа, когда его внимание привлек тихий скрип входной двери. Врач сказал, что ты должен лежать, голос мужчины был пропитан заботой, но парень никак на это не отреагировал. «Я чувствую себя относительно хорошо». совершенно другой человек. Но мало ли, как организм перенес такую серьезную травму. Более чем, ребенок повернулся, встречаясь взглядом со своим родителем, и от последнего не скрылось, что некогда голубые глаза стали более холодного, синего оттенка, отец. Почему пальцы медленно скользили по мокрой стене, которая покрылась зеленым грибком благодаря поржавевшим водосточным трубам? Это место было так похоже, но куда более запущено. Это произошло со мной? Наруто использовал чакру, чтобы беспрепятственно ступать по воде, что местами достигало парня пояса. Он чувствовал развитый контроль над внутренней энергией, но вот душевное состояние, отображенное в этом осточертевшем месте, вызывало удивление и даже пугало. По кулаку начала стекать кровь, когда парень оставил на стене сеть паутин из трещин. Я только научился жить один, синие глаза внимательно изучали открытую рану, которая не спешила затягиваться. Странно. Что же здесь произошло? Очередной коридор вывел его в небольшой пустующий зал, что олицетворяло очаг чакры, о чем никогда не догадывался Наруто. Лишь после войны он это узнал. Схватившись за голову, Узумаки стиснул зуба от сильной боли. Воспоминания быстрые, четкие и расплывчатые. Красноволосая женщина, улыбаясь, качает его на руках, а рядом стоит высокий мужчина и что-то говорит. Первые шаги и попытка убежать от отца в саду особняка. Ласковый взгляд маленькой девочки и ее звонкий смех, что приятный трель разносится ветром по улицам. Основы владения чакрой, которым обучает блондин в зеленой маке шортах, усадив ребенка к себе на колени. И первое противостояние нет не врагам, а самой судьбе, что жестоко диктует свои условия. Холодные взгляды родителей, их упреки и доводы, которые не приносят своих плодов. Академия Шиноби. Холодные капли пота стекали по лицу Наруто, когда боль отступила. Джинчирики. Прошептал он и криво усмехнулся. Нет. Семья. Зал содрогнулся. Трубы лопнули от напора воды, а стены пошли трещинами и начали осыпаться, уступая место другим. Более высоким, более новым, более устойчивым. Всего лишь красивое слово. Обрывки родных и чужих картинок успокоились, сливаясь воедино. Изначальный договор с Шинегами, отсутствие Курамы, живые родители. Коноха, какой бы она могла стать, не умри молодым четвертой Хакаги. Теперь все стало ясно и в тот же момент породило сотни вопросов. Я сочту это за наказание, бог смерти, в пустоту произнес Узумаки, даже не надеясь услышать что-то в ответ. И за самый великий дар. Наруто развернулся и направился во тьму, который многие годы прикрывался заточенной биджу. И скрываясь в ней, мальчик не оборачивался, чтобы зацепиться взглядом за какие-нибудь детали, потому что прекрасно понимал, это место он больше никогда не увидит. Ибо обычному человеку не могут быть доступны секреты джинчирики. Чего они ждут? Трое со странным любопытством изучали равнодушное лицо Наруто, пока тот неспеша поедал свой суп. Травма на тренировке. Эта новость выбила из коле Кушину, да так, что она даже не заметила плохо скрываемого беспокойства в глазах своего мужа. Впервые за четыре года, как ее сын начал постигать искусство Шиноби, ему довелось пострадать во время занятий. Даже несмотря на то, что в этом была вина другого человека. Сама мысль, что Наруто смог Кагото заставить применить больше сил, чтобы одолеть его в спарринге, вызывала улыбку у женщины. Может, тогда подумалось ей, он встал на путь истинный. Ты нормально себя почему-то очень хорошо скрывали мысли своего владельца. Хотя раньше мальчика большую часть времени можно было читать, как открытую книгу. Может быть головокружение или дискомфорт, он есть, бесцеремонно перебил мать-парень, сразу же словив пару удивленных взглядов, но это не важно. Неужели? Минато даже отодвинулся от супруги, которая мило улыбалась. Неважно. Абсолютно, коротко бросил Наруто. Мальчик мой, от этого тона всем стало дурно, а не кажется ли тебе, что ты хамишь в ответ на вежливость? Подняв глаза, Узумаки внимательно смотрел женщину и всего лишь на мгновение его маска дала трещину. Холод и безразличие словно потоком воды вылились на кушину, отчего-то опоежилась, растеряв весь запал. Во взгляде ребенка чувствовалась уверенность в своих словах и опыт, который тому не должен был за ужин. Отодвинув тарелку и коротко поклонившись, Наруто развернулся и направился прочь из кухни. Что это было? Только и смогла выдавить из себя Кагами. Мне показалось или он только что проявил характер. Продолжил за дочь Минато, также отодвигая от себя еду. Кагами, оставь нас, пожалуйста. Ты ведь почувствовала это? Спросил на Микадзе, лениво помешивая овощи в тарелке смотря куда-то на одно лишь ему известное место или предмет. У него всегда был хороший контроль, да и немаленький запас, кивнула своим мыслям Кушина, ну что могло послужить такому резкому скачку? Если бы кто-то тренировал его, я бы зал, начал размышлять мужчина. Такое возможно, если использовать синдюцу или открыть внутренние врата, но ни одно, ни другое ему не могут быть доступны. А если привлекла внимание мужа своим тихим голосом дженчурики? Что? Известный случай, когда человек, находящийся при смерти, оживал. И в этот момент происходят две вещи, очаг его чакр практически угасает, а потом разгорался с новой силой, чтобы вдохнуть жизнь в тело. Зеленые глаза внимательно посмотрели номината. Этому явлению так и не дали название. Перерождение, снятие пределов, называй, как хочешь. Ведь, по сути, после этого Шиноби становился сильнее. Некоторые даже специально делали это. К чему ты клонишь? Брови Хакаги сошлись на переносице, желая скрыть его волнение с замазкой непонимания. «Я не дура», прорычала женщина в ответ, схватив мужа за запястье с такой силой, что тому пришлось использовать чакру для усиления костей и мышц, мой дорогой. А если ты думаешь иначе, то я могу напомнить, кому ты всем обязан. Зрачки Кушины вытянулись, а по радужке глаза прошла красная волна. Тренировочный бой, где этот мальчишка учиха использовал чакру. И рука, несущая народы не в медпункт академии, а больницу. И этот нервно улыбающийся докторишка, когда я туда прибыла. Что на самом деле случилось с нашим сыном? А мамочка как-то буйная, как и моя, улыбка разрезала лицо парня, когда он почувствовал слабое извлечение силы Курама из печати. Развалившись на кровати и закинув руки за голову, Наруто пытался разобраться в чувствах и эмоциях мальчика, что стал вместилищем для его души. То, что родители если не махнули рукой на него, то хотя бы сделали вид, было ясно даже без воспоминаний. Да, Наруто, жизнь с родными или без них ни сахар, как ни крути. Я хотел быть Шинобе, ты нет. Я хотел признания и уважения, ты нет. Только в одном мы сошлись, к чему я дошел лишь спустя годы, а ты в столь юном возрасте, что бы ты ни делал, для всех мел не будешь. Всегда нужно делать что-то только для себя. Да, эгоистично, но, тем не менее, справедливо. Взгляд мальчика остановился на ладони, где в ту же секунду засветилась чакра и завихрилась потоками, но технику совершить не удалось, по крайней мере, одной рукой. Кто-то мог находить успокоение в созерцании воды или огня, Наруто же любил наблюдать за Росинганом. Очень часто к нему приходила мысль о схожести собственных желаний с этими хаотичными движениями и энергии. Пускай теперь на мне висит не такой жирный ярлык, но эту жизнь я не спущу на поддержание чужих идеалов. Парень перевернулся и набок засмотрелся на звездное небо. Неожиданно накатила усталость от пережитого за этот день и веки сами сомкнулись. Засыпая, блондин думал лишь о том, как ему сейчас не хватает саркастично-поучительных выражений Девятихвостого. Их жизнь отличалась от нашей в корне, и Рука, сидя у себя за столом, постукивал ручкой столешницу, но даже это позволило им найти просвет надежды, чтобы повести окружающих людей в лучшую жизнь. Скучно. Банально. Видели, знаем. Дети шушукались между собой, старательно делая внимающий речи вид. Хотя были и такие, кто откровенно спал, ведь эти истории были почти колыбельными сказками в кланах и других малых семьях уважения и любовь. Он и сам когда-то был таким же, питывая эти рассказы, словно губка. Смакуя и неоднократно повторяя их, парень представлял, как наступит время, и ему сам ему придется отвечать за вверенных людей. Деревню. Дом. Неожиданный поворот, но с другой стороны, вся эта жизнь такая. Третий Хакаги Конохага Курина Сата Кагами, мать его, Учха. В его честь назвали мою сестру. Это что же ударило в голову табирами, что он выбрал себе в преемнике члена ненавистного ему клана. Видимо, именно поэтому старик Сарутаби остался с этим Синджу задержать врагов. Тогда и погиб. Хотя, Наруто закрыл глаза и провел по лицу ладонью, пытаясь собраться с мыслями, может, здесь роль ненавидящего всех веероносцев сыграл Хаширма. Все казалось таким радужным и нелепым, что сложно было даже поверить в три мировые войны Шинаби. Узумаки думалось, что, скорее, они все должны были дружно взяться за руки и пойти собирать полевые цветы. С одной стороны, история имела не такие уж кардинальные изменения, но именно немногое решили. Выживший клан Учхо и его становление у власти в листе, уцелевший Кынахо во время родов Кушаны, два раза, а также вполне себе здоровый и адекватный обито. Это все меняло, перекручивало, извращало для понимания блондина. Он даже стал допускать мысль, что Мадара никогда не сбегал, а Акацуки вовсе не существовало. Где же был подвох? Запомните, дети, не того признали, кто стал Хакаги. Хакаги становится тот, кого признают другие, Наруто словно туком ударило. Эти слова. Он слышал их много лет назад. Так мне однажды сказал мой знакомый. Это очень правильное выражение, смысл которого, возможно, придет не сразу. На этом лекции история закончена. Спускайтесь на тренировочную площадку. Кагами сделала глоток из фляги, сидя в тени дерева, что росло во дворе Академии. Лекции были закончены, и она решила немного отдохнуть перед походом домой. Поправив свои длинные рыжие волосы, завязанные в высокий хвост, она лениво наблюдала за тем, как из дверей начали появляться второгодки, где среди них затесался ее младший брат. Вспомнив о нем, девушка лишь устала прикрыла глаза. Перенимая манеру общения и родителей, она и сама стала довольно холодной по отношению к мальчику. Он был дорог ей, без сомнения, но вот его пренебрежительные отношения к учебе и военному ремеслу в целом вызывало у нее жгучее негодование. Они были детьми одних из сильнейших людей не то, чтобы в Канохе, а во всем мире. Их судьба была решена перед суровой жизнью Шиноби. Так думала Кагами, изумрудными глазами пытаясь найти светлую макушку своего брата. Брата, что плюнул в душу своим родителям по понятным лишь ему одному причинам. Хочешь посмотреть на его быструю сдачу или очередную поездку в больницу? В голосе проскочили насмешливые нотки, которые даже не пытались скрыть. Наруто никто не попрекал из-за имени отца, но дети есть дети. Иногда некоторые из них открыто смеялись над ним, а девушка если и слышала, то спускала все с рук, какой-то маленькой частью себя надеясь, что это заставит мальчонку задуматься. Напрасно. Ты забываешь, с кем говоришь, Киша, Кагами даже не удосужила собеседника взгляда, пропитывая каждое слово сталью. В конце концов, он мой брат. Годы идут, а вы оба не меняетесь. Высокомерная сестрица и ее бездарный братец, губы парня за ее спиной растянулись в язвительной ухмылке. Давно уже пора понять, что практически все учхо очень любят лясы точить и зубоскалить. Всему есть предел, намекадзе. Ты первый начал. Дура. Кретин. Довольно выдохнула девушка, повернув голову. Брюнет широко улыбался, впрочем, как и она сама. Пусть я и не показываю этого, но верю в него. У Наруто есть потенциал. Он есть у каждого, кивнул киши, но не каждый стремится развивать его. Но он обязан. Никому и ничего он не обязан, насупился парень, прерывая одноклассницу. Просто не может понять аксиомы таких детей, как мы, не хочу и не существует, есть надо. Ты прав, да нельзя тихо произнесла когами, в этом ты, безусловно, прав. Еще бы, хмыкнул чихо, видя, как рука сенси вызывает на спарринг его родственника. И, как это было ожидаемо, младшего намикадзе. Что-то твой братец да нельзя серьезный. Чувство, будто будет даже интересно. Надеюсь, тонкие пальцы девушки сжали зеленую траву под собой. Они стояли друг напротив друга уже больше минуты. Саски пытался прочитать своего противника, но тот был подобен каменному изваянию. Чувство вины усилилось, даже несмотря на то, что Кушеносон лишь улыбнулся и потрепало его по волосам вчера. Парень напротив него, судя по всему, затаил обиду и как бы и всем своим видом показывал, что не хочет иметь ничего общего с брюнетом. Наруто Саски сомневался еще несколько секунд, но после решил, что специально отдаст победу своему однокласснику. Ты готов? С самого рождения Туманно ответил Узумаки, даже не пытаясь принять какую-то боевую стойку, все так же изучая синими глазами своего оппонента. Хватит задерживать урок. Начали. Скомандовал учитель, в этот раз не позволяя себе ни на секунду выпустить двух ребят из поля зрения. Саски сорвался первым, прямолинейная цель в лицо. Банальная и простая атака, от которой увернется даже слепой. Ты можешь лучше, пальцы крепко сжали кулак, я ведь знаю. Не пытаясь вырваться из хвата, Учиха второй рукой нацелился в корпус. Наруто лишь слегка отвел левую ногу назад, изменяя положение тела и пропуская новый удар между локтем и ребрами. Конечность брюнета была мгновенно зажата, давая тому работать лишь ногами или каким-то немыслимым образом попытаться выйти из своеобразного клинча. Растерявшись на секунду, Саски ударил правым коленом, но был блокирован голенью. Его противник не то, чтобы считал атаки, просто очень удачно их блокировал даже в таком ограниченном пространстве. Неплохая попытка, но, отпустив кулак, Наруто сделал длинный шаг острой боли, не нужно сомневаться. Кагами растерянно наблюдала за действиями брата. Неужели, неужели Саски так винит себя за произошедшее, что поддается? Непонимающе выдавила она из себя. Не совсем так, надменная усмешка, что блуждала на лице Киша в самом начале спарринга, исчезла. Не проницаемые черные глаза, украсились в красный, на радужке которых была одна запятая. Это не Саски поддается, это Наруто слишком силен. Что? Брюник тяжело дышал, держась за левый локоть, который немного опух. Уже несколько минут он пытался попасть по своему противнику, но тот, словно змея, уворачивался от всего. Непонимание смешалось с раздражением. Я не верю, что он все время скрывал свои способности. Мрачные мысли сменялись одна за другой, когда, наконец, не осталось последней из них, неужели я проиграю? Стремительный рывок вперед, несмотря на усталость и боль, в котором легко можно было прочитать отчаяние. Он не имел права упасть. Просто не смог бы смотреть в лицо отцу и брату, которые так пропускали его успехи сквозь пальцы, словно песчинки. Неплохо поиграли на публику, шепчет Наруто, когда, делая вид, что оступился, пропускает сильный удар в лицо. На его окровавленных губах блуждает явная насмешка, но он отлетает на метр назад, падая спиной в пыль. Попытка подняться не увенчалась успехом, но Саски видел тот задорный огонь в синих глазах. И не мог понять, как парень перед ним, имея столько возможностей, позволяет толпе насмехаться над ним. И все же он проиграл, разочарованно выдохнула сочневой юбки. Ну, хотя бы попытался. Ага, с какой-то странной ухмылкой на автомате ответил Киши, все еще продолжая наблюдать за ребятишками при помощи Шарингана. Он видел каждое движение, понял каждое слово по губам, которые были произнесены во время тренировочного боя. И это породило интерес. Не знаю причин, но это только твое дело, Наруто. Твой секрет останется между нами. Пройдешься со мной наклонилась вперед, чуть ли не носом касаясь лица чхо. Эй! Она схватила его пальцами за щеку, чтобы привлечь внимание. Больно же. Улыбка на губах девушки была победоносной. Да, хорошо. Отлично. Оба выпускника Академии Шиноби с легкостью перепрыгнули забор, оказавшись на оживленной улице. Знаешь, неожиданный голос парня вырвал намекадзе из раздумий, я был не совсем прав. Необязательно делать это напоказ. До самого дома Кагами оба подростка дошли в тишине. Солнце только показалось из-за горизонта, а лес уже ожил. Всюду можно было услышать утреннюю птичью трелес трикотания насекомых. Природа ликовала, нежась в теплых лучах восходящего светила. Одинокая фигура медленно шла меж старых стволов деревьев, пытаясь не издавать никаких звуков своей поступью. На мгновение она замерла, увидев в дюжине метров от себя жующего сочную зеленую траву олени. Склонив голову, словно приветствуя животное, человек двинулся дальше, до тех пор, пока его взору не предстала маленькая поляна с одиноко растущим кленом посредине. Осмотревшись по сторонам, незнакомец скинул с себя серый плащ прямо на растительность, что покрылась росой. С короткими светлыми волосами затейливо поиграл ветерок, после чего двинулся дальше, доставать деревья и других жителей леса. Идеально, тихо выдохнул подросток, которому можно было дать лет 12, после чего уселся прямо на мокрую траву, делая несколько глубоких вздохов. Носа коснулись приятные запахи распустившихся цветов высыхающей на солнце коры. Ухо дернулось, когда где-то слева треснула ветка под тяжелой ногой местного обитателя. Он чувствовал, как окружающая энергия протекает вокруг и сквозь него, делая одним целым с природой. Кожа на животе приятно защипала, когда чакра начала свое движение по телу. Она мерно текла по каналам, сливаясь воедино с энергией, что было одной из самых древних и присутствовало всюду. Вокруг закрытых глаз появилась красная пигментация, доказывая, что человек достиг полного понимания, контроля и единение с окружающим миром. Синь чакра усилила тело и все чувства в десятки раз. «Идеально», повторил парень, поднимая веки и осматривая все вокруг своими синими глазами. Зрачок остался прежним, Наруто знал это. Его синдюцу стало еще лучше, и, как думал сам Мзумаки, это все из-за того, что в теле никогда не было курамы с его губительной чакурой. Но слишком долго. Почти два года ушло на освоение режима, даже зная все его тонкости. Детское тело. Надкусив палец, подросток сложил серию печати и хлопнул в ладоши. Прямо перед его носом появилось облако густого белого дыма, из которого в другую сторону что-то выпрыгнуло на большой скорости. Синьин. Донес и душа и блондина шипящий голос, а секунды позже он увидел почтительно склонившего голову метрового ящера с бирюзовым чешуей, что на свет отливало серебром. На животном была зеленая жилетка, а в зубах он держал дымящуюся трубку. Давно, очень давно я не видел мудреца подобной силы. Ты выжал максимум, Наруто, и это действительно вызывает уважение. Иошик Изусан, Узумаки слегка смутился от такой похвалы от древнего существа. Вы чувствуя, что это еще не предел. Барьер может быть прорван. Неужели? Сузив свои миндалевидные глаза, поинтересовался ящер, выпустив из-за арта струи сизого дыма. Впрочем, не мне указывать на твои пределы. Зачем призвал меня? Как обычно, улыбнулся Наруто, развалившись на траве и высматривая интересные облака, лениво плывущие по небу. Я уже говорил, что иногда мне кажется, будто тебе намного больше лет, чем на самом деле. Прошуршала рептилия, тоже присаживая на свой мощный хвост. Так вот, может просто заведешь друзей для общения? Вам надоела моя компания? Искренне удивился парень, приподняв голову и осмотрев Иошиказу. Тот лишь пожевал мундштук, не выказывая тем самым никаких эмоций, но Узумаки прекрасно понял его. Окружающие меня слишком ограничены. И сложно назвать людей друзьями, когда они всего лишь товарищи и собратья по несчастью. Тем не менее, ты изучаешь путь Шиноби, в то же время всей душой ненавидя его, ящер попытался улыбнуться, но его скал мало чем походил на этот добродушный жест. Вынужденная необходимость, сокрушенно вздохнул блондин, принимая сидячее положение. Он откинул руки назад и уперся на них. Да и очень глупо иметь ключ от двери, но держать ее за открытой из-за своих страхов и предубеждений. Ты размышляешь не как ребенок. А я никогда и не давал повода думать обратно. Хм, рептилия покачала головой своим мыслям, и то правда. Как семья? Как обычно, хмыкнул Наруто, вспоминая постоянные разговоры о важности личного развития и стремления становиться сильнее. Он знал, что родители чувствуют прогрессирующий они не видели. Красноречивый дьявол, не иначе, гоготнул Ашиказу, вытряхивая пепел из трубки. Быстро, емко и информативно парировал подросток. Слабая ухмылка играла на его губах, когда он смотрел в черные глаза, пытаясь понять мысли животного. Почему ты так хочешь остаться незамеченным? Что тобой движет? Страх. Неожиданно серьезно чеканил Наруто. Страх быть связанным с селением. Страх оправдать ожидания людей. Страх не оправдать их надежды и веру после. Я хочу быть свободным и не обязанным кому-то. Почему? Ашиказу пытался понять мотив дитя, сидящего перед ним еще самой первой встречи. Тогда, около двух лет назад, он подумал, что глупый ребенок просто решил поиграть с техникой призыва и тотемными животными, но уже с первых слов понял, человек перед ним мыслить здраво и рационально, иногда эгоистично и жестоко, но, тем не менее, справедливо. Словно за его плечами лежал не один десяток лет и множество событий, заставивших повзрослеть раньше положенного срока. У него была полноценная семья, высокое положение в обществе, десятки, если не сотни возможностей, но из всех он выбирал отцельничество и маску ленивого недотепы. Неудачника. Бута. Много такого же бунтаря, который желал идти против правила системы «жить ради себя и всегда двигаться вперед, познавая мир вокруг себя». Это был поистине интересный человек, который подобно губке впитывал все новое. Но эта история имела печальный конец. Покинутый, отринутый всеми, он потерял разум и умер от горя. Слишком поздно пришло осознание того, что путь одиночества и разорванных связей, это путь, что полон боли и страданий, которые не стоят всех мимолетных радостей. Потому что рептилия вздрогнула, врываясь из своих воспоминаний. Его взгляд сфокусировался на ребенке, любовавшемся небом и его необъятными просторами, это то, ради чего я живу. Восторг перемешался с отчаянием. Эта густая смесь витала в воздухе с самого утра, опутывая каждого, кто входил в аудиторию. Никто не оставался спокойным. Каждый, так или иначе, выдавал свои эмоции, постукивал пальцами по столешнице, грыз ручку, сжимает предплечье или, не стесняясь, схватился за голову руками, моля всех богов, лживых истинных, чтобы пронесло. Да, именно так каждый год выглядел день выпускного экзамена из Академии Шиноби. Теоретическая и практическая часть. Всего два этих этапа и пару часов отделяли юных учеников от звания генин. Я очень рад, что многие из тех, кто начал свой путь под моим кураторством, дошел до этого дня, уминой рук и не скрывал свои улыбки, пытаясь ее и своей речи взбодрить студентов. Хотя сам прекрасно знал, что где-то 30% не пройдут минимальные требования, а еще 20% испытательный тест представленных джанинов. Йонда и Мехакаги внес эту корректировку и сделал обязательной, потому что считал, что его предшественник, Кагмиучха, был слишком мягок к юным Шинобе, даже после того, как своими глазами увидел две страшные и кровопролитные войны. Так что выйти из Академии с Протектором еще не означало, что ты не вернешься обратно, если наставник посчитает тебя некомпетентным в некоторых аспектах суровой жизни ниндзя. За этими стенами вас ждет весь мир и его реалия. Но чтобы с вами не случилось, вы всегда должны помнить, воля огня горит в каждом из вас. Канаха ваш дом, где можно будет отдохнуть душой и разумом. Где вы найдете пристанище в нелегкий час. Именно поэтому вы должны любить и защищать ее, делать все возможное, чтобы ваш дом процветал. Такова жизнь Шинобе, такова судьба воина. Наруто даже не слушал учителя, изучая весь класс. За годы, проведенные здесь, некоторые студенты исчезли, некоторые появились, но все равно практически каждый из них был выходцем клана, большого или малого, не имело значения. Это был истинно уникальный случай, сильнейшее поколение, как поговаривали некоторые. Будущая опора листа и его основная сила. На многих здесь делали большие ставки и возлагали надежды. И именно поэтому Наруто не понимал, что он здесь делает. За проведенное время он ничем не выделялся из толпы, был самым посредственным учеником, держась скорее ближе к концу, чем начало списка успевающих. Но имя отца делало за него всю работу и будь оно неладно. И вправду, подумал Узумаки, может показаться со стороны, что я практически ничего не делаю, зная, что меня протащит папочка. Коррупционная система, мать ее за ногу. Одно его слово, и меня даже самыми плохими результатами поставят в команду, а там уже придется вертеться лжом, чтобы копыта не откинуть на какую-нибудь миссии. Справедливости нет. Размышления отвлек Саски, которого Ирука попросила раздать листы с тестом. Учиха молча стоял и ждал, пока на него обратят внимание, а добившись желаемого, двинулся дальше. Их отношения изменились после того случая, ведь Брюнет увидел в своем товарище настоящего соперника, хоть и помалкивал об этом. Он не один раз пытался заставить Наруто раскрыть свои способности, но тот может на самом деле. Это бесило. Это злило. И это интриговало. Цеплял так глубоко, что Саски иногда не спал ночами, думая о том, какой же на самом деле сын подруги его матери. У вас есть ровно 90 минут на решение. Удачи. Умина и его напарник, Мизуки, уселись за стол и начали внимательно следить за учениками. Сегодня не будет чуда ни для кого, таково было распоряжение Хакаги. Женщина не знала, куда себя деть. Она мать, опытный Джанин, но сейчас чувствовала себя как школьница возле доски, которая не знала правильного ответа. Испадал ба посмотрев на ее метание, Минат оторвался от документов и произнес «Успокойся, сядь, кушайно». Все будет так, как и должно быть. Если он ничего не понял за эти годы, то нет смысла давать ему повязку. Это только породит новые переживания. Он мой сын и, каким бы ни был, я всегда буду на его стороне. «Да, пусть я и не одобряю его поведение, но все равно люблю», злой скороговоркой ответила женщина, но все же села на кожаный диван в дальнем углу комнаты. «Я прекрасно тебя понимаю и желаю ему только лучшего, но...» Намикадзе устало потер глаза и о чем-то задумался на пару секунд, «но если таков его выбор, то пусть лучше растет и работает у нас под носом. Так мы хотя бы будем знать, что он в порядке». «Ты прав», обреченно вздохнула Кушина, а ее глаза стали достаточно влажными, «но я всегда думала, что он пойдет по нашим стопам». Ласково улыбнулся Хакаги, вставая и застала. Он подошел к жене и нежно обнял ее за плечи, позволяя той уткнуться носом ему в ногу. Слезы матери здесь не помощник. Мрачно подумал четвертый, гладя мягкие рыжие волосы. В дверь постучали, и после одобрительного ответа в кабинет вошел молодой мужчина, лицо которого украшал горизонтальный шрам. Вот итоговые результаты, Хакаги само и рукопочтительно поклонился и передал папку правителю Канохи. «Когда можно будет прийти за окончательным решением?» «Спасибо», сдержанно кивнул Минато. «Завтра утром, часам к девяти». «Разрешите идти». По струнке выровнялся у Мина, пытаясь не бросать косые взгляды на жену Намикадзе, которая прятала свои покрасневшие глаза. «Ступай». Как только учитель покинул комнату, Хакаги тут же раскрыл папку и принялся читать. Уголок его губ дрогнул, когда он отыскал имя своего сына. «Что ж, так будет даже лучше». «Что там такое?» Шмыгая носом, Кушина посмотрела в лицо мужу. «Можно взглянуть?» «Отчего же нельзя?» Йон Дэми вернулся на место за столом и откинулся в кресле, уже не в силах скрывать свою довольную улыбку. «Все-таки не каждый день твой нерадивый отпрыск становится гениным, сдав все нормативы на отлично. Черт, пришлось выложиться». Наруто старался не слушать и руку, который в очередной раз промывал изучен родителями. И дома, вечером, они молчали, но вот исходящее от них свечение было можно использовать ночью вместо лампы. Провалиться специально было глупо, а те многообещающие взгляды учителей в его сторону сделали свое дело. Узумаки понял, что поблажек ему ждать не следует. В тот момент он был в одинаковых условиях со всеми. Что-то бубня себе под нос, блондинно вострел уши, когда речь зашла о командах и наставниках. Шансы того, что история из его мира повторится, пошла к нулю, когда Харуна и Кукаше оказались в других связках. Он перебирал оставшиеся варианты и пытался понять, где была зарыта собака от его папочки. Команда номер девять. От взгляда Наруто не скрылась гаденькая улыбочка на губах и руки, когда он усмотрел список Наруто на Микадзе, Саски и Хино Тахьюго. Закрыв лицо руками, парень шумно выдохнул. Потом его глаза нашли упомянутых людей, что делали в данный момент то же самое. Все могло быть не так уж плохо, но Саски не был замкнутым ублюдком, до которого нельзя достучаться, Хиното была не скромной девочкой, по уши влюбленной в него, а довольно высокомерной особой, которая слово любила подкреплять клановым стилем Тадзюцу. Ужасно мощная связка Гененов, если бы у Наруто не была в этой тройке роль отстающего ученика. Наставник продолжил тем временем Умина, а его ухмылка стала еще шире, кушану на Микадзе. Каждый в классе услышал скрежет зубов блондина с задней парты. Заговор твердил про себя Узумаки это все гребаный заговор против меня и моей мечты о спокойной жизни. Класс опустил настолько быстро, что даже не удалось запомнить лица наставников, приходящих за подопечной командой новоявленных Гененов. Ожидание утомляло. Оно заставляло растягивать нервы до пределов, создавало вокруг гнетущую атмосферу тишины и витающей в воздухе неприязни. Представители двух сильнейших кланов молчали, лишь изредка бросая друг на друга косые взгляды, и те украдкой. Ни один из них не хотел начинать спор или ругай на ровном месте, ведь, независимо от причин, никто не имел права очернять честь клана из-за своих мимолетных желаний. Я так понимаю, что Джанина нам подобрали не случайно, равнодушно решил оживить классную комнату юная девушка с черными волосами, а после в серых глазах заиграли искры насмешки. Да, Наруто, кун? КХМ. Мальчишка поперхнулся от такого обращения, пытаясь наложить на эту хитру то образ той, что была ему знакома многие годы. Выходило не очень. Даже в самых жутких кошмарах он не мог представить себе Хьюга такой. Кушенос он очень известный и сильный Кунаичи. Поэтому уверен, что здесь играл не только тот аспект, на который ты намекаешь, в этот раз от блондина послышалось уже жуткое хрипение, будто Ктото всадил ему нож в горло. Химата пытался подколоть, Саски пытается защитить, разные мысли в голове не давали покоя, точнее, они просто ломали устоявшиеся мировоззрением. Никогда раньше Узумаки не общался столь тесно с этими двумя, поэтому особо не зацикливался на их характере и модели поведения. А теперь ему предстояло как минимум полгода рука об руку выполнять с ними миссии. И все же хотелось бы услышать мысли Нартукуна. Химата поднялась и развернулась, чтобы сменить лавочку на парту, куда сразу же уселась. Ее расстегнутая бежевая куртка колыхнулась, открывая вид на майку-сеточку и темный топ под ней. Она улыбнулась, и такая родная для Нарута ямочка на левой щеке стала видна особенно четко. В глазах наивна детская серьезность, что была присуща всем представителям сильнейших кланов, но за ней виднелись задорные огни бунтарки и хулиганки. Да, Химата Хьюга была той еще занозой в заднице у своего отца, очень часто выкидывая всякие штучки доводя сородичей до белого колени. Эм, я не знаю. Как-то криво усмехнулся у Зумаки, не в силах выдавить из себя нормальную широкую улыбку. Через минуту гляделок, он сжал губы и почесал затылок, после чего отвернулся к окну, как бы намекая, чтобы от него отстали. В конце концов, не я принимаю такие решения. Ну, мы хотя бы узнали, что ты имеешь свое мнение, хмыкнула принцесса клана и поправила выбившуюся прядь своих длинных волос. Думаю, мы не совсем правильно решили начать знакомство, хотел было начать учхо, но все услышали сдержанный кашель со стороны дверей. В этом ты прав, Саски, рыжеволосая женщина с протектором листа на голове привлекла к себе внимание. Давайте прогуляемся на крышу, там и познакомимся поближе. Трое генинов расселись на приличном расстоянии друг от друга, словно не желая лезть в зону чужого комфорта и не подпускать коготов в свою. Каждый из них сейчас изучал Шиноби перед собой, и лишь блондин делал это для галочки, ведь свою мать он впервые видел в таком обмундировании. Итак, женщина взяла на себя первое слово, так как с самого начала поняла, что отношения в команде будут натянуты, по крайней мере, первое время. Меня зовут Кушина Намикадзе, Джанин Канохи. Люблю свою деревню и семью, ненавижу ложь и лентяйство, в этот момент она бросила короткий, многообещающий взгляд на сына, хобби, кулинария. Типичная домохозяйка, тихо, сквозь зубки прошептала Хинута, чем и удосужилась внимание со стороны наставника. Вижу добровольца, Мила улыбнул искушенно, а потом ее взгляд стал жестким. Начнем с тебя, острячка. Хинута Хьюга. Люблю тренироваться и получать желаемое, ненавижу, когда мне что-то запрещают, девочка говорила достаточно громко и размеренно, даже не пытаясь скрыть своей прямоты, хобби нет, разве что доставать родных. У, Саски. Саски Учхо. Мало что люблю, в этот момент ухо Наруто дернулось от чувства дежавю, но все же ценю и уважаю свою семью и друзей. Не люблю, когда от меня что-то пытаются скрыть. Мечта? Превзойти моего брата Итачи. Во всем. Это будет нелегко, понимающий кивнула Кушина, вспоминая первую встречу с этим карапузом, что в кругу взрослых пытался казаться одним из них. Корчи серьезно мину и медленно, решительно кивая, когда другие приходили к какому-то решению. Он был забавным и милым, но бремя старшего ребенка и служба Ванбу исправили это. Истинный гений Шарингана и своего клана в целом. Ну, а теперь ты. Узумаки отлегся от созерцания облаков, возвращая свое внимание на бренную землю. Все выжидающе смотрели на него, но не ждали каких-то громких речей от замкнутого парня. Наруто на Микадзе. Мечтаю путешествовать, лениво, растянуто и коротко бросил гений. И это все. Вспыхнула Хинато, смешно надув щеки от возмущения. Мог хотя бы постараться что-то выдавить из себя. Сомневаюсь, что вам интересно на мое увлечение, усмехнулся Наруто, посмотрев в глаза матери, да и не поймете вы их. Мы попробуем, нахмурилась Кушина, которой не понравился такой ответ. Раньше она знала как облупленного своего мальчика, но после того инцидента четыре года назад его будто подменили. Расслабленный, говорящий только по делу, он не подпускал кагото близко к себе и сам держался на расстоянии от других. Одним словом, отшельник. Может быть в другой раз, Кушина Таича, не задумываясь, ответил Узумаки, возвращая все свое внимание к небу. Что ж, будем считать, познакомились, тяжело вздохнула на Микадзе. Завтра в семь утра будьте на втором полигоне. Советую тщательно подготовиться к испытанию, если не хотите попрать имя своего клана и угодить обратно в Академию. Дождь выбивает по крыше только ему известную мелодию, не давая возможности сомкнуть глаз. Наруто лежал на боку и разглядывал водяные разводы на стекле, думая о возможных перспективах своего будущего. Два носителя Додюцу, жена Хакаги, собственно, его сын. Это была не команда, а лакомый кусочек для других деревень, пусть официально все скрытые селения придерживались в стадии мира. Но блондин не понаслышке знал о том, как легко может разгореться пожар от одной единственной искры. В дверь аккуратно постучали, а после вошли. Кушина не удивилась, что ребенок никак не отреагировал на гостя в своей комнате. Наруто, мягко начала она, присаживая на край кровати и легонько проведя ноготком по оголенной ноге. «Давай поговорим». «Интересно, что такого произошло, и ты, спустя столько лет, решила прийти сюда с такой целью, не обращая внимания на мать», ответил блондин. «Где вы были, когда я нуждался в этих разговорах?» «Мы были всегда рядом», тихо обронила Кушина, у которой сердце сжалось от таких безразлично сказанных слов. «Нет, мама, вы словно объект перед самым носом, но к которому не дотягиваются руки», скосив взгляд на лицо удивленной женщины от Наруто не скрылось, как она растерялась и закусила в бессильной губу. «Так о чем ты хотела поговорить? Мы никогда не интересовались у тебя о твоих предпочтениях и желаниях, насильно толкая на выбранный нами путь. Думали, что со временем ты поймешь и примешь правильные решения», спустя долгие несколько минут заговорила Намикадзе, прикоснувшись рукой к коже мальчика и тут же отдернув ее. Чакра в теле Узумаки активизировалась другими объектами, выходя через тенкицу наружу. Просто ужасающий контроль в столь юном возрасте, она почувствовала, как все прекратилось и вернулось на круги своя, но намек был ясен, никакого телесного контакта. «И вправду, как много мы о тебе не знаем, Наруто?» Я понял и принял его, синие глаза встретились с изумрудными, «Мама! Так чего же ты хочешь?» «Прости меня», женщина отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. «Сынок, я люблю тебя и желаю тебе самого наилучшего. Даже если тебе кажется, что заставляю и толкаю в нужном направлении». Кушина вздрогнула, когда руки обвели ее шею, а к спине прижалось маленькое тело. Словно не желая что-то говорить для примирения, мальчик просто пытался передать через этот жест все свои чувства, и она ответила. Пальцами сжала холодной ладони сына, не в силах больше держать в себе слезы. «Я, мы живем под одной крышей, делим еду, но мы так мало делимся друг с другом своими радостями и тайнами, мы так далеко друг от друга, мама, что я». Кушина почувствовала, как шумно вдохнул запах ее волос Наруто, а после на плечо упало пару горячих капель, что я просто забыл смысл слова, семья. Будто никогда не знал, что это такое. И, он крепче сдавил ее пальцы и сжал зубы, пытаясь заставить вырвать из себя эти несколько слов, что никому никогда не говорил. Научился жить с этим. «Мы наверстаем упущенное», заверила его женщина, тыльной стороной ладони вытирая лишнюю влагу с лица. «Обещаю». «Надеюсь», ласково улыбнулся Узумаке, отпуская мать и давая той подняться. Она поцеловала его в лоб и вышла из комнаты, оставляя парня одного. «Надеюсь, что этого никогда не случится», Кушина. «Ведь твой мальчик уже давно мертв». Слезы продолжали срываться с его подбородка на одеяло и Нарут и не мог понять, почему эта боль в груди никак не хотела уходить. Солнце еще в полной мере не показалось на небе, поэтому воздух был довольно холодным после ночного дождя. Куты из посильни в своей куртке, трое генинов ожидали появления наставника, который уже задерживался на 15 минут. Узумаки подозревал, что это связано с долгим разговором Кушина и Минаты накануне. «Вы живете вместе, но ты почему-то здесь, а ее нет», Хината стучала зубами, чувствуя озноб по всему телу. Сначала она немного боялась, но после пришла к выводу, что уж лучше пусть это испытание начнется побыстрее. Тогда можно было бы немного разогреться. «Может, что-то случилось?» Поинтересовался Саски у блондина, который стоял в стороне и смотрел куда-то в лес. «Нарута?» «Не знаю». Обычно мама довольно пунктуальна, спустя несколько секунд пробырчал Узумаки, осматривая своих товарищей. Он не понимал, почему, зная о плохой погоде, эти двое решили одеться в привычную для себя легкую одежду. Сам же парень стоял в теплом плаще. «Я вижу ее», оповестила всех Хината, у которой вокруг глаз вздулись вены. «Триста метров на семь часов. Твой дом в другой стороне», хмыкнул Чеха, покосив взгляд на блондина. «Тогда что она там делала?» «Простите за опоздание», весело поприветствовала Генина Вкушина, махая рукой. «Нужно было немного подготовиться». «Подготовиться к чему?» осторожно спросил Саски, сузив глаза. Хината поддержала его кивков. «К вашему испытанию улыбнулась женщина». «Ведь только я сейчас принимаю решение, учить вас или отправить обратно зубрить теорию». «Суть?» недолго думая поинтересовался Наруто. «Колокольчиков не было видно, значит будет что-то новенькое». Хотя, никто и не говорил, что история повторится и тесты у всех Жанинов одинаковые. В прошлой жизни он как-то не интересовался у друзей, с чем столкнулись они. «В этом лесу я спрятала три предмета, которые буду охранять. Ваша цель – обнаружить их месторасположение и раздобыть любыми средствами, улыбка пропала с ее губ. «Любыми», значит, «вы можете использовать все, что у вас есть». «Подругому ничего не выйдет». Женщина посмотрела на наручные часы, стрелки которых показывали семь двадцать. «Времени у вас будет», Кушина задумалась на мгновение, до двух часов дня. «Готовы?» Ответом ей послужили три уверенных кивка. «Тогда начали». «Друзья, это вымысел. Удел слабых, чтобы оправдать свою никчемность. Твои друзья, твое окружение, твоя любовь – это только твой клан. Так ее учили. Друзья, это самое важное, что он есть в жизни Шиноби. Без них ты погружаешься во тьму, одиночество и отчаяние, не в силах сам найти источник света. Без них ты теряешь самого себя». Так говорил старший брат. «Друзья, это те, кого нужно всегда защищать». «Те, кто наполняют твою жизнь красками. Их улыбки придают сил. Их благодарность и преданность лучшей всякой техники». Так повторял он сам себе из года в год. «Слишком разные, чтобы найти общие интересы. Слишком гордые, чтобы подчиняться кому-то равному по статусу. Слишком, как много было факторов, которые заставили трех генинов сразу же расстаться и действовать в одиночку, рассчитывая только на свои силы». Кушин равнодушно наблюдал за ними из укрытия, понимая, что если так пойдет и дальше, то они все отправятся обратно в академию. И если Наруто просто вел такой образ жизни, то двое других действовали подобным образом лишь из-за своих амбиций, забыв про самое главное правило, командная работа превыше любых разногласий. Хината умело использовала свой бьякуган, но сейчас он лишь вызывал сильную головную боль. Участок леса был полностью окутан чужой чкрой, который совершенно не жалели. Девушка закусила губу и деактивировала дадюцу, думая лишь о том, каким же монстром должна быть их наставница, чтобы так небрежно тратить энергию ради попытки лишить хьюга зрения. Брюнетка пряталась среди ветвей дерева, внимательно изучая территорию. Левой рукой она проверяла все доступное ей снаряжение, ведь не знала, будет ли намекаться только защищаться или же решит так же атаковать. Вдруг она заметила, как птицы сорвались с дерева недалеко от нее, и тут же приняла решение сменить место стоянки. Похвально. Не всякий генин обращает внимание на такие мелочи, как встревоженная живность, Кушина двигалась за девушкой по пятам, не желая выпускать ту из поля зрения. Нужно всегда гнать зверя в заранее уготованную ловушку, как говорил ее дед, неся на плечах маленькую девчонку с рыжими волосами и ступая по мху, которого во влажных лесах у Зуши было предостаточно. Но сумеешь ли ты разгадать мой план? Хината сидела на корточках за широким стволом древа. Она не могла увидеть противника, но интуиция буквально кричала, что охота началась. И победить в ней будет практически нереально. Раз брошенный кун и полетел в правую сторону, откуда послышался голос, а сама Хьюга бросилась в противоположную, даже не надеясь на попадание. Два, на Микадзе показалась в десятки метров впереди брюнетка, на мгновение опешив, решила использовать сильнейшую свою технику. Тридцать два удара небес. Три. Девушка успела коснуться наставницу, но та лишь улыбнулась и исчезла с хлопком. Петля затянулась на ноги и оторвала хинуту от земли, переворачивая мир вверх тормашками. Уже настоящая Кушина показалась сбоку. Она медленно подошла и сняла все снаряжение Генена, оставляя тут репыхаться в самой простой ловушке, которую только можно было придумать. Ты хорошо анализируешь ситуацию, но не уделяешь внимания мелочам, после этого Хьюга осталась в одиночестве. Даже Сюрикена не оставила, а петля-то тугая. Так легко не выбраться. Ее внимание привлек человек, что появился из-за дерева. Она ждала насмешек или его безразличий, но парень просто полоснул кунем по веревке и ловко поймал на руки падающее тело. Почему? Только и смогла выдавить смутившаяся химота. Потому что, коротко ответил Наруто. Саски двигался бесшумно, не желая оставаться на месте. Наставница была опытным Джанином, и выследить кого-либо для нее было плевым делом, особенно учитывая сенсорные способности Намикадзе. Мать говорила, что ее подруга очень милая и спокойная женщина, но очень легко впадала в крайность, чувствуя азарт. Кровь настолько сильно била ей в голову, что порой даже Хакаге приходилось туго. Экспрессивная особа, которая полагалась чаще на грубую силу, чем на ясный рассудок. Так говорила Микото, намеренно промолчав о том, что еще чаще Кушина, это беспристрастные шиноби, мастер Фуиндюцу, Сутана и Датона. Талантливый командир, выполнивший десятки, если не сотни, опасных миссий. Жена Фугаку хотела, чтобы сын научился не идти на поводу советов и чужих мнений, а в одиночку анализировать ситуацию своего противника, расставляя приоритеты. Хорошая тактика, Саски Кон, но убегая, ты не выполнишь миссию, Кушина стояла перед парнем, который чуть не влетел в нее на полной скорости. Резко остановившись и разорвав дистанцию, он принял стандартную рукопашную стойку, полубок, руки закрывают лицо и корпус, оставляя на виду малоуязвимых мест. Но не для Джанина. А кто сказал, что я убегаю? Усмехнулся Учиха, ожидая в любой момент отразить атаку. Я как раз занимался тем, что выманивал вас. Ха! Одна бровь на Микадзе поползла вверх. А ты достаточно уверен в своих силах? Не уверен в них, мотая головой, ответил Брюнет. Уверен только, что вы не будете бить в полную силу. Именно из-за такого анализа ты уже проиграл, неожиданно услышал соски у самого уха. Сильный удар под ребра выбил из легких весь воздух, заставляя на секунду потерять сознание. Упав на землю, мальчик пытался сделать отчаянный вдох. Нужно рассчитывать разницу в силе, а не лезть на рожон, надеясь на чудо. Это ваше первое боевое задание, а не игра в песочницы. Учиха держался за ушибленный бок, пытаясь привести дыхание в норму. Он не хотел соглашаться, но иного выбора нет, никто ведь не сказал, что с них будут пылинки сдувать. Ты можешь лучше, этот голос и знакомые слова всколыхнули образы в памяти Саски, я ведь знаю. Наруто, сквозь зуб выдавил он, отыскав глазами напарника. Не беси меня. Будет тебе, улыбнулся Узумаки, присаживаясь рядом, я лишь пришел предложить помощь. твоей помощи. Очень сомневаюсь. Только сейчас Учиха заметил позади Наруто тихо стоящую хинуту, которая смотрела в другую сторону и делала вид, что ей неинтересно и ее тут вообще нет. Почему, она, прошептал он. Потому что Кушина уже несколько минут наблюдала из укрытия за небольшой поляной, что раскинулась посреди леса. Ее зеленые глаза внимательно следили за каждым движением покоен и погружен в свои мысли, будто сейчас находился не посреди поставленного наставником задания, а просто пришел сюда ради медитации. Женщина уже несколько раз хотела напасть, чтобы преподать урок сыну, но какое-то чувство останавливало ее. Как в старые времена, когда она встречала сильного противника, интуиция кричала, что нужно держаться подальше от этого человека. Все в нем, весь его образ говорил, что покровом масок. Истинные лица людей, их повадки и характер. Она не могла это объяснить, просто полагаясь на шестое чувство. Смешно, подумала на Микадзе, перемещаясь поближе к своей цели, я боюсь напасть на мальчишку, который академию закончил пару дней назад. Который никогда не стремился к знаниям Ассии Лишиноби. Неожиданный хлопок в голове заполнил впробил в памяти. Десятки картинок и образов пролетели перед глазами Кушины, отдавая все воспоминания клонов. Интересно, рыжеволосый начал теребить от предвкушения Чеготу интересного золотую сережку, инкрустированную изумрудом левой мочке уха. Так ты смог убедить этих двоих встать на свою сторону? Постойте. Она метнула куну в сидящего парня, но тот лишь слегка отклонил голову в сторону, уходя из-под атаки. Кушина Таичи не думал, что вы будете использовать удары из укрытия. Наруто раскрыл глаза и поднялся, разминая затекшие мышцы. Он не пытался взглядом выследить маму. Откуда тебе известны теневые клоны? Улыбаясь, начало она с того, что интересовало ее больше всего. Чтобы я не сказал, вы все равно не поверите мне. Так зачем обременять наш слух ложью? Было интересно послушать, откуда мой сын, который никогда не проявлял интереса к Ниншу, зная такие техники, женщина вышла на поляну, предварительно создав клонов и раздав им указания. Ниншу с удивлением переспросил Наруто, а через несколько секунд добавил шепотом. Как все-таки люди извратили созданный тобой путь, старик Хагарема. Краем шик его губ приподнялся, когда он почувствовал, как Кушина концентрирует в ногах чакру для стремительного рывка. В голове вдруг появилась мысль, она всегда выкладывается на полную или просто никогда не недооценивает противника, даже если тот всего лишь гений. Сейчас я не сын, а вы, не мать, Кушина Таича, набрасывая на голову капюшон, чтобы женщина не заметила возникшую вокруг глаз пигментацию, произнес Узумуки. Он знал, что она ощутит внезапно изменившуюся на вкус чакру. Знал и то, что ничего не сможет доказать, пока не поймает с поличным. Лишь создаст еще больше вопросов вокруг тайны под названием Нарута Намикадзе. Сейчас вы наставник, а я ученик. Экзаменаторы испытуемый. Они сорвались с места одновременно, цели видимы и уязвимы места, но так и не схлестнулись в схватке, опять разрывая дистанцию. В голове у обоих перед самым ударом пронеслись образа возможного исхода, что заставило удержаться от необдуманных действий. Что за черт? Выдохнула Кушина, осматривая сына. Интуиция буквально завопила, что нужно любыми средствами избежать этой атаки. А то чувство. Перед глазами все еще стояла картина, где рука ее ребенка разрывает плоть на боку, ломает ребра и добирался до сердца. Бусинки пота заскользили по лицу Намикадзе. А мамочка и впрямь взялась за дело неприятно захрустела, когда он сделал несколько круговых движений. В последний момент она выпустила рукой чакру, что создало воздушную волну. Не опасную, но ощутимую. А то полон сюрпризов, Нарута-Кун нервно улыбнулась Кушина, тоже заметив, что слегка перестаралась. Чуть больше чакры, и она могла сломать ему ключицу. Хотя, что-то на задворках сознание подсказывало, что все не так просто. Не буду отрицать очевидное, слегка склонил голову парень в знак благодарности за столь лестное слово. Это все лишь предлог. Что? Опишила женщина от такого вопроса, пытаясь понять, где она могла проколоться. Зная характеры, условия заданий буквально сыграли на гордости каждого из нас. Три предмета, три ученика. Был бы он один, некоторые, Нарута заулыбался, слегка скосив взгляд в сторону, сразу задумались над командной работой. Не так ли? Неплохо. Один из клонов исчез, передавая знания о расположении Учиха и Хьюга. Они были недалеко и искали то, чего никогда не существовало. Только на словах. Намикадзе пыталась понять, зачем ее сын послал их это делать, если догадался о сути испытания. Неужели настолько уверен в своих силах или, наоборот, просто хочет доказать, что все эти годы они ошибались и ему есть, что преподнести родителям? Но если понял, зачем? Нет желания спасать их высокомерные задницы, рассмеялся Узумаки, расставляя руки в стороны. Они должны работать головой, а не верить, что сила их клана, это абсолют, который не требует помощи со стороны. Умерить свой пыл, забыть про свою гордость, склонить голову и преклонить колени, если того требуют ситуации. Никакие мнимые ценности не стоят собственной жизни и твоих напарников. Они должны ничего и никому, но в тот же момент все и сразу. Наруто сорвался с места, желая войти в клинч с матерью, ведь в нем у него были неплохие шансы задержать ее при помощи усиленного Синдюцу телом. Но та легко прочитала намерения парня, хотя и удивилась такому суицидальному решению, сразу же складывая печати. Датон, каменная темница. Скорости не хватило Узумаки, чтобы покинуть пределы Дюцу, и вокруг него моментально возникли земляные стены, сомкнувшись над головой и лишая единственного источника Света. Глупо было так лезть на рожон, на рутакон, удерживая ладони вместе, Кушина сложила еще несколько быстрых жестов пальцами. Теперь я буду поглощать твою чакру, пока ты не лишишься своих. Иногда, донесся до нее приглушенный голос сына, нужно совершать глупости, чтобы дать простор для действия другим. Я всего лишь наживка. Глаза женщины расширились, когда она почувствовала прикосновение и острой стали к своей спине. А вы, добыча. Кушина повернула голову и увидела Саски, что смотрел на нее при помощи Дадюцу. В левом глазу вокруг зрачка было две запятые, в правом, одна. Он был самым быстрым среди этих троих, и должен был за максимально доступное время сократить дистанцию для удара. Его роль, молниеносная, скрытая атака по отвлеченному противнику. Зеленые глаза метнулись в сторону и наткнулись на хинуту с активированным бьякоганом. Как и Учха, правое ухо девушки украшал наушник. Ее роль, координация команды и поиск оппонента. Медленно убирая поток чакры, Намикадзе развела руки в стороны, разрушая тем самым созданную ранее технику. Короткие блондинистые волосы всколыхнул сильный ветер. Наруто не улыбался и не радовался своему успеху, как сделало бы большинство детей его возраста. Он был предельно серьезен и старался не выдавать своих эмоций. Настоящий лидер, который отвечает за жизнь каждого своего подчиненного. Который придумал стратегию для победы над заведомо сильным врагом. Его роль, приманка, которая, скорее всего, кушанно-шумно сглотнула. Она прекрасно знала, что Наруто понимал, никого убивать не буду. Но быть это настоящая миссия, он бы, безусловно, дав шанс своим товарищам, погиб. Ты создал клонов и замаскировал их под этих двоих. Начало свои размышления на Микадзе и отправил в Асваяси, потому что знал о слежке за каждым. Но почему я их не почувствовала? Неужели думаете, Кушанно-Тача, что только вы знаете о способах ослепления Бьякугана? Вопросом на вопрос ответил Узумаки, но видя замешательство мамы, продолжил «Не показалось странным, что вы чувствовали только мою чакру. Она буквально витает тут вокруг, нарушая чувствительность таких пока еще слабых очагов. Пара яростных взглядов пытались прожечь парня насквозь, но тот не придавал значения таким мелочам, довольно просто, если противник тебя недооценивает. Не знаю, почему у тебя стало больше чакры, но даже так ее не хватило бы». Наруто запустил руку под плащ в подсумок и выудил оттуда на свет маленькую пилюлю зеленого цвета. «Никакой препарат не даст такой прирост». Начало закипать Кушина, но спустя секунду дернулось всем телом, понимая. «Неужели, да, оно самое», улыбнулся блондин, пряча шарик обратно. Солнечные лучи вредно сказывались на его качестве. «Но откуда у тебя это?» Шинобини выдает своих секретов. Минато лежал на кровати и изучал бежевый потолок своей спальни. Его жена положила голову ему на плечо и перекинула через него ножку, изучая пальцем мощную грудь. Оба пребывали в молчании после рассказа Кушина о сегодняшнем дне и пытались найти ответы. «Будь у него даже целое состояние, Акимичи ни за что бы не продали свои препараты», наконец-то заговорил мужчина, почесав свободной рукой светлую макушку. «А мысль о краже отпадает сразу, я бы узнала такой шумихи в их клане сразу». Ну а куда-то он ее достал, томно промурлыкала жена, схватив Минато за подбородок и развернув лицом к себе. «Поговори с ним, ты ведь отец, в конце-то концов». Не важно ли, какими путями он добивается своих целей, если это не нарушает законы Канохи. К тому же, то, что пилюли принадлежит именно Акимича, лишь теория с его слов. «Сама ты не уверена, нежно поцеловал ее в губы», ответил Йондо Эми. «Но его чакра моментально, словно фитиль, разгорелась Кушина. Она сильно ткнула пальцами бок мужа». «Да, это волнует меня куда больше», поморщившись, пробормотал он. «Из твоих слов, она была похожа на природную чакру, что используют жирая Синси и я. Но отличается». Напомнила женщина. И это. Если бы он заключал контракт с жабами, они сказали бы. «Да и не могу я судить, не знаю, отличается ли Синдюцу при обучении у других животных или нет». Никогда не встречал других отшельников. Спальня погрузилась в тишину на несколько минут. «Мината, а можно?» «Я тоже об этом подумал, но это безумие на грани понимания», хмыкнул мужчина, отмечая такие мысли, как полную глупость. Обучиться самому владению природной чакрой? Суицидальный вздор, который обошел стороной даже такой человек, как Арачимару. Ведь даже спустя многие годы змеи не открыли ему эту тайну. Поздравляю, молодой парень не мог скрыть своей искренней улыбки, смотря в холодные глаза своего немногословного собеседника. Человек напротив него устало прикрыл веки и выдохнул, заерзав на теплой земле. Уединение было прекрасно и отдушено после испытаний, но и в этом судьба ему отказывала, подкидывая подарки в виде надоедливых знакомых. Он бы мог даже назвать его другом, но уж больно разные они были. Всего лишь некоторые идеи пересекались у них, порождая редкие встречи за пределами посторонних взглядов. Открытое общение было не под запретом, но все же ненужные вопросы обременили бы обоих. «Ну, что ты, не стоит благодарить меня за это», Брюнет сунул руки за шиворот своего зеленого чунинского жилета, на котором было множество карманов. «Наверное, никто из тех, кто достигал этого звания, так и не познал всю загадку их предназначения от проектировщика этого элемента одежды Шиноби. Я не сделал ничего такого, чтобы взводить это в какое-то подобие праздника», медленно ответил мальчик, опуская веки и делая глубокий вздох. «Сейчас главным было расслабиться и почувствовать потоки энергии вокруг себя, стянуть их, чтобы насладиться единением с природой и ее ласковым, почти целительным прикосновением к уставшему разуму. Зачем ты пришел на этот раз? Только поздравить и поговорить», хмыкнул парень, оскорбленный безразличием своего приятеля, хотя и понимал, что все это было односторонним, блондин не отталкивал, но и не подпускал слишком сильно. Будто не доверял, будто что-то в его жизни заставило с подозрением относиться ко всем представителям клана очха. Или будто все вокруг приносили только проблемы, в которые никак не хотелось лезть. «Ты же не откажешь мне, генин?» «О, решил сыграть на субординацию, чунин?» Оскалился Наруто, язвительно сверкнув синими глазами. «Но я не обязан подчиняться вне военного режима или миссии, так что не нужно и дальше продолжать толкать меня на грубости. Я спрошу еще раз и, надеюсь, услышу то, что хочу». «Что ты хочешь?» «Найти подход к тебе», вздохнул Киши, присаживаясь напротив. «У тебя, можно сказать, нет друзей. Ты большую часть свободного времени проводишь в лесу заброшенного полигона. Один. Словно какой-то отшельник». И чувствуя себя прекрасно, когда никто не надоедает, улыбнулся Узумаки, без страха смотрев в горящее красным глаза. Он, даже спустя столько лет, все еще никак не мог привыкнуть к тому, что в Шарингон можно встретить на любом углу в Канохе. Клан Учиха был многочисленным, ведь войны давно закончились, а молодое поколение успело прорасти зеленой листвой на этом вековом древе. А ведь когда-то, в прошлой жизни, встретить это дадьютсу было сродни выигрышу в бесплатную лотерею. Главное, не сыграть в ящик. Ты не похож на представителей своего клана. Наруто знал, что Киши был сыном Шису и внуком Кагами, даже несмотря на то, что те уважали их силу, как Шиноби. Но блондин молчал, не имея в планах зародить подозрения и неуместные вопросы по поводу его осведомленности в таких личных делах. Почему? Искренне удивился Чунин, изучая мимику своего собеседника, но того сложно было считать даже при помощи Шарингана. Слишком приставучий, спустя минуту выдал у Зумаки щурисеть слепящего солнца, что уже поднялось еще выше над горизонтом. Да будет тебе, Расхохотался Киши, вытирая выступившие слезы. Давно меня так не веселили. Откуда тебе знать, какие мы, Учха? Достаточно знать нескольких, чтобы судить о всех в целом, мрачно ответил Наруто, явно давая понять, что углубляться в эту тему не намерен. Это заинтриговало Брюнета, но тот не стал навязывать русло разговора. Так о чем хотел поговорить? Почему ты скрываешь от всех настоящего себя? Не стал Юли Чунин. Ха, а тебе ведомо это? Нет, но могу с уверенностью сказать, что ты, как минимум, не показываешь на публику свои истинные способности. Ты не дурак, не лентяй, не бездарь, но хочешь казаться ими так сильно. Это только мое дело, хмыкнул сын Хакаги, переводя взгляд в сторону, словно надеясь найти там ответ, который удовлетворил бы интерес парня напротив. Пусть люди видят меня таким, каким хотят. Было бы желание получить ответы, а путь всегда найдется. У меня, спустя столько времени не получилось, скорчив досадливую мину, пробубнила Чхо. От его острого взгляда не скрылось, как дрогнул уголок губ Наруто. Пытаться, падать, вставать и преодолевать, повторил Узумаки фразу, которую услышал еще в детстве много лет назад, когда путешествовал с Джирай. Да, то было прекрасное время, наполненное одними из самых драгоценных воспоминаний. Его не обучали тогда искусству Шиноби, его готовили к жизни за пределами листа. Где нет друзей, где ты всего лишь путник, идущий в любую сторону, желая постичь и увидеть что-то новое своими собственными глазами. Замечательные годы, частично канавшие в лету. Упорство всегда приносит плоды, главное не отчаиваться. И тогда любой удар судьбы будет тебе по плечу. Никогда не думал писать мемуары. Подумывал. Кагами просила не говорить, но она знает о том, что я часто вижу с тобой. Просила присмотреть и помочь по мере возможностей, неожиданно перевел тему Киши, заставив Наруто содрогнуться. Разговоры о семье были одними из самых нелюбимых им. И осторожно начал он, почему ты решил, что мне это интересно. Я не хочу, чтобы ты плохо думал о сестре. Она твоя родня, пусть и ведет себя довольно холодно, но все же переживает. Не умнее осуждать ее решение, если тебе так важно это. Рад это слышать, Наруто. Спасибо. Учиха поднялся и отряхнул штаны, после чего прошел мимо Узумаки, оставляя того за спиной. Даже такой короткий разговор, из которого Киши выуживал крупицы информации, приносил ему какое-то странное и непонятное удовлетворение. Словно шаг за шагом он становился ближе к понимаю, кто же такой на самом деле Наруто Намикадзе. Нет, Учиха, спасибо тебе за эту правду. Улыбающийся Брюнис покинул поляну. Скучно. Так нудно, что хочется забиться в самую глубокую нору и поскулить там обренности бытия Генина. Саски поднял глаза и взглядом наткнулся на согнувшуюся перед ним химоту. Короткие синие шорты обтягивали девичьи бедра и другую упругую часть тела Хьюга, отчего парень слегка покраснел и помотал головой, прогоняя глупые мысли. Их кланы лицемерно приветствовали друг друга при встрече, но за глаза изливаясь желчей оскорблениями. Не нужно было быть гением, чтобы заметить витающие в воздухе канахи напряжение. Два древних рода, основная сила листа и его опора, десятки лет не могли найти общий язык и при любой удобной возможности никогда не упускали возможность вставить палки в колеса. Хината, почувствовав на себе чей-то взгляд, удивленно повернула голову и уставилась на трешенное лицо учха. В глазах того была задумчивость, но все же они были направлены туда, куда не следовало бы. Девушка сжала зубки, наступив пяткой на ком сухой землю и раскрошив его, после чего подделая метнула физиономию Саски. Кхе-кхе, парень выплевывал грязь и протирал костяшками веки, пропустив эту нарочитую шалость, ты сбрендила, хьюга. Будешь знать, прошипела брюнетка, поворачиваясь всем телом и скрещивая руки под выступающей через белую свободную майку грудью, куда зыркать не следует. Чего? Опишел от такой наглости Генин, даже сделав шаг назад, кожей чувствуя злость Химоты. Не знаю, что ты тому думала, сумасшедшая, но ты даже не в моем вкусе. Что? Дернулась Хьюга, округлив глаза. Но уже секунду спустя на ее лицо легла тень и следующая фраза прозвучала с учетливой яростью, ну-ка, повтори еще разок, как ты меня назвал? Саски сглотнул и хотел было сжаться в никому незаметный комок, но в сознании, словно пружина, среагировала мысль о гордости переда за свой клан, который нельзя посрамить ни при каких обстоятельствах. Сумасшедшая! Выпитив грудь колесом и сделав серьезную мину, повторил Учиха. Ему тут же пришлось резко пригнуться, чтобы не схлопотать сломанный нос и пару выбитых зубов. Девушка атаковала резко и четко, с одним лишь желанием, причинить боль обидчику. Следующий удар коленом захлебнулся в блоке предплечьями, а в глазах обоих уже горели дадюцу. Одна видела и знала, куда бить, другой читал и зал, что защищать. Но продолжить эту потасовку им не дал голос третьего участника их команды, будет вам, детишки, глумливо бросил Наруто, не разгибаясь от своей грядки и не поворачиваясь. Лучше бы тратили свой запал на тренировки. Ага, со злостью ответила Хината, если бы они были. Точно-точно, поддержал ее Саски, все еще следя за девушкой. Мало ли, что у нее на уме? Эх, если вы не понимаете, зачем мы это делаем, то пора бы включить ту часть своего тела, которую вы так ошибочно называете мозгами. Насмешка отчетливо слышалась от Узунки, но его наглой ухмылки никто не видел. Не забывай, с кем говоришь, ублюдок. Хината встала ровно, полностью забыв про месть в брюнету. Я не посмотрю, что ты сын Хакаги намного слабее меня. Девушке вперед, улыбнулся Учиха, но я тоже порадуюсь, когда она делает тебя на Микадзе. Наруто выпрямился и выгнулся, расправляя плечи и давая спине отдохнуть. Послышался хруст костей, когда он сделал несколько круговых движений корпусом. Парень был в одних штанах, не стесняясь оголять свой торс. В отличие от того же Саски, который имел бледную кожу и худощавое телосложение, как и большинство его соплеменников, блондин был смуглым и уже сейчас на десяток килограмм тяжелее, превращая всю эту массу в мышцы. Даже сам Наруто не мог точно ответить, почему здесь его тело было в столь хорошем состоянии, но предполагал, что это из-за нормального количества белков и углеводов в дневном рационе, а также продуманной до мелочей тренировки. Он равнодушно окинул взглядом двух наследников великих кланов Канохи, отчего те истушевались, чувствуя незримое превосходство ваури своего напарника. Было в ней что-то такое, что заставляло людей слушать и прислушиваться, даже если те того не хотели. Следовать за Наруто, выполнять его приказы. Даже умереть, если потребуется. Сейчас Узумаке видел в глазах товарищей это, что сам испытывал много лет назад, при встрече с Арачумару в лесу смерти. Трепет, граничащий с восхищением и страх, пробуждающий самые темные стороны человека. Ну, чего же ты ждешь, Хината? Улыбка, прорезавшаяся на лице парня, для других была больше похожа на трещину, что возникло на камне. Особого приглашения. Я, запнулась девушка, потупив взгляд. Что-то изменилось в ее голосе, и это заметили все. Я, а ты, Саски. Синие глаза метнулись к брюнету. Вроде бы тоже имел какие-то претензии. Наруто, мы, начал былоучиха, но его оборвали взмахом руки. Простите, неожиданный металл в речи напарника исчез, уступая мне место спокойствию, я не хотел вас обидеть. Действительно, о чем я только думал, катя бочку на таких серьезных оппонентов? Он неуверенно рассмеялся, почесывая пальцами затылок, а Витру разнес этот смех по всему полю. Качнулась крона одного из деревьев слева, и рядом с ребятами, будто из ниоткуда, появилась Кушина. Она внимательно осмотрела каждого, чувствуя возникший диссонанс. Развлекайтесь, отлынивая от работы. Поинтересовалась она будничным тоном, который не предвещал ничего хорошего для тех, кто был близко знаком с характером взрывной намикадзе. Нет, помотал головой Наруто, привлекая все внимание к себе, просто решили немного передохнуть и пообщаться поближе. Неужели? С прищуром посмотрела женщина на сына, ища в его словах подвох. А у меня другое мнение, будет вам, Кушина Тачи, виноватый улыбнулся Узумаки, мы ведь одна команда. Хината, Саски. Кушина взглянула на двух подростков. Только скажите, если этот лентяй вас достает, я ему... Все в порядке, Сенси, уверенно заговорила Хьюга. Мы действительно просто хотели немного размять затекшие косточки. Да, Саски. А? Встрепенулся Брюнит, а после усиленно закивал. Да-да. Ладно, тогда заканчивайте здесь и идите в душ. Нас вызвали к Хакаге, я буду ждать вас там. Мината листал папки с бесконечными отчетами, которые атонами приходили в резиденцию каждый Божий день. Будь он немного опытнее и умнее много лет назад, то всеми правдами и неправдами отказался бы от своей должности. Лучше бы тогда он не рвал жилы, чтобы доказать всем, что лучше любого из Великой Троицы. Слишком сильно любил деревню, чтобы позволить превратить ее в лабораторию, бордель или игорный дом. Кресло Хакаги открывало новые возможности, но с прошествием лет на Микадзе начал понимать, что все они не стоят возникающих минусов. Он так сильно увяз в своих мыслях, что даже не заметил зашедшую после стука в дверь жену. Кушина пару раз щелкнула пальцами, потом покашляла в кулачек, а когда это не помогло, то просто ударила ладонями по столешнице, подкидывая в воздух горы бумаг. Молниеносное движение руками вернуло все на свои места. Я много часов потратил на то, чтобы рассортировать их, беспристрастно начал Минато, поднимая глаза на Кушину, а ты так и не научилась ценить мой труд. Я уже кучу раз говорила, что лучше ползти на врага в грязи под проливную дождь или снег, чем сутками сидеть здесь, хмыкнула она, грациозно развернувшись и, поигрывая бедрами, направляясь к дивану. Рыжеволосный слегка повернул голову, заметив, что нужный результат достигнут, после чего томно вздохнула и провела зубками по нижней губе, желая добить противника. Иногда мне так одиноко. Прекрати, шумно выдохнул четвертый, откладывая эмакулатуру в сторону, дразнить меня. И что же мне сделает великий и ужасный желтая молния Канохи? Нагло усмехнулась она. Даже не знаю. Доля секунды, которой даже Шинобе, не говоря уже про обычных людей, не хватило бы на восприятие произошедшего имена Тенавис над женой, практически соприкасаясь с ней губами. Может быть это... понаставил своих меток везде, попыталась отвести взгляд Кушана, но ей не позволило это сделать рука, что уперлась в спинку дивана. Кто сказал, что их нет на тебе? Я бы заметила. Уверена? Абсолютно. Хакаги клацнул зубами, а в его голубых глазах заплясали озарные огоньки. Забавно. Что именно? Когда человек пытался обмануть, сам не до конца уверен и в своих словах. Я ведь сенсор. Я тоже. Что есть? Губами нато коснулись горячей кожи нашей супруги, даря ей несколько нежных поцелуев, то есть. Ну и кто из нас должен прекратить? Сжимая края его плаща, прошептала Кушана, не отрывая взгляда от бездонного океана, в который она могла смотреть вечно. Не я это начал. Ну удачно продолжаешь, женщина толкнула мужа в грудь, отталкивая от себя. Сегодня ты будешь ночевать дома, иначе я разнесу это здание по кирпичикам. Ну-ну, улыбнулся на Микадзе, возвращаясь в свое кресло. В любом случае, я вызвал тебя и твою команду не для этого. Я дам вам миссию за пределы Канохи. Они выполнили слишком мало заданий внутри нее, чтобы так быстро кидать их за ворота, резко изменилась в лице Кушана, возвращая себе серьезность. Мир, может быть, и кажется безобидной штукой, но на самом деле это мясорубка. Особенно для таких детей, как они. Одна уже наследница, а другой потенциальный претендент, к тому же оба сильнейшими дадьются. Я уж промолчу о Наруто. Я уже сообщила об этом Хиаше и Фугаку, и они со мной согласны. Ребятам нужно набираться опыта, ведь они будущие не только своих семей, но и листа в целом. Я категорически не согласна с этим решением, продолжила упрямиться женщина, скрестив руки на груди. Прости, но сейчас ты ни мать и ни подруга. Ты Джанин Конохага Куриносато, который подчиняется приказам своего лидера, поставив локти на стол и сцепив пальцы в замок жестко отрезал Минато, открыто указывая своей жене на положенное ей место. Пусть он и позволял себе вольности с ней в своем кабинете, но все же никогда не забывал о той тонкой грани, где балансирует семья и служба. Это дома Кушина могла устраивать скандалы, а здесь должна была беспрекословно подчиняться. Я достаточно ясно выражаюсь. Более, чем, сквозь зуб выдавила из себя женщина, Хакаги Сума. Не нужно злиться, Кушина, ласково продолжил Минато, чтобы сбить возникшие напряжения, ты сама поймешь, что это необходимо. Они должны нюхнуть пороху, если мы хотим получить сильных и надежных Шиноби. И что же это за миссия такая? Перевела тему Рожеволосая. Доставка торгового договора в Суну, вынимая из стола папку, ответила на Микадзе. Классификация задания в ранг. Это не военное время, когда не хватало ниндзя для выполнения миссий. Подскочила с места Кушина, словно туком пораженная. Она с плохо скрываемым гневом смотрела в глаза своему мужу. Они дети, которые Академию закончили пару недель назад. Генины без какого-либо опыта. У каждого из них есть потенциал, который нужно раскрыть как можно раньше, никак не реагируя на бурную экспрессию жены, произнес четвертый. Скоро экзамен Чунина, и мы должны с другим селением, что по праву называемся сильнейшими. Только из-за каких-то страхов и амбиций, горечь отчетливо послышалась в голосе женщины. И как я пропустила, что ты стал таким... Каким? Резко перебил ее Мината, скрывая лицо за переплетенными пальцами. Ян, лидер военной деревни. Я отвечаю за ее безопасность, за каждого жителя Яшиноби. Я должен знать, что оставлю наследие наших предков в надежные руки людей, которые не будут смотреть на мир через розовую призму, искажающую реальность. Может ты не хочешь этого понимать, но они уже не дети. Они, уже сейчас, боевая мощь Канохи. Это все, Хакаги Сума. Равнодушно спросила Кушина, пустыми глазами смотря за спину на Микадзе, где утопала в солнечных лучах упомянутое оселение. Скрепя сердцем, она все же принимала действительность слов своего мужа. Ступай, устало выдохнул четвертый, возвращая свое внимание бумагам. И хорошо подготовь свою команду к предстоящей миссии. Через три дня вы должны будете выдвигаться. Дверь с громким хлопком закрылась, оставляя Мината наедине с работой. Мужчина отбросил в сторону очередной отчет шпиона и Суны, откинувшись в кресле. Судя по последним новостям, самый опасный отступник за всю историю песка был недавно замечен в пределах родной деревни. Если, произнес в пустоту намекадзе, вспоминая слово и выражение лиц Хиаших-юга и Фугаку-учха, если сможете преодолеть это испытание, то вернетесь в лист совершенно другими людьми. Заслужите своими поступками, а не правом рождения, иначе, лидеры великих кланов и сам Хакаги имели других детей, в случае чего умрете. Они двигались уже второй день, оставив родное селение далеко позади. Кушина могла облегченно вздохнуть, потому что ее команда могла передвигаться верхними путями, чему клановых детей учили задолго до выпуска из Академии. Откуда Наруто знал об этом оставалось для нее очередной загадкой, которую еще предстояло раскрыть. Она давно уже сделала себе заметку в голове проследить за сыном и наконец-то узнать, кто тайно его обучает искусству Шиноби. Дети были напряжены. Даже их общение сводилось к минимальному набору слов. Намекадзе не юлила и не пускала пыль в глаза, в лоб рассказав об уровне их задачи и ее важности как для селения, так в частности и для каждого из них. Она хотела, чтобы каждый член команды мог собраться с мыслями и привести их в порядок, может даже обратиться за советом к родным. Женщина не знала, сделали ли так Саски и Хинато, но вот Наруто точно избавил себя от хорошей возможности пообщаться с отцом или матерью. И это удручало, заставляло задуматься. Волновало. Его мимика не отображала капля сомнения, словно для этого ребенка такая мимиссия была уже не первая в своей короткой жизни. Кушеносон уаловался и дрогнула века от такого обращения. Она была наставником, а не гостьей в доме, но, тем не менее, словно сговорившись, каждый из подопечных обращался к ней по-разному. Кушеносон говорил Хинато, будто намекая, что если бы не приближенное отношение к нынешнему Хакаге, то девочка не ставила бы ее и в грош. Кушеносон сенсии досталась Саске, который слишком часто встречался с нами Кадзе в пределах своего поместья. Слишком хорошо знал о ней от родителей, чтобы видеть в жене четвертого сильного шиноби, умного руководителя или опытного учителя. Он уважал, он жаждал бесценных знаний. Он учха, и этим многое сказано. Последние живых тройки, ее родной сын, ограничился Такое обращение было неформально принято среди Анбук-старшим в группе, и оставалось лишь вопросом, откуда такого нахватался Наруто. Да. Сколько нам еще двигаться? Саске кивнул, соглашаясь с вопросом Хьюго. Ему, как и ей, порядком надоело двигаться в таком быстром ритме, делая привалы практически только ради ночевки. Даже начав ранние тренировки в клане, оба просто не привыкли к этому. Мы практически добрались до границы с ветром, «Да, кушана Тачи». Наруто замыкал группу, поэтому никто не заметил его ухмылки. Изначально ему не хотелось особо выделяться, но потом такие вот моменты стали для него в некотором роде игрой. Пара слов, случайно брошенная фраза, несколько предложений, которые несли в себе лишь одну роль — удивиться, задаться вопросом, посеять непонимание. «Ты прав», намекаться повернула голову, лишь украткой заметив довольный блеск в синих глазах сына. У нее все чаще возникала мысль, что она практически ничего не знает об этом человеке. Будто он не был ее чадом, а просто гененом, который попал под опеку. «Откуда ты это знаешь, Наруто?» В голосе сама собой пульсировала в голове. Климат изменился, стал более сухим. Меньше живности, которая предпочитает обитать недалек от большего количества еды и водопоя. Еще некоторые незначительные аспекты, которые играют меньшую роль. «Ты очень наблюдательный, Наруто-кун», Кушина подняла руку, жестом заставляя команду остановиться. «Здесь мы заночуем, нужно набраться сил перед переходом через пустыню». «Хинато, на тебе еда. Саски, подготовь лагерь. Ты пойдешь со мной, Наруто, проверим территорию и принесем дров». Молчание затянулось, пока оба собирали сухие поленьи. Женщина бросала редкие, быстрые взгляды в сторону блондина, но тот словно не замечал этого, и всем своим видом показывая сосредоточенность на занятии. Винить его в таком поведении нет смысла, сокрушенно думала на Микадзе, зато, кем становятся дети, виноваты только и их родители. Он замкнулся, нашел успокоение в одиночестве, а не в кругу семьи, что попрекало его многие годы. «Но почему я начала это понимать только сейчас?» «Мама», неожиданно произнес парень, останавливаясь на месте. Алла Волоса встрепенулась, услышав такое, «Я ведь вижу, что ты хочешь поговорить. Я хочу вернуть те времена, когда ты счастливо улыбался в кругу семьи, не стала ходить вокруг да около Кушина». Она аккуратно положила хворост под корни дерева и пристально посмотрела в синие глаза, надеясь увидеть там хоть какие-то отголоски надежды самого ребенка. Но ее не было. «Этот вопрос нужно поднимать дома, со всеми родными», после минутного молчания ответил Узумаки, присаживаясь на одиноко стоящий пень. «То, что ты хочешь стать мостом между нами, не значит, что по этому мосту захотят пройти другие. Откуда такая уверенность?» Кушина стиснула зубы и поразилась прагматичности сына. Он не юлил, а говорил прямо то, что видел сам. И она не могла не согласиться. Частью себя веря в то, что это возможно, она также понимала всю сложность сложившейся ситуации. «Зато, кем становятся дети, виноваты только их родители?» «Кагами, вот видишь, ты и сама знаешь», добродушно улыбнулся Наруто, жмурясь от заходящего солнца, которое еще виднелось сквозь кроны деревьев. Отец в Хакаге, он не может уделять много времени на укрепление отношений в семье. Тем более с повзрослевшими детьми. Но, тем не менее, это возможно. Вся проблема в сестренке, которая годы копировала вашу модель поведения по отношению ко мне. Это часть ее устоявшейся нормы. Она, при всем своем желании, не может поменять свое мнение. Это психология, «Мама, банальная и простая. Без отца, для которого работа на первом месте. Без сестры, для которой я позор семьи, пусть она испытывает ко мне теплые чувства. Твой мост не имеет хорошего фундамента, и его сметет первый же бурный поток. Я, женщина, запнулась на полусловие, проглатывая слезы и суровую правду. Я думаю, что еще не все потеряно. Было бы желание, а пути всегда найдутся». Наруто поднялся и двинулся в сторону лагеря, даже не надеясь, что Кушина поймет вложенный в последнюю фразу смысл. Судна провожала последние лучи солнца, чтобы вновь погрузиться во тьму и холод суровой пустыни. Невысокий мужчина средних лет стоял спиной к входной двери, пытаясь насладиться видом родной деревни. Но тяжелые мысли о ее судьбе не давали покоя. Скрытый песок, неприступная крепость среди дюм и барханов, увидала. Войны давно не было, которая приносила как горе, так и свои плоды, в виде дорогих трофеев, пленных или одного из самых главных товаров в сунь воды. Мастера Суитона рождались в лучшем случае раз в несколько десятков лет, и те погибли в последнем полномасштабном бою 15 лет назад. Нужно было принимать меры, иначе это селение могло в скором времени стать городом призраков. «Но мы не в том положении, чтобы начинать какие-то действия», вздохнул мужчина, прикрыв глаза. Пальцы за его спиной сжались сильнее. «И только поэтому ты решился на этот договор с коныхой». Тихий шелест этого голоса нельзя было ни с чем спутать. Обманчивый, юношеский и ласковый, он не предвещал беды, вводя окружающих людей в заблуждение о личности человека. Повернув голову, владелец кабинета наткнулся на подростка, который на самом деле практически разменял четвертый десяток лет. Он уютно расположился в кресле напротив стола, с интересом изучая изменившуюся за столько времени обстановку. И ее хозяина. Губы парня разрезала искусственная улыбка, когда он отметил чужие морщины. Выбора нет. Раса вновь вернула взгляд к окну, зная, что ударов в спину не последует. Ради сон и я должен идти на жертвы. Всегда есть выбор и пути к его осуществлению, без промедлений прокомментировал слово Казикоги-юноша, возвращая своему лицу привычное умиротворение. Эмоции никогда ему не нравились. И он избавился от них своими методами. Можно захватить часть земель к востоку отсюда. Довольно плодородные земли. Как и вся территория стран рек, хмыкнул мужчина. А мне не хватало только войны с листом из-за этой буферной зоны, что нас разделяет. Действительно. Куда уж лучше умолять о помощи этого выскочку. Могу тебе напомнить, друг мой, как этот выскочка выкашивал наши ряды в прошлом. А ты, если мне не изменяет память, выжил только благодаря своим специфическим возможностям. Собаку постоял еще пару секунд, а после сам сел, откинувшись на спинку кресла. Зачем ты вернулся? Моя родная деревня и мой друг находятся на грани, растягивая слово, произнес с юношу. Его глаза остановились на портрете третьего Казикоги, что висел слева на стене. Не ради такого будущего я помог тебе, взвалив на свои плечи клеема убийцы и предатели. Ты знаешь, как помочь. Раса даже не пытался скрыть своего удивления. Он был обязан этому человеку очень многим, и вряд ли бы когда-то смог оплатить этот долг. Единственное, что оставалось, так это благодарить судьбу. Условия договора завяжут скрытый песок не самыми хорошими предложениями. Это будет невзаимовыгодный обмен, скорее протянутая кость, за которую придется прыгать на задних лапах и вилять хвостом, начал издалека парень, оперируя очевидными фактами. Казикоги лишь вздохнул, прекрасно это понимая и без чужих наставлений. Но кто сказал, что мы сами не можем диктовать эти условия? Хочешь поставить под удар суну? Я не позволю. Всегда бессили две твои привычки, опаздывать и перебивать. Из Канохи отправили новоиспеченную команду генинов во главе ни с кем иным, как носителем Кьюби. Кушану Зумуки. Но и эти дети не самые простые, ее сыны два отпрыска сильнейших кланов Листа. Это рычаг, который заставит Лист плясать под нашу дудку. Вряд ли такую группу оставили без внимания. А напасть на них здесь, значит дать джинчурики сильнейшего биджу сравнять все с землей. Ты осознаешь безумность своего плана? Серьезно поинтересовался собаку, скрывая половину лица за переплетенными пальцами. Я сам все сделаю, когда они покинут эти стены, да нельзя спокойно ответил парень, вам лишь останется усыпить бдительность джинчурики. Сделать вид миротворцев и опустивших руки. Зачем тебе все это? Кори глаза пристально смотрели в малиновые пытаясь прочесть прятанные за ними мысли Сасари. Возможно, так я верну себе свое доброе имя. Как-то загадочно улыбнулся юноша. Всего пару мгновений и в кабинете расы остался один. Солнце нещадно жгло и плавило воздух вокруг, создавая причудливые пейзажи. Ветер гонял песок с места на место и даже импровизированную маску не спасало глаза от него. Во рту пересохло, нещадно хотелось пить, но каждая капля воды была на счету, несмотря на запечатанные запасы. Пустыня не прощает слабость и неподготовленность. Это были первые слова, которые услышали трое подростков от своего капитана. Как здесь вообще можно жить? Саски вытер салбопот, который заливал глаза и мешал обзору. Он казался гордым, самодостаточным и целеустремленным, но мало кто знал, что родители слишком сильно разбаловали младшего ребенка, взвалив тяжесть бремени заклан на плечи старшего брата Итачи. За всеми масками скрывались слабость и лень. Мальчик привык к тому, что у него было все, начиная от денег и прислуги, заканчивая генами. Все, что имел Саски, досталось ему не упорным трудом, а случайности судьбы. Первая серьезная миссия, а уже так достало, Учиха бросил быстрый взгляд назад, на второго парня в команде, который смотрел постоянно перед собой, чтобы не упускать всю группу из виду. С самой академией он видел в Наруто соперника, что скрывал ото всех свой потенциал. Считал его таинственным элементом своей жизни, но сейчас многое изменилось, Саски злился на напарника до скрежета в зубах, и лишь из-за того, что тот показывал себя снова для всех стороны. Узумаки знал вещи, о которых другие не слышали, был подготовлением умнее, скорее всего, сильнее. Учиха не был дураком и умел признавать очевидные вещи, но только у себя в голове, не желая выставлять чужое превосходство на показ. Ты всего лишь выскочка, который пытается взять планку не по силам. Наруто не оставил без внимания мимолетный взгляд. Он уже понимал, какие эмоции к нему начал питать одноклассник. И это радовало, потому что тот Саски, с которым он отучился четыре года, был чужд из-за своего смиренного поведения. А этого парень взял, как облупленного. Зависть перемешивалась со злостью и гордостью, заставляя очиха двигаться вперед. Видимо, что-то во вселенной никогда не должно меняться. И Саски был одной из этих вещей. Улыбнувшись, Наруто на ходу присел и поднял с песка замеченный ранее камешет, который тут же метко угодил в плечо впереди идущего. «Чего тебе?» — спросил выходец одного из сильнейших кланов Канохи не останавливаясь. Черные глаза пересеклись с синими, в которых плескалось веселье. Просто заметил, что ты какой-то напряженный. Чувствуешь себя нормально? Замечательно! Огрызнулся очиха, чем еще больше порадовал узумуки. Губы парня под маской растянулись в ухмылке. Он чувствовал, что ему никогда не надоест выводить из себя этого мальчишку, ведь еще в прошлой жизни бывший джинчурики не упускал возможности подколоть друга, заставляя его лицо изменяться в разных гримасах. Уверен? Протянул сын Хакаги. Уж больно ты бледный, отвали, намикадзе. Прорычал Саски и уткнулся в рюкзак Хинуты, не желая больше лицезреть физиономию своего напарника. Судорожно сглотнув сухой комок, который еще несколько часов назад можно было назвать слюной, владелец Шарингана попытался отвлечься мыслями о Суне, которая интриговала своими секретами. Но это не получалось. Узумуки бесил его сильнее и затмевал все размышления о других вещах. Стражники мерными шагами в тысячный раз изучали стену у себя под ногами. Смена караула была еще так не близко, а ночь обещала быть холодной и долгой. Каждый из них сейчас быстрее хотел развернуть свой ужин и выпить чашечку горячего чая или кофе, но пока это все было далекое будущее. Уже никто и вспомнить точно не мог, когда в последний раз враг пытался напасть на скрыто песок, но, тем не менее, охрана и за дня в день и с года в год стояла на страже порядка в этом селении. Многим было откровенно скучно, но никто не посмел бы сказать, что они делают бесполезную работу. Каждый из этих мужчин и женщин гордился, что был Шеноби, что был защитником своего дома. Сегодня с самого утра все шло по незапланированному сценарию. Приказ Казикаги о повышенной готовности к приему важных гостей, усиление охранных пунктов как днем, так и ночью. Практически всем высокопоставленным Шеноби были вручены инструкции о поведении при встрече с делегацией из Канохи. Но мало кто знал, что послы это лишь женщина с тремя детьми генинами. Поэтому когда возле стен Суны показались четыре силуэта, стража напряглась. Они ждали совершенно не этого. А тут серьезнее относятся к чужакам, заметила Хината, осмотрев вход в деревню при помощи Бьякогана. Она прекрасно из чакры людей, что наблюдали за ними из своих укрытий. Не то, что у нас. Нельзя было сказать, что при правлении Йонда ими защиты листа пострадало. Любой желающий мог посетить Каноху, но за ним обязательно наблюдали из тени. Просто Хьюго, как и множество других, не видели ситуацию со всех сторон. Селение еще со времен Йонхаширом и Сенжу практически полностью не финансировалось до ими стран огня. Такова была цена за земли, что получили Сенжуючиха в попытке создать первое скрытое селение для шиноби разных кланов. Лист зарабатывал деньги любыми путями, и туризм не был исключением. Не говорите ничего лишнего, только если вас спросят и вы уверены в ответе. Забудьте про свой клан и его влиятельность. С вами будут считаться до тех пор, пока вы соблюдаете правила. Кушина сняла свою маску, заметив приближающуюся фигуру, и за ней это же сделали ученики. Это другой мир. Чужая культура и этнос. То, что может быть обыденным для вас в Канохе, здесь будет строжайшим табу. Так что советую вспомнить про выдержку и осмотрительность. У нас за спиной весь скрытый лист, но когда они прибудут к этим стенам, уже будет поздно. Шина Бесуны остановилась в десяти метрах от группы, не спеша что-либо говорить. Кушина понимающих мыкнула, этот человек был бойцом средних и дальних дистанций, поэтому оставлял себе простор для маневра. Идентифицируйте себя. Кушину на Микадзе медленно ответила женщина, заметив, как округлились на мгновение глаза стражника с учениками. Мы ждали делегацию из листа, но не думали. Мужчина замолчал, пытаясь правильно подобрать слово, чтобы никого не оскорбить, что это будет команда из Джанина и Трехгенинов. «Я не уполномочена заключать какие-либо договоры», объяснила Кушина, понимая замешательство Шиноби. «Наша цель только доставить договоры, если в течение двух дней не получить ответ, отправиться в Канаху. Могу ли я увидеть печать Хакаги?» Указательный палец на Микадзе на левой руке засветился синевой чакрой и она провела им по всей длине предплечья. В следующую секунду буквально из ниоткуда у нее в ладони лежал тонкий свиток, который украшал Сургуч с изображением горящего огня. Банальный рисунок, который можно легко подделать, и это понимали оба взрослых. Джинчирики улыбнулась, зацепив край печати ноготком и она моментально среагировала, выпуская чакру владельца, что ее ставил. По спине Шиноби заструился пот и он сразу уже поднял руки, останавливая женщину. «Достаточно», протянул он, осматривая ошеломленных детей, которые еще ни разу в жизни не испытывали такое давление со стороны. Его взгляд зацепился за блондина, что пытался изобразить ужас и непонимание, но его выдавали холодные синие глаза, «Мы же не хотим запечатать все в радиусе десяти метров, да?» «Боюсь, что только этим тут не обошлось», хитро сверкнув изумрудными очами, ответила Кушина. «Прошу, проходите. Там встретят и проведут в апартаменты. Завтра утром вас примет Казикоги». Группа из четырех человек двинулась вглубь чужого селения, надеясь на комфортабельный отдых. «Завтра обещал быть тяжелый день». Забавное дитя, мужчина провожал спины команды из листа с легкой улыбкой. Рядом с ним из песка показалась фигура, что могла принадлежать только представительнице прядкрасного пола. Женщина задумчиво последовала его примеру, но так и не решилась нарушить тишину. «Опасный и осторожный, как?» «Змея, ящер», перебила она, схлопотав вопросительный взгляд. «Если это сын Хакаги, Нарута Намикадзе, то у него заключен договор с ящерами нефритовой долины, как и у меня. Самый молодой призыватель за всю историю правящей семьи. Правящей? Да, их общество подобно нашему. Политики, воины, разные касты ремесленников и других простых обывателей. И этот парень находится под опекой руководящей верхушки. У него особые привилегии. Сомневаюсь, покачала она головой в ответ. «Даже для меня Синдюцу находится тайной под семью с замками. Он слишком ян и неопытен, чтобы они обучали его». «Уверена?» хмыкнул мужчина, поживав нижнюю губу. «Чувство у меня такое, что завяжемы драку, и непонятно, кто будет победителем». Нишики Сома. Возмутилась его собеседница, поражаясь откровенности своего командира. Он генен, пусть и с призывом. Глупо даже расценивать его в качестве достойного противника. Не всегда нужно верить своим глазам на очевидным фактам, Мария. Нишики ткнул двумя пальцами девушку в лоб, отчего та смущенно фыркнула. Мышиноби. Возраст не важен, не важен и титул. Любой может ошибиться и недооценить, оступиться того, чтобы убить, не нужно пройти сотни миссий. И этот ребенок, Мария. Интуиция мне подсказывает, что он силен. Расса устала прикрыл глаза. Его утро началось не с чашки кофе, а устроенных старейшинами дебатов. Двое стариков ругались и иногда даже не гнушались пустить в ход слова, от которых даже у самых матерых шиноби краснели уши. Казикоги на мгновение показалось, что о его присутствии забыли, оставляя принятие решений целиком на себя. Старый корга, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Этот дед носил белую рясу и прятал лысину под тюрбаном. Его длинные седые брови свисали до самого подбородка, а глаза были всегда полупряткрыты. Но не сейчас, когда он был доведен до бешенства. Медная радужка блеснула на солнце, и Расса отметил, что, несмотря на возраст, в них еще горит огонь силы. Таким был первый старейший нашико. Таким был человек, что в свое время претендовал на пост второго казиканье. Без поддержки со стороны, мы никогда не сможем диктовать условия договора. Наши силы были подорваны последней войной. Многие перспективные шиноби, что должны были в будущем повести сону к процветанию, пали в бесконечных боях. Подумай, о чем ты лепечешь, а потом подумай еще раз, насколько это глупо. Идиот. Придурок. Дряхлый, сушеный, сморщенный пустынный огурец. Женщина была ровесницей Шику, оттого его единственной живой лучшей подругой. Низкого роста, она также носила рясу, но более широкую, будто пытаясь что-то под ней утаить. Ее кори и глаза хорошо гармонировали с небольшой родинкой у левого угла карта, и в них можно было легко заметить мудрость и опыт. Огулька из волос на голове придавала умиление старушке, что на протяжении всей жизни была убийцей и героем скрытого песка. Чье была первой красавицей своего времени, но отдала сердце и душу лишь одному мужчине, которому сохранила верность даже после его смерти. Она была верна деревне до фанатизма и она же воспитала самого опасного отступника Суны. Как ты вообще можешь занимать такую должность, если опускаешь руки и идешь на попятную? Не таким я тебя знала. Видимо, маразм настолько сильно опутал твои старые мозги, что уж и забыла, как времена второго и третьего прошли, оставив на нас самих и на всем селении глубокие раны, морщины вокруг рташеку растянулись, вылезая на его каменном лице подобие улыбки. Он сам, как и молодой Казикоги, увидел потупившую взор женщину. Ее губы дрогнули в желании что-то сказать, но она остановила себя и опустила голову. Твоя идея захватить Кушину не принесет плодов. Во-первых, она опытна в обращении ищи крой своего беджу. Мы понесем большие потери в любом из исходов. Во-вторых, тот отряд из пяти очагов, что мы засекли недалеко от границы. Скорее всего это анбук анохи, но у нас нет доказательств для выдвинений и обвинений. Если через два дня эта делегация не покинет наших стен, то еще через четыре тут будет армия листа. Хьюга и Учхо, помнишь таких? Во главе с желтой молнией. Сколько дней мы протянем, даже с учетом присутствия Шукако? Чье молчало, принимая правдивость фактов? У них не было выбора, кроме как буквально стать частью анохи ради тех благ, что имела в своем наличии страна огня. Ради Суны, ради будущих поколений, даже если ради этого придется забыть про гордость и былое завоевание. Скоро прибудет Кушина, а позже я ознакомлю вас и совет Джанина с условиями, Рассел взял на себя последнее слово, увидев одобрительные кивки. И как только старейшины покинули его кабинет, он наконец-то сделал то, что хотел уже несколько часов. Вода закипела в чайнике, а после перекочевала в чашку. Помешивая ложкой кофе, собаку неотрывно наблюдал за клубами пар над горячим напитком. Его тревога усилилась. Нужно связаться с ним и все отменить. Шику прав, здесь и сейчас игра не стоит свеч. Хина-то со скукой во взгляде смотрела в окно. Вставать в такую рань было для нее привычкой, выработанной годами тренировок в клане. Хьюго не терпели вленье лодерей, оттого детей натаскивали дисциплине с того момента, как они делали свои первые шаги. Исключений не было даже для любимых дочерей главы семьи. Вздохнув, она повернула голову и увидела собранную наставницу, которая грозно нависала над двумя мальчишками, что засыпали буквально на ходу. Селить этих двоих вместе было ошибкой, и Кушина поняла это сегодня ночью. Наруто забавлялся на цаске, отчего их словесные перепалки были слышны до первых солнечных лучей. Как только мы будем в Канохе с гною обоих на огородах. Вы у меня вылезать с этих поручей не будете, уж поверьте, злой скороговоркой прошептала на Микадзе. Хина-то, ты за старшую в мое отсутствие. Покидать здание разрешаю, но не больше, чем на километр. Да, Кушина-сон, ответила Хьюга и усмехнулась, заставив учителя нахмуриться. Очень надеюсь на ваше благоразумие, только и выдавила из себя женщина, закрывая входную дверь. Подростки переглянулись. Суна так манила осмотреть ее вдоль и поперек, а такой притягательный детский азарт еще не смогли выбить у них из головы. Ну, Хина-то, ты и че, и каковы будут ваши указания? Улыбнулся Наруто, и поклон боевой подруге. Честно говоря, нет ни малейшего желания бродить под солнцем и глотать уличную пыль, но, Хьюга повернулась к окну и указал туда указательным пальцем, «Я очень хочу осмотреть то место». Парни подошли ближе и увидели крон и пальм, что возвышались над зданиями. Без сомнений там был оазист, искусственный или нет, но он являлся жемчужиной пустыни и самым добрым знаком для путника. Заманчиво, но, кажется, это дальше, чем километр, задумчиво протянул Саске, потеряв подбородок. «Я думала, Учиха гордятся своим бесстрашием», как-то разочарованно произнесла Хинато, внимательно изучая изменившегося в лице мальчишку. «Нарушение приказа к этому никак не относится. Боишься разгневать учителя, так и скажи». Вот он ему ответил и девушка. «Наруто! Времени у нас хватает, так что я не против, особенно учитывая, что я не помню такого в прошлой жизни. Я в тебе не сомневалась», улыбнулась она и поднялась. «Ты с нами? Пожалуй, лучше я останусь здесь», хмыкнул Саске и уселся на кровать. «Благодарь, какому я не выспался. Лучше потрачу время с умом. Дело твое. Идем, Наруто!» Узумаки кивнул и бросил свою куртку на кровать. Он хорошо помнил, насколько в этой деревне бывает жарко днем. Казикаги изучал документ уже двадцать минут, не отвлекаясь на свою гостью. Между строк было много подводных камней, некоторые из которых нужно было обсудить на совете, ибо они несли в себе слишком невыгодные условия для Суны. Йонда ими был очень хорош, если составлял договор сам, но в это верилось с трудом. Здесь явно не обошлось без руки опытного Шиноби, что хотел поставить на колени своего соседа и давнего врага. Слишком изошренно, слишком тонко, и если ты был не сведущий в таких вопросах, то тебя могли ободрать до нитки. Нагло, медленно начал раса, поднимая глаза на женщину, что никак не отреагировало на его слова, даже очень. Вы знакомы с содержимым? Это не в моих полномочиях, Казикаги сама, спустя долгие секунды гляделок, заговорила Кушина. Если выражаться более откровенно, то я и моя команда всего лишь курьеры. Вы слишком низко себя оцениваете, госпожа Намикадзе, улыбнулся собаку, могу я узнать имена ваших учеников? Хинато, Саски Наруто, незамедлительно ответила она, понимая, на что намекает человек, сидящий перед ней. Фамилии они не имеют. Это никак не относится к цели нашего визита. Вы же не глупая женщина, Кушинасон, и прекрасно понимаете, что это имеет самое непосредственное отношение к делу, раз отложил документ в сторону и взял в руки кружку с кофе, отчего не так давно отказалась собеседница. Ваши ученики это не просто генины, это будущее всего скрытого листа. Что это, если не открытый намек на то, куда готова зайти Кинаха? Отказать вам, значит оскорбить два древних рода самого Хакаги за протянутую руку помощи. Моя деревня всегда придерживалась нейтралитета в военных действиях, пока другие селения и силы не пытались отобрать то, что по праву принадлежит нам. Ваши слова это только ваше мнение, не больше. Лист никого не будет принуждать к согласию угрозами или намеками на них, без тени сомнений произнесла намекадзе, искренне веря в сказанные слова. «Как много вы не знаете, Кушанасон, и как много скрывают ваши руководители от простых шиноби», горько улыбнулся Казикаги. «Пропаганда о миротворцах сильно сказывается на ваших умозаключениях. Разве Сунан не занимается тем же?» «Хмыкнула женщина, не желая принимать камень в свой огород. На этом стоит любое скрытое селение. Не воспитав любовь и непоколебимую верность, нельзя получить надежное поколение. Но мы хотя бы не так еропечемся о репутации в чужих глазах, как это делали ваши первые Каги. А нынешний?» скептически поинтересовалась Кушана, приподняв брови. «Ваш муж, госпожа Намикадзе, не так много лет занимает этот пост. Он стал прагматиком, но не лицемером и закоренелым циником, собаку говорил размеренно и спокойно, никак не реагируя на наивность и колкость со стороны гостей. А вы, господин Казикаги, «Поверьте, неожиданно серьезно сказал Расса, скосив свои темные глаза на женщину, занимая мою должность сделала из меня человека, который слишком часто сожалеет о содеянных поступках. Так часто, что даже собственная семья отвернулась от меня. Взгляды прохожих прилипали не хуже одежды к вспотевшему телу. Химата привыкла к вниманию со стороны, в конце концов она была наследницей своего клана. Но она еще не сталкивалась с таким не одновременно. И если первое можно было списать на обтягивающие шорты и свободную белую майку, которые не скрывали ни по годам сформировавшиеся формы, то второе относилось к блестящему на солнце протектору с символом листа, что был повязан и свисал с пояса. Девушка пыталась не обращать внимания, но замечать мимику и детали вокруг уже было частью ее характера. Мог бы сказать, что лучше не брать эту дурацкую пластину с собой, выделяемся из толпы, так пусть знают, что ты шина беконохи, а я, Наруто посмотрел в серые недовольные глаза и усмехнулся, просто паренек, идущий рядом с тобой. Ага, самый простой. Прошипел Хьюго. Сколько из них готовы вцепиться тебе в глотку, узнай, кто твой отец. Все сразу, не иначе, спокойно ответил Узумаки, чем вызвал удивление у подруги своей беззаботностью. Для меня не вновинку быть объектом ненависти, если тебе так интересно. О, бедненький, родители сильно давили на тебя в детстве. Хинато резко остановился Наруто и сделал то, что раньше себе не позволял, схватил девушку за предплечье с такой силой, что она поморщилась от боли, никогда, слышишь, никогда не говори о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия. Наруто, ты поняла меня? Мне больно. Дернулась всем телом Хьюго, высвобождаясь из схватки. Только сейчас парень понял, что дал волю своим чувствам. Он никогда не любил пустой треп, особенно, если собеседник не знал, про что говорит. До такой степени, что человек мог сильно поплатиться за необдуманные слова, сказанные бывшему Джинчу Рике. Джерайи никогда не учил его жестокости, но также не делал из него тряпку. Если тебя ударили один раз, можешь стерпеть. Если второй, то бей в ответ. «Прости», мотнул головой Наруто и притянул к себе Хьюго. Девушка оторопела от такого, но вдруг почувствовала себя ребенком в объятиях взрослого. Словно ей что-то пообещали, не выполнив извиняться. А следом за этим пришла волна теплоты и спокойствия. Красный след на предплечье так и не стал синяком, исчезнув под воздействием природной чакры, но этого Хината не знала. Да и не хотела знать. Сейчас ей было так хорошо, как не было даже в кругу своей родни. Я, правда, не хотел. Он отступил и потрепал ее по голове, улыбнувшись. «Не веди себя так, будто я дети малые, а ты какой-то старший брат, покрасневшая Хьюго не могла смотреть в синие глаза. А в них сейчас плескалось давно забытое чувство влюбленности в одну тихую и скромную особу, которая ждала до самого конца, пока он не умер. И Наруто был уверен, что Тахина-то так и продолжила ждать, не в силах полюбить Кагото так же сильно еще раз. Но это было так далеко в прошлом, что стало походить на какой-то сказочный сон. Я бы хотел ответить взаимностью. Очень хотел, Узумаки внимательно изучал каждую черточку лица подруги, но ты всегда была достойна большего. Не такого, как я. Сирота, одиночка, человек, что не знает семейного тепла. Я бы только разрушил твою веру в меня. А я так хотел, чтобы ты продолжала верить и идти рядом, закрывая глаза на ту боль, что я приносил за дня в день. Пойдем, Хина-то тыча, осталось всего ничего. Мальчик свесил ноги с лавочки и наблюдал за рыбами, что кружили у самой поверхности. Рядом сидела его мама, красивая светловолосая женщина, что носила фиолетовый шарф, несмотря на жаркую погоду. Ей всегда нравился этот свет, а он не понимал, почему другие дети избегают встречи с ним. Чувствовать любовь своих родителей и обдаленность других людей было невыносимо больно. Мама, сегодня же мой день рождения. Конечно, сынок, женщина ласково провела большим пальцем по его губам, вытирая остатки шоколадного мороженого. Получается, папа сегодня будет дома. Папа очень занят, особенно сегодня. Но он обязательно тебя поздравит. Брат и сестра сказали то же самое, но с нами не пошли, мальчик достал из кармана на бриджах кусочки вафельного стаканчика, что остались у него от лакомства. Он знал, что они придут сюда, поэтому подготовил подарок и для рыб. Они уже генины, поэтому имеют свои обязанности, но вечером, когда я испеку торт, обязательно буду дома. Я тоже когда-то стану гениным, мама. Конечно станешь, сынок, женщина обняла ребенка и поцеловала его в лоб. Ты будешь самым сильным шиноби и прославишь Суну, Гара. Хината зачерпнула ладонями воду и плеснула себе в лицо. Источник был прозрачен, словно слеза, и табличек, запрещающих делать нечто подобное. Нигде не виделось. Она повернулась и хотела предложить Наруто сделать то же самое, но тот был сосредоточен на другом. Его взгляд направлялся на противоположный берег, где только что женщина поцеловала мальчишку чуть младше их самих на пару лет. Хьюга уже поняла, что семья для Узумаки больная тема, но не могла подумать, что настолько. Наруто, словно очнувшись ото сна, посмотрел на нее и пару раз моргнул, задумавшись о чем-то. «Да, ты права», наконец-то ответил он и двинулся вперед. Этот мир был еще полон сюрпризов. «Я рад за тебя, друг мой». Мужчины молчали, тщательно обдумывая услышанные ранее слова. Все складывалось не в их пользу, хотя иначе быть не могло. Единственное, какие-то его пункты. У нас всегда был выбор, но сейчас он крайне сложен, вымирание или подчинение, раз осмотрел Совет Суны внимательным взглядом, и каждый из его членов прислушался, забыв о размышлениях. Новую войну нам не пережить. Наши ресурсы пустеют не по дням, а по часам. Никогда еще песок не находился в таком критическом состоянии, как сейчас и. Мне стыдно перед предками, которые кровью и потом выстроили наш дом. Статус великой деревни находится под вопросом и только наличие однохвостого удерживает наши позиции. Камень, как и лист, уже разнюхал о нашем положении только вопрос времени, когда они начнут захватывать наши северо-западные земли, левую половину лица мужчины скрывала белая ткань, а в свете огней грозно блеснул черный глаз и оцарапанный во многих местах протектор. Он переплел пальцы своих рук на столе, осматривая всех присутствующих. Никакие коррективы с нашей стороны в этом договоре не изменить главного, мы станем под флагом Канохи, так или иначе. Мы всегда можем занять последний рубеж Баки, и до последнего вздоха отстаивать свою свободу, заговорил человек слева от него, скрытый немногочисленными тенями этого зала. Умереть в бою, да, я много раз бывал на грани, как и большинство из вас, и никогда не сожалел, потому что делал это ради сунны. Но сейчас костяшки на руках Баки побелели, так сильно он стиснул пальцы, сейчас нужно думать не о своей чести. За нашими спинами сотни детей, женщин и стариков, которые веют в нас и наше решение. И мы не имеем права рушить их судьбы из-за своих предубеждений. Ты прав, мальчик, подал голос Шико, что сидел по левую руку от Казикоги. Мы вправе решать будущее сунны, но не вправе рушить жизни наших сограждан. Многие будут недовольны, я даже могу предвидеть мятеж. Здесь и сейчас нужно принять важное решение, и никто не сделает это за нас. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас написал, какие хочет внести изменения в договор. Мы согласимся, но последнее слово оставим за собой. Расов встал из-за стола, держа в руках головной убор Каги. Баки, ты со своей командой отправишься в Канаху вместе с Кушанной. Твои полномочия ничем не ограничены, сделай все на благо песка. Собака развернулся и направился к выходу, но у самой двери остановился. Сомневаться сейчас было большой роскошью. Игара пойдет с тобой. Саски лениво ковырял палочками листья салата, лишь изредка вставляя реплики в разговор своей команды. В скрытом селении наступил вечер, и все четверо приняли решение сходить в какое-нибудь кафе поужинать. Говорили по большей мере ни о чем, именно поэтому Чеха решила особо не зацикливать на этом внимание. День близился к завершению и за все это время ничего не произошло. Так скучно Саски не было давно, поэтому он уже начал жалеть, что утром отказался от прогулки к оазису. После которой Наруто и Химата вернулись в задумчивости и не особо делились впечатлениями. А это правда, Кушинасон, что Хакаги самовладеет пространственно-временными техниками, которые намного превосходят Ниндюцу второго. Хьюго прикоснулась губами к пластиковой трубочке и отпила немного апельсинового сока из стакана. К ее сожалению, Сунани имела большого ассортимента овощей и фруктов, поэтому так ее любимого морковного не было. Почему ты не спросишь это у Наруто? Улыбнулась женщина, потягивая зеленый чай. Ее изумрудные глаза метнулись на лицо сына, ожидая его реакции. Наруто начитан, я не спорю, но увидели их в действии и можете более уверенно сказать об эффективности. Кх-кх-кх! Узумаки поперхнулся куском запеченного мяса верблюда, которое считалось деликатесом в песке и имело довольно специфический запах и вкус. Для всей команды оставалось загадкой, почему оно пришлось ему по вкусу. Я отлучусь в уборную ненадолго, вытирая рот салфеткой, обронил он. И не дожидаясь какой-либо реакции, затерялся между столами заведений. Видимо местное фирменное блюдо не понравилось его желудку, едко прокомментировал Саски, поднимая тем самым себе настроение. Хината, ласково начала кушана, а потом посмотрела на очах и в ее взгляде появился укор Саски. Вы должны больше времени проводить втроем, налаживать контакты и создавать узы, которые пройдут годы испытаний. Я лишь катализатор к этому не более. Если вам что интересно непонятно, лучше спросите друг у друга, чем обращайтесь ко мне. Опытом, полезными техниками или знаниями я поделюсь в любом случае, а вот как их применять. Я думала, что это касается всей команды, задумчиво протянула девушка. Мы ветшина бедного селения. Вы трое, как и многие другие генины, свежие листва на кроне Канохи. помогает и дает опору. Ты понимаешь, о чем Юл? Кажется, да, Хинато посмотрела на отрешенного Саски, что тоже задумался над услышанными словами. Внутри нее бурлел интерес с самого утра, но она все же стеснялась спрашивать настолько личное. Но, как часто это бывает, первая переборола вторая. Тогда почему, Кушеносон? Я не знаю, как лучше спросить, потому что это не совсем мое дело. Попробую как-нибудь, чтобы потом не сожалеть об утраченной возможности, улыбнулась Намикадзе, даже не пытаясь предугадать вопрос ученицы. Почему такое чувство, что Наруто? Вы не стали для него тем древом, о котором только что говорили? Женщина замерла и опешила. Что, прости? Я всего лишь хотела сказать, начала девушка, ловя на себе заинтересованный взгляд черных глаз напарника, что замечала ранее ваши натянутые отношения, а сегодня... Сегодня, когда мы были в местном парке, Наруто увидел женщину с мальчиком чуть младше нас самих. Она улыбалась и весело отвечала на вопросы ребенка, а потом поцеловала его. И Наруто будто увидел нечто такое, что никогда не было ему доступно. Хинато оглянулась по сторонам, пытаясь не оказаться в щекотливой ситуации перед Узумуки. Кушина вздрогнула, когда серые глаза остановились на ней. За это она никогда не любила Хьюга. Даже если на Микадзе сейчас пытался перевести все в шутку, эти глаза будто видели насквозь и могли уловить ложь в любой момент. Бьякоган показывал своему владельцу намного больше, чем ему приписывали. Понимаешь, начало Кушина, делая глубокий глоток и осушая чашку, это не утраченные возможности послышался ровный голос Наруто, который появился в том месте, где несколько секунд назад было пусто, мама. Наруто, это не те вещи, которые стоит выносить из семьи. Женщина попыталась взять под контроль разговор, пока он не перешел рамки дозволенного. Не ты ли сказала, что мы должны больше общаться и создавать узы? А какие доверительные отношения можно построить, если скрывать правду? Наруто сел на свое место, положив руки на стол. Да, отмены омерзительные. Я думаю, что нам стоит остановиться, заговорил Саски, который понимал сложность ситуации. Отношения в его семье тоже были не больно теплые. Да, родители многое давали и позволяли, но забывали о самом главном внимании, которое необходимо ребенку, как воздух. Детям из таких знатных родов не понять. Вас воспитывают лидерские качества. Вас воспитывают воинами. А чтобы этого добиться, приходится чем-то жертвовать. В моем же случае пожертвовали всем. Жестко закончил узум Маки, видя слезы в глазах матери. Ему было больно, ему было обидно от своих же слов, но он понимал, что если хочет добиться свободы, то необходимо рубить на корни узы, которых и так почти не было. Простите, выпалил окушина и вскочил из-за стола. Ну ты и сволочь. Она же твоя мать. Лицо Саски исказило злобу и он ударил кулак по столу, отчего пустая посуда попадала на пол и разбилась вдребезги. Но все трое не обратили на это никакого внимания. Ублюдок! Как можно быть такой мразью? Саски! Хинато осеклась, когда увидела вымоченную улыбку Наруто. Очень тяжело, Саски, очень. Для вас семья это абсолют, а для меня... Узумуки откинулся на стуле, спрятав лицо в ладонях, для меня это три человека под одной крышей, которые просто делят фамилию и делают вид счастливого семейства. Но это не дает тебе права. Не дает. Но вы не знаете ничего про меня. Вы вообще мало что знаете, только чуть-чуть приблизились к истине. Пойдемте ватиль. Нельзя оставлять учителя одно в такой момент, Хината поднялась. Ее лицо ничего не отображало. Я еще посижу, не думаю, что мое присутствие положительно повлияет на нее. Команда Кушины вышла за пределы стен Суны. Они не оглядывались и не говорили, даже не обращали внимания на еще четырех людей, что следовали рядом с ними. Ответ Суна Гакури покоился в печати на Микадзе, поэтому больше ее здесь ничего не держало. Хината с Саски старались игнорировать Наруто ровно так же, как и группу из песка, что полностью состоял из детей Кази Каги, хотя внимание Хьюго иногда было обращено на того самого мальчика, что они встретили в парке. Тогда он был так похож всего лишь на беззаботного мальчишку, а сейчас шел наравне со «Я так понимаю, это неспроста», заговорила Кушина, как только они достаточно далеко отошли от скрытого селения, оставляя позади только барханы. На ее лице не было ни следа от вчерашних слез. «Вы правы, Кушина сан, Баки шел рядом с ней, иногда посматривая назад, на своих подопечных, за которых отвечал головой. «Вы же знаете о экзамене. Эта команда примет в нем участие. Всего одна?» вскинула бровь женщина, посмотрев в темный глаз собеседника. «Не думала, что у вас так плохо с новичками». «Не то, чтобы плохо», пожевал губы Джанин Суны, «Просто мы не хотим рисковать детьми с потенциалом понапрасну». А эти трое уже прошли несколько месяцев и поднабрались опыта. Даже не скажешь, смотря вон на того, с тыквой. У него такое лицо, будто он впервые покинул деревню. Гара загадочно улыбнулся Баке. «Он просто уникальный случай, вот и все». Вечер неумолимо приближался. Путники из Канахи устали за целый день пути, изнывая от жажды и жары, а также постоянно утопая в раскаленном песке по щиколотку. А вот их спутники словно не замечали всех этих неутопств, чувствуя себя замечательно в родных погодных условиях. С этим нужно родиться, не иначе. Как пробурчал недавно Саски. Подходящего места в пределах видимости не наблюдалось, поэтому Кушина попросила Хинату помочь с поисками, но только недалеко от выбранного ими маршрута до границы страны рек. На два часа 400 метров за Барханом я вижу одного человека возле костра. Место окружено лунами, словно это стоянка на ночлег. Чакры присутствуют, но в малых количествах, Хината прищурилась, а после протерла глаза. Но он не дышит. Я не вижу никаких признаков жизнедеятельности, кроме слабых ударов сердца. Ловушка? Намикадзе посмотрела на Баки, но тут словно ушел в себя, обдумывая информацию. Эй! Нет, не похоже. Хотели бы скрыть свое присутствие и напасть неожиданно, есть десятки способов это сделать, на конец-то заговорил мужчина. Идите, как шли. Мы зайдем с фланга. Кушина согласно кивнула. Если этот человек ждал Кагото, то только их. Больше по этой треклятой пустыне сегодня идти было никому. Она подняла руку и жестом приказала команде двигаться в том же темпе, дождавшись, пока группа из Суны скроется из виду. Хината постоянно говорила о состоянии чакры незнакомца и расстоянии до него. Но ничего не менялось. Когда все четверо забрались на гору песка, то в их глазах заиграл свет огня фигура человека, что склонилась над ним. На путнике был черный плащ с глубоким капюшоном, потому разглядеть его внешность не представлялось возможным. Выбора не было. Ночи доброй осторожно начала женщина, спрятав руки за спиной, чтобы в любую секунду вытащить из печати оружие для атаки или обороны. Действительно, голос принадлежал совсем юнцу, как отметила Кушина, ночка сегодня прекрасная. Миллиарда звезд и полная луна. Такая идиллия, что окутывает ваш разум вуалью безопасности этого места. Куда путь держите? Изумрудные глаза заметили движение слева, но, кажется, этот маневр не скрылся от собеседника. Мир велик «Сегодня здесь, завтра там». Ян, странник, не более, молодой человек подкинул в огонь несколько поленьев и яркая вспышка на миг осветила лицо. Малиновые глаза с интересом наблюдали за реакцией команды из Канухи, когда Баки закричал во весь голос разрывать дистанцию. «Ну, что же вы, господа? Я безобиден. Как скорпион, сидящий у тебя в ботинке, выплюнул Джанин песка. Что ты здесь опешила Кушина, пытаясь рассмотреть врага? Сасарь красных песков? Мне льстит, что такая видная женщина, как Кушина. Юноша замолчал, словно что-то обдумывает, «Узумаки знает обо мне». Но Сасарь должен быть старше меня, а этому парню на вид лет пятнадцать. Женщина перевела взгляд на напряженного Баки, который не отводил глаз от отступника. «Мое искусство позволяет такие вещи», «Нукининсуны поднялся, сбрасывая капюшон и показывая свои бордовые волосы, «В конце концов я тоже найду свою смерть, ибо нет такого понятия, как истинное бессмертие. Что тебе от нас нужно?» Подростки молчали, встав за спинами своих учителей. Какими бы сильными они не были, все равно оставались лишь генинами. А уж когда взрослые ведут себя на пределе осторожности и готовности, то это значило, что враг опасен. Мне нужен лишь один раздраженно ответил Сасари. Ему этот разговор начинал надоедать. Ждать. Они заставляли его ждать, сами того не понимая. «И будет лучше, если я заберу его без лишней крови. Ты не получишь гару». Прорычал баки, а воздух разрезал сильный гул. Ладонь мужчины была расправлена подобно клинку, а чакра бушевала вокруг нее, принимая вид лезвия. Однохвостого можешь оставить себе, отступник наклонил голову вбок, чтобы взглядом найти нужного ему человека. И тот без страха смотрел на него, стянув с лица маску. «Мне нужен только ваш маленький синин». Он одиноко стоял у окна в своем кабинете. Домой не хотелось. Там его никто не ждал уже много лет. Натянутые улыбки, шаблонные фразы, спектакль идеальной семьи. Вся эта игра была необходима его младшему сыну, который по злому указу судьбы стал темницей для песчаного демона Шелкоку. Вся эта игра была необходима ему, чтобы хотя бы на некоторые мгновения забывать о ненависти собственных детей и жены засадейной 11 лет назад. Гаро не был желанным, он был спланированным ребенком. Тимари и Конкура были уже достаточно взрослыми, а позиции Казик и Ген нуждались в укреплении. Тяжелый рог, как думалось мужчине спустя годы, что он взвалил на свои плечи в погоне за властью, которая теперь обращалась в пыль. Если бы он мог вернуться назад, если бы хотя бы кто-то тогда попытался его отговорить. Как много если и лишь последствий принятых решений. Я не могу сказать вам это в глаза, но собаку поднял глаза к небу, где полная луна имела красный оттенок, будто ребенок случайно пролил на нее краску. Дурной знак, как верили предки, простите меня, если сможете. На столе за его спину лежал кусок пергамента, где размашистым почерком виднелась надпись «Не существует правильного или неправильного выбора». Есть только последствия, за которые мы все ответим, на этом свете или на том. Помни об этом, раса. Никто не сдвинулся с места ни на сантиметр, ошарашенный услышанным. Многие знали про знаменитого Синемаджира из Канохи, а также его ученики нынешним Хакаги. Эти двое были прославленными пользователями природной чакры, пусть и редко использовали ее в бою по разным причинам. Каждая великая деревня хотела иметь в своем распоряжении таких шиноби, поэтому без устали собирали всевозможные данные. Проблема заключалась лишь в том, что любые тотемные животные никогда не спешили открывать секретов синчакры, а некоторые и вовсе ими не владели, просто владели людей за нос ради потихи. Поэтому учиться по теории просто не представлялось возможным. Смельчаки были, но одних, как поговаривали, остались одни камни. Баки не верил своим ушам. Если дети за его спиной просто были впечатлены, то он находился на грани скептического вопроса в адрес Сасари. В Суне были шиноби, призывы говорили про малый возраст и плохой контроль чакры. Теоретически важен был объем, но на это закрывали глаза. Не каждый мог похвастаться сильным очагом. Я не понимаю, о чем ты, Кушина видела, куда направлен взгляд мужчины, что скрылся за личиной юнца. В моей команде никто не проходил таких тренировок. Более того, у них даже призыва нет. Баки впитывал каждую фразу, пытаясь разобрать ложь и правду. От Нишики он знал про призыв Нарута на Микадзе, но речь женщина была плавной, а взгляд не мигающий. Дыхание оставалось ровным, что говорило о том, будто она уверена в своих словах. Кушина сон, нарочито мягким и тихим голосом заговорил о Касуне, желая скрыть свое недовольство, вы очень искусно врете. Если ты обвиняешь меня во лжи, значит готов к последствиям. Ее алые волосы начали подниматься в воздух от количества испускаемой чакры. Дыхание детей перехватило, когда они почувствовали чужое давление. Хотя к чему это демагогия? Ты уже труп. Вы недалеки от истины. С безумным блеском в глазах рассмеялся Сасари. И именно в такие моменты я ощущаю себя чертовски живым. Когда явится ваш отряд? Не стал юлить баки, раскрывая свою осведомленность в этом вопросе. Он прекрасно знал, что с балластом в виде генинов сражаться будет очень сложно, особенно учитывая манеру боя противника. В лучшем случае умрут один или двое от яда, против которого нет вакцины. Еще как минимум один угодит в ловушку, которые здесь безусловно были. И пока мужчина это обдумывал, Кушина «А это значило лишь одно. У нас закрытая вечеринка», серьезно заявил отступник, явно услышав последний вопрос. «Как?» оставалось загадкой. «И уж покуда вы хотите продолжить, прошу занять свои места. Безразличным к моему выступлению не останется никто». Легкий пас рукой заставил песок в нескольких местах зашевелиться, а после оттуда выскочили темные силуэты. Воздух наполнился стрекотом, как отцикат, а следом в шинобе полетели десятки синбонов, которые практически нельзя было отличить от черного неба. Но все не утонули в стене песка. Отец рассказывал про тебя, мальчишка не пешил выходить из-за спины баки, предпочитая оставаться незаметным. Он привык наблюдать за всем со стороны и только в окружении матери и брата с сестрой. Такова была его участь, о которой он не догадывался. Что-то было его лучшим другом. Времена меняются, малыш, прохрипела марионетка, что стояла перед Сасаре. Отвечать лично он не посчитал нужным, лишь тихо щелкнул пальцами. Выпущенные иглы зашипели лишь реакция с опытом помогла Джанинам сотворить земляную защиту. Хината, Саски, без промедления начала кушана, отмечая, что баки делает то же самое, Наруто. Немедленно возвращайтесь назад тем же путем. Но... Хотел было возмутиться Учхо, но его голос утонул в новой порции взрывов. Быстро. Рявкнула она, складывая печати. Из стены, что была возведена для защиты, начали вылетать куски породы в несколько сот килограмм. Намекат задавала драгоценные секунды своим генинам, но те тратили это время впустую. Команда Суны была более понятлива и уже отступала. Болваны! Нет, 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 затараторил Сасаря, шевельнув мизинцами обеих рук. На пути у детей Казикоги возникла черная стена, а следом из нее вырвались острые шипы, чтобы отогнать убегающих. Билеты я не принимаю назад. Не может быть! Баки только сейчас смог рассмотреть одну из фигур, что появилось из песка. Это лицо было вырезано у него в памяти. Как ты посмел осквернить его тело? Это искусство! Прошипел Акасуна. Из-под подола его плаща выпал свиток, который сразу же развернулся на земле. Наступив на него ногой, Нукинин активировал печать. Из густого, белого дыма снова вырвались тени и они сразу же окружили Шиноби. Как он может управлять столькими марионетками сразу? Конкур озирался по сторонам, осматривая кукол. И его пугало, что все они были похожи на людей. Как? Это же он, да. Вместо этого спросил Этимари, что смогла сохранить спокойствие. Третий Казикаги. И не только, сквозь зубы ответил Баки, узнав еще несколько лиц. Сасарь красных песков, привлекла к себе внимание Кушина, я не хочу жертв. Дай нам пройти, клянулась, Канаха не будет тебя преследовать. Замечательное предложение. Я ведь сделал почти то же самое сразу. Мне нужен только один. Я уже говорила тебе. Тук-тук. Это мой шанс сбежать. Тук-тук. Я не обязан умирать за лист и отстаивать его идеалы. Стук-тук. Так почему, черт возьми, я не могу просто уйти? Откуда ты узнал? Его голос звучал до нельзя тихо, будто вопрос и не был направлен кому-то. Синие глаза внимательно смотрели в малиновые, где абсолютно не виделись чувства эмоций, только языки горящего пламени. Сосар этого мира, как и его прошлого, уже не имел практически ничего человеческого. Разве не очевидно? Фальшиво улыбнулся отступник. Из первоисточника. Ложь. Холодная ярость отчетливо послышалась в одном слове. Они бы не стали, даже будь у тебя контракт. Кукловод промолчал, не видя смысла отвечать. Зачем тебе секреты Синдюцу? Наруто без страха вышел вперед из Шаркакушины, которая поспешно легла ему на плечо, не дала подойти ближе. Он не обернулся, чтобы увидеть удивление на лице матери. Пойдем со мной и ты все узнаешь. Узумуки смотрел на него не моргая. Ураган чувства брушился на него, разрывая на части противоречия. Выбор штук и тяжелый, Наруто знал об этом не понаслышке. Я, мама бывшим дженчурики скривился, приподняв глаза к небу. Но почему это все произошло с ним? Отказываюсь. Тогда они все умрут, да нельзя серьезно сказал Сасаре, прекрасно видя, что перед ним стоит далеко не маленький ребенок, который только вчера покинул лон родной деревни. Парень напротив него был рассудителен и умен, хотя другого и быть не могло, столь опасные секреты не открывались глупцам. Слева, между вторым и третьим ребром, начал медленно Наруто, по крайней мере там, где не у обычных людей. Всего два квадратных сантиметра, чтобы выпускать нити чакры для своих марионеток. Откуда? Выдохнул Акасуне, впервые за весь разговор показывая что-то по-настоящему человеческое. Из первоисточника оскалился парень, не обращая внимания на взгляды окружающих. Да, я знаю, что некоторые умрут, если мы начнем бой, но ты и сам не спасешь свою шкуру. Глаза Ассари все еще были расширены. Он не двигался, обдумывая что-то. А следом за этим рассмеялся. Боже, Боже, ряд хлопков обозначал исчезновение марионеток. Нуки не нжал кулаки, а после наклонился за свитком у своих ног, что опять в своем центре заимел печать и сам свернулся. Я просчитал шесть ходов этого боя. Один из них это сдерживание двух дженчурики. Но все закончилось так. Не иначе, как закон подлости, сознанием дела кивнул Наруто. Сасари сел обратно, взяв еще несколько сухих поленьев и бросил их в огонь. Когда покинешь Канаху, глаза у Зумуки сузились, найди человека по имени Нагата. Он будет знать почему никто ничего не пытался сказать, будто так и должно быть, при живых жанинах переговоры ведет Генин. Рыбак Рыбака. В следующую секунду тело Акасана завалилось набок безжизненной грудой. Чего это с ним, Бокисен Сей? Гар выглянул из-за спины мужчины, с интересом разглядывая бывшего, по его собственным словам, лучшего друга отца. Он пустой, произнесла хинато, осматривая тело Бьякоганом. Это кукла. Ты же видела его сердце, опишел Саски, будто проснувшись ото сна. Все услышанное пока не укладывалось у него в голове. Она его и видела, не поворачиваясь, сказал Наруто. Последняя вещь, которая делает из него человека. Раса не вздрогнул, когда во тьме кабинета Ктато зашуршал плащом. Наоборот, он сделал приглашающий жест в кресло напротив стола. Сасари не стал отказываться, присаживаясь. Его взгляд блуждал по кабинету. Как все прошло? Собаку достал из ящика белую бутылку и пиалу. В следующую секунду налил саки, но предлагать гостю не стал. Да и незачем это было. Неожиданно, тихо ответил Акасуне, задержав глаза на фотографии друга с семьей, что стояло на столешнице. Уголок его губ дрогнул. Ты сделал все. После опрокинутой порции поинтересовался Казикоги. Они ушли. Все. Ты голос расы дрогнул, проиграл? Абсолютно кивнул кукловод по количеству информации. Не понял. И не надо, ответил Сасари, поднимаясь. Его силуэт слился с тьмой. Придется тебе самому заняться сыном раса. Казикоги промолчал, наполняя еще одну пиалу. Задавать вопросы было бессмысленно, он это прекрасно понимал. Есть только последствия, за которые мы все ответим. Взгляд блуждал по всему кабинету, пытаясь за что-то зацепиться. До слуха иногда долетали обрывки фраз, но парень старательно их игнорировал, рассматривая лицо чхакогами. Третий хакаги даже внешне чем-то отличался от представителей своего клана, хотя больше поражала та искорка веселья и даже какой-то нежности в его взгляде на фотографии. В разговор вступил женский голос, а следом за этим тихий, пропитанный издевкой ядом. Они спорили уже почти час, практически не обращая внимания на сам объект обсуждения, а он рад был пользоваться случаем. Довольно, устало прорычал Минато, потирая виски. Ему хватало Шибак Тата умер во время миссии. Но он быстро ее прогнал и обругал сам себя за подобное. В кресло Хакаги никто силком не тащил, я услышал достаточно. Он прав, сухим баритоном заметил мужчина, что развалился на диванчике у стены. Многие могли подумать, что седина украшала его волосы, но такой цвет был дан ему от рождения. Высокий, около двух метров, коренастый и широкоплечий. Его боялись и уважали, а он заслуживал все это своими поступками. Мальчик что-то знает, но пока это лишь домыслы и теории. Не силы же нам заставлять его показывать что-либо. Он сидит рядом с тобой, болван, почему бы и не попробовать. Этот человек тоже не был обделен ростом, но телосложение имел худое и жилистые. Черные волосы спускались до пояса, а хищные желтые глаза с вытянутым зрачком не могли принадлежать обычному человеку. Только коснитесь его пальцем. Угрожающе прошипела Лакушина, сжав кулаки. Перед ней были самые сильные шины беконохи, но своими теориями сейчас больше походили на мальчишек. Нет на вас Цунадисан. Не признася ее имя. Встрепенулся здоровяк, испуган озираясь по сторонам. Помянешь черта, он и появится, Кушенычин. Еще бы, ты всех ее медсестер вперед. Фразу оборвал удар ладоней по столешнице. Арчимару протянул четвертый, покосившись на своего сына, Сан. Мы здесь не одни, не нужно забывать об этом. Тут или где-нибудь на улице, какая разница? Возмутился один из легендарной тройки. Дети сейчас взрослеют слишком быстро. Вашими молитвами, пробубнила Кушена, осматривая селение за окнами. Наруто, может прекратишь прикидываться частью интерьера и вынесешь ясность в этот разговор, Юнда ими говорил размеренно и спокойно, пытаясь скрыть за этой маской свое раздражение. Вы без меня неплохо справляетесь, покосившись на него, криво усмехнулся у Зумуки. Все, без исключения, посмотрели на него. Не Юлия, паршивец, но Рачито ласковая, насколько это было вообще возможно, прошипел Арачимару, мы тебе не шпана из подворотни. Это точно, запрокинув голову, ответил Наруто, вы, как минимум, воротила на несколько голов повыше. Наруто! крикнул Икушена, удивляясь поведению сына. Ты что себе позволяешь? Препарирую, прошептал призыватель змей, пущу на опыты. Ха-ха-ха, Джирайи хлопнул парня по спине, отчего тот согнулся. Силы в этом человеке без Синдюцу было хоть отбавляй. Забавный малый. И все это заметили только после миссии. Наруто! Я не совсем понимаю, что вы хотите от меня, Хакагисама, Кушена Таича, холодно произнес мальчик, Арачимарусан, Джирайасан. Миссия выполнена, причем довольно гладко. Мои секреты это только мои секреты. Я не обязан их открывать. Твоя слова, что ты сказал Сасаря, привлекла к себе внимание женщина, вот самое главное. Мы поняли из отчета, что Хьюга видела его сердце, но потом оно исчезло. До меня доходили слухи о том, что этот безумец сотворил со своим телом, но я не верил, Арачимару сунул ладони в рукава своего белого кимоно, орнаментом для которого служили переплетающиеся змеи. Ты знал о слабом месте. Откуда? Но ты прав, не наше дело, с кем ты заключал контракт и чему тебя обучили. Я сделал лишь предположение из слов Хинуты, пристально смотря ему в глаза, сказал Узумуки. Это везение на грани с наблюдательностью и дедукцией. Вы только посмотрите, округлил глаза ученый, двое джанинов не в зуб ногой, а сопляк двенадцати лет отроду понял. Ты можешь держать за дурака кого угодно, но не меня, Нарута Кун. Слева, между вторым и третьим ребром. По крайней мере там, где они у обычных людей. Всего два квадратных сантиметра, чтобы создавать нити чакры для своих марионеток, процитировал отчет Куша Наминато. Довольно недурно для беглой аналитики. Вот, что думаю я. Намикадзе встал из-за стола и повернулся спиной к собравшимся, его руки сжались на пояснице. Он смотрел на освещенную полуденными лучами деревню, не спеша продолжить свои слова. И никто не торопился его перебивать, терпеливо ожидая. Первое, ты знал, что Сасари сделал своего тела куклу с ядром в виде сердца. И я очень сомневаюсь, что источники информации у тебя лучше, чем у любого из нас. Второе, ты точно знал место и размер открытого участка, который необходим ему для контроля над своими марионетками. И третье, Минато повернул голову, чтобы внимательно посмотреть на сына и отметить его реакцию, что больше всего меня волнует тот факт, что ты может быть даже знаком с Сасари красных песков. Рыбак Рыбака. Вспомнились слова отступника Узумуки. Он опустил веки и шумно выдохнул, откинувшись на спинку дивана. Он понял, что отец хочет прочитать его по эмоциям и чувствам, ведь он был сенсором. Это забавляло и удручало одновременно. Заявить такое, значит обвинять собственное дитя в измене. Все в комнате это понимали, понимал и сам Наруто. Минато, по-моему, ты перегнул палку, присвистнул Джирайя. Его брови сошлись на переносице, когда он нахмурился. Может я плохо знаю твоего парня, но не думаю, что ты скучный чин вырастил предателя. Особенно учитывая, как много ваших связей базируется на Нукининах других великих стран, без эмоций заметила женщина. Она смотрела на своего мужа с толикой презрения и отвращения. Я услышала достаточно. Пойдем, Наруто. Парень поднялся, но перед тем, как гляд, словно пытаясь что-то сказать. Но он молчал, а после аккуратно закрыл за собой дверь, уходя все дальше по коридору. Что скажете? Вздохнул Мината, присаживаясь обратно в кресло. Высокий контроль чакры ее количества поражает. Слишком много для ребенка его возраста, даже несмотря на кровное родство Сузумуки. Он явно тренировался в этой стезе необыкак. грамотно, с чувством и толком. А таким даже многие джанины не могут похвастаться, а Рачимару так и не сдвинулся с места за весь разговор. И это я лишь слегка прощупал его. Он владеет Синдюцу, продолжил Джирайя, и я больше, чем уверен, переплюнул меня. А может даже тебя. Все время я собирал природную энергию и она пыталась слиться с ним, не видя в нем преграды. Обычных шиноби она обтекает, словно камень в реке. То есть он гений в чистом виде, либо ему доступны. Весьма нестандартные знания, кивнул свои мысли Мара Чимару. Я бы даже взялся его обучать. Не стоит, серьезно ответил Минато. Вы же видите, что лояльности в нем не больше, чем крови у Зумуки. Преданность, Минато, дело наживное, другой, а потом совершенно случайно его застукает с этой Хьюго. Отвертеться не сможет. Ничего другого не ждал от тебя, хмыкнул Арчимару, может сразу посадить его на цепь. По-моему, одно и то же. Нельзя ограничивать парня, пусть развивается, а со временем и сам поймет, что где-то он на стороне только потеряет время. Пока времени он не терял, как мы думали скушенный, намекать заправил Сацина, но важно было другое. Главное и сейчас, чтобы он не усомнился в Канохе. Нельзя терять такой потенциал. Теперь я понимаю. Неудивительно, что молец от вас удалился, Джирай встал и направился к двери. На его месте так поступил бы каждый. После пустыни, стены родного дома были подобны раю на земле. Саски лежал в беседке посреди озерца, взглядом изучая деревянное покрытие. Он пропустил тренировку, потому что не мог сконцентрироваться на ней из-за рой мыслей. Они не давали покоя. Они пугали и вызывали у него эхо зависти, хотя он понял из реакции взрослых, его напарник добился таких успехов сам. Пусть никто и не смог выбить из него правду, своим нутром очень чувствовал, что это все правда. Наруто владел древним искусством, которое было недоступно его клана он нашел упоминание о так называемых сининах. Мудрецы, чьи силы шагнули за грань человеческого тела. Знаешь, я удивлена, как легко меня пропустили. Саски сжал губы, а после приподнялся на локтях и повернул голову, чтобы взглянуть на свою гостью. Да, она была права, Хьюго на земле его семьи путь был заказан, но Хина-то была исключением. Он так захотел, а отец не стал отказывать. Фугаку просил лишь об одном, не ступать дальше, чем просто друзья. Иначе, кто знает, куда бы привел путь два великих клана Канохи, если бы их наследники решили объединить свои судьбы. А я не удивлен, что ты пришла. Девушка постояла еще пару секунд, а потом решила сесть, видя, что хозяин этого места ей не предложит подобного. Она опустилась напротив Саски, но тот вновь лег, не обращая на нее внимания. Тишина продолжала в течение еще нескольких минут, но Химота потратила их с пользой, уменьшила запас фруктов в тарелке, что стояло перед ней на столе. Ты видел его после миссии? Ня, Учхо зевнул и покосился на напарницу, словно избегает нас. Как и Кушина Сенсей. Но я слышала от отца, что этот вопрос поднимали на совете кланов. Все так серьезно. Удивилась Хьюго, откусывая кусочек яблока. Если не запрещают, почему бы и нет? Человек, овладевший Синдюцу в столь юном возрасте, хмыкнул парень, это нонсенс. И не делай такое лицо, сама ведь, я уверен, перерыла всю клановую библиотеку. И нашла только разного рода домыслы, никакой конкретики, вздохнула Хината, у тебя так же? А ты думала, что об этом будут писать в школьных книжках? Усмехнулся Саски и принял сидячее положение, скрестив руки на столешнице. Секрет под семью замками, окутан легендами. Я не нашел упоминаний ни об одном отшельнике за последние сто лет, помимо Джиры и Сумы Хакаги Сума. Думаешь, он расскажет нам что-то? Неуверенно спросила она, и Учиха поразился, когда эта девушка напротив него стал такой застенчивой. Ведь он помнил ее высокомерной и гордой, так она вела себя в стенах Академии. Или он коварно улыбнулся. Неужто втюрилась, белоглазка? Чего? Опешила хинато, уронив на пол недоеденный фрукт. Она несколько секунд смотрела в черные глаза, а потом отвела взгляд. Не неси чепухи. Ой, да ладно тебе. Он весь такой загадочный и умный, а тут на тебе еще и сильный оказывается. Не мечтали для девичьего сердца? Не преувеличивай, когда мы учились, он не выделялся из толпы. Я бы даже сказала, был хуже многих. Знаешь, я никогда никому не рассказывал, губы Саски дрогнули в легкой усмешке, когда он вспомнил события прошлых лет, но однажды он мог победить меня в спарринге. Да, может показаться смешным. «Все готов тренировка». Но тогда я увидел его настоящего, всего на пару минут. Он игрался, открывал слабые места, а я бросался на него, списывая все на везение. В итоге я выиграл, но послевкуси того, что тебе это позволили, до сих пор ощущается. День откровений, не иначе, женщина подошла тихо и незаметно, усевшись рядом со своим сыном. «Здравствуй, Хината». Ну-ну, ты же гость из Саски. Ни к чему все эти любезности. Простите, пискнула Хьюга и быстрым движением убрала огрызок на пылу под лавочку. «Я так поняла, речь идет о Наруто». Микото посмотрела на подростков, которые одновременно кивнули. Ну-ну, еще вчера он мало кого интересовал, а теперь буквально знаменитость, которая на устах у каждого. «Представляю, как ему сейчас тяжело». «Тяжело?» посмотрев на свою мать. Из неудачника сразу в гения. «Как бы не помер от тяжести такого внимания. Ты много не знаешь о нем, Саски, чтобы так говорить», пожурила его Микото. Наруто было нелегко, он рос в сложной обстановке. «В смысле?» Хинато и не заметила, как взяла в руки грушу. «Как бы объяснить, вздохнула женщина, он не хотел быть Шиноби, но вы сами должны понимать, при яготородителях выбрать что-то другое, значит положить тень на их имя. Не хотел быть, Шиноби?» «Да, это я вам так, по секрету». Кушина часто приходила ко мне и рассказывала об этом. И что заставило его поменять решение? Навострил уши ее сын. Хинато тоже увлеченно смотрела на маму своего напарника, жадно впитывая каждое слово. Кто знает, ласково улыбнулась она. «Видимо, что-то случилось, что заставило поменять свое решение. Отношения в их семье из-за этого такие натянутые. Так вот почему, ухнула Хьюга. Аита думала, тебя и Саски ставили перед фактом, он же хотел другой судьбы, но, видимо, от нее не так просто отделаться. Мой двоюродный брат Меджи говорит, что судьба всегда следует за человеком. Ох, ребята, Микото прикрыла глаза, думая о чем-то своем, не в судьбе дела, а в человеке. Только он прокладывает свой путь, принимает решение. Делает то, что считает правильным. Не все так радужно, как ты говоришь, дорогая, по мостику к беседке подходил сам глава клана очха. Иногда поставленный перед человеком выбор ломает его. Жизнь, это не череда черных и белых полос. Иногда бывают и серые. А теперь, Хинато, фугаку кивнул девушке в знак приветствий, Саски, прошу вас уйти. Мне нужно поговорить с Микото. Да, отец. До свидания, Микотосан, Фугакусан. Двое детей направились к выходу из поместья, и души родителей донеслись просьбы девушки смея весь район. Смотрю на них и вспоминаю нас в их годы, улыбнулась женщина, провожая взглядом младшего сына с подругой. Хорошее было время. Но Саски, он, завидует. Фугаку внимательно смотрел в глаза жены. Пускай, будет полезно для него. Гены нашего клана не делают его сильным. Шаринган, это лишь инструмент. Чтобы добиться Чагото, нужно ради этого пройти не одно испытание, испытать радость и боль. И чем раньше он это поймет, тем лучше будет для него. Дождь успокаивал его. Он отображал все то, что творилось в душе, но нельзя было показывать. Слезы уже давно кончились, оставляя лишь холодное спокойствие и жесткость. Иногда даже жестокость, но справедливую и закономерную. Люди любили его и почитали, как героя. Правители их небольшого селения, что годами было погружено в пучины чужих войн. Но сейчас было тихо. Высушенные враждой великие деревни условились о мире. Даже пытались придерживаться его, но силы свои копили, чтобы в один момент разжечь пламя хаоса. Все знали, что такое затишье бывает лишь перед бурей. И лишь один вопрос крутился в голове, когда? Сзади тихо подошли, чтобы не тревожить его. Тонкие женские руки нежно обвели шею, передавая через этот жест всю ласку и любовь, что была внутри. Женщина наклонилась и уткнулась носом в воле, словно вымытые в крови волосы, шумно вдыхая их запах. Что-то случилось? Мужчина не посмотрел на свою гостью, не желая отрываться от созерцания пасмурного неба. Кукловод вернулся, хочет поговорить с тобой, она не отрывалась от своего занятия. Сказал, что это важно. Для нас, усмехнулся он, или для него? Вот и узнаешь. Тебе полезно вылезать из этого кабинета хоть и изредка. Ступай, я буду через несколько минут. Сасаря терпеливо ждал, но пальцы его ритмично выбивали по столу какую-то незатейливую мелодию. Акасана не жаловал этот городок, в котором вечно шел дождь. Влага плохо сказывалась на дереве и соединениях, смазанной специальными невосплабоменяющимися маслами без запаха. Так учила его бабушка. В какую бы ситуацию ни попал, твое главное оружие всегда должно быть в отличном состоянии и выдерживать разные условия. Наконец-то впереди показался силуэт женщины, а секундой позже она вышла на свет одной лампы. Синие волосы были подстрижены под кари, а янтарная радужка загадочно блестела в тусклом освещении. Губы ее были выкрашены под цвет волос, а нижнюю украшала бусинка персинга. Своей красивой формы не было смысла скрывать от пытливых мужских взглядов за кучу одежды, ведь никто из них не осмелился бы к ней подойти. Лишь один. Она осталась стоять, не про ранение единого слова. Зачем пожаловал? Голос раздался из тьмы, а следом показался и его владелец. Он был невысок, но хорошо сложен. Этого не могла скрыть мешковатая белая рубашка и плотные черные штаны. Красные волосы спадали на плечи, являясь его отличительной чертой и визитной карточкой. О его кладе слагали легенды, их боялись и ненавидели, тихо завидуя. Именно поэтому решились на отчаянный шаг. Кукловод. Я уже говорил, что это самый оригинальный позывной, который вы смогли придумать. Нет? Ну и ладно, Сасаря вытащил из внутреннего кармана свиток положил на стол. Тут как информация о делах в странах, особенно в Суне. И еще кое-что. Дуда? Владелец этого места не пришел брать в руки-то, что ему хотел передать этот человек. Зная некоторые его наклонности, можно легко было ожидать яда, нанесенного на бумагу или еще каких-то сюрпризов. К таким вещам Сасаря подходил с маниакальным интересом. Кушану Зумаки, помнишь такую? Акасана с подозрением на него посмотрел, словно кожу ощущая возникшее недоверие. Отчего же не помню. Маленькая, хитрая, изворотливая предательница, которая своей семье предпочла какого-то мальчишку-сироту из Канохи, красноволосый улыбнулся и присел напротив Нукинина, прихватив с собой Девятихвостого. Все совпадает, она, кивнул Сасаря. Ну и возможно тебе станет интересно, что и ее младший сын. Плевать я хотел на ее потомство, она не родня мне больше, угрожающим шепотом перебил его мужчина, и если ты продолжишь в том же духе, то же вы мамы не покинешь. Что же, твоя правда? Лезть в чужие семейные отношения всегда так проблематично, особенно своих дуба дерева. Про дерево ты хорошо подметил, снисходительно улыбнулась женщина, поправив бумажную розу в своих волосах. Очень остроумно, особенно от тебя, Канан. Уходи, кукловод, свою оплату заберешь в том же месте, а ловолосы наконец-то соизволил себе взять в руки свиток и развернуть его. Но не возвращайся слишком быстро, некоторые сочтут это подозрительным. До встречи, окасано поднялся, сливаясь с тенями, Нагата. Он принес что-нибудь интересное. Канан села на колени своему возлюбленному, положив голову ему на грудь. Или как обычно крохи ради своей платы. Насколько я помню, только одна наша команда отправится на экзамен в Канаху. С каким-то азартом в глазах поинтересовался Нагата, перечитывая написанное еще раз. Ну, да. Больше просто не имеет смысла. Передай их наставнику, что у него непредвиденный отпуск. Я сам поведу этих ребят в лист. Огонек свечи дрогнул, когда из-за двери долетел легкий сквозняк, что часто гулял по этим коридорам. Старик прищурил глаза, а после откинулся в кресле, отложив от себя папку с номером, который было тяжело рассмотреть во тьме, подальше. Он думал о последних событиях, что произошли в мире и которые так или иначе могли затронуть Канаху. Да, она принесла хорошие вести, с уна склонилась, не видя других перспектив в будущем. И обезать их сильнее, чем сейчас, был только вопрос опыта и умений. А того и другого он имел с лихвой. Старик перевел взгляд налево, где стояли книжные полки и поднялся. Он точно знал, какая книга его интересует и где искать нужную информацию. Природные энергии, отшельники, прошелестели губы и растянули морщины вокруг рта, выдавая слабое подобие улыбки. Она была хорошо наигранная, шаблонная, искусственная, потому что эмоции в его работе были непозволительной роскошью. Только дальновидность, только холодный расчет и никак иначе. Отчет о том, что сын Хакаги стал сининым только несколько часов назад попал к нему в руки, а он уже думал, как это использовать, если не в пользу листа, так хотя бы свою личную. Интересно. Книга была дополнена новой записью двухлетней давности. При помощи специальных печатей, наложенных на бумагу, все, что писали его люди в своих дневниках с маркировкой о теме, переносилось сразу сюда. Так ему не нужно было пополнять свою библиотеку, потому что это делали за него другие. И один из его подчиненных не сказал, что Наруто Намикадзе подписал договор с татемными животными. А это было непростительной ошибкой, когда дело касалось властвующих семей. Ящеры, значит, которые не обучили ни одного человека за последние несколько веков, старик постучал пальцем по странице, а после захлопнул книгу и поставил на место. Он направил чакру в печать у себя на предплечье. Уж Данзе само, мужчина в маске припал на колено и склонил голову. Твой призыв, ящеры. Почему не доложил сразу о том, что сын Хакаги тоже связался с ними кровью? Данзе говорил без эмоций, но сквозь зубы. И этого было достаточно, чтобы понять, за своей маской он скрывает злость и раздражение. Я сделал отметку по этому поводу, более не посчитал нужным докладывать лично. Ящеры своенравны и иногда безразличны, никто не добился полного их расположения на моем веку, незамедлительно ответил Шенобе, будто эти слова он готовил заранее. Расскажи мне про них. И в этот раз я хочу знать все, от имен других людей с контрактом до их расцветки и предпочтений в еде. Есть. Кушина внимательно смотрела на каждого генина в своей группе. Особенно долго ее взгляд задержался на сыне, который сейчас летал где-то в облаках. Они уже понимали, зачем она их собрала, поэтому тянуть и дальше не было смысла. Женщина вздохнула и достала из кармана три заламинированных карточки с их фотографиями. Экзамен Чунина в этом году проходит в Канохе и вы все были заявлены мной на участие в нем. Она передала пропуски Хинате, чтобы та отдала остальным. Как только каждый покрутил ее и осмотрел со всех сторон, намекаться продолжила, это очень важный этап в жизни каждого Генина, вы и сами должны прекрасно это понимать. Наставникам запрещено рассказывать про этапы, но я все же кое-что скажу, на ваш выпуск делают большие ставки, и об этом знают все деревни, команды которых примут участие. Поэтому и спрос будет особый. В каком смысле? Саски с интересом посмотрел на свои характеристики в карточке и краем глаза пытался увидеть их у Наруто. Не нужно будет удивляться, если против вас выйдет молния с камнем. Они забудут про свои распри, чтобы втоптать в грязь генинов листа, пояснила Кушина. Забавно, усмехнулся Узумаки, Аито думал, что это будет прогулка по парку и дружное воспевание о мире меж всех людей. Не нужно быть таким скептичным, Наруто. Уровень вашей подготовки к экзамену вот залог успеха. Тех, кто надеется на чудо, просто сотрут в порошок. Мы сметем их, Кушина сон, оскалилась Хината, предвкушая нечто безумно интересное. Но больше всего она хотела разойтись на полную, ведь отец обмолвился, что участники должны подписать документ об отказе от любых претензий в случае травмы или смерти. Шаринган, Бьякоганы. Она запнулась и посмотрела на Наруто, а тот словно пропустил ее слово мимо шеей, думая о чем-то своем. Мысли опутали его, вырывая картинки из прошлого, когда он был глупым, кричащим ребенком. Когда думал, что этот экзамен это незначительная ступенька в его жизни, всего лишь еще одно испытание. Узумаки посмотрел краткой на Саски. Именно тогда он начал терять своего друга, что искусился силой Арачимару. Именно тогда он узнал о Шинобе, чей уровень было сложно описать словами. Именно тогда он доказал всем, что не бездарный дурак, который только и может, что кричать о своей мечте на каждом углу. Хорошее было время, наполненное приключениями и преодолеванием своих пределов. Всегда говори, уж коли начало, Хинато, усмехнулся Наруто, освободившись из омута воспоминаний. Взгляд его прояснился и сфокусировался на девушке, что тут же отвела глаза. «Ты наше секретное оружие!» Неожиданно громко сказал Саске, видя, что Хьюга сейчас и слова из себя не выдавит. «Не советовала бы на это рассчитывать», серьезно заявила Кушина. Почему же? Слухами Узумаки поклонился и после направился прочь, земля полнится. Поляна вновь приветствовала его, как дорогого гостя. Он почувствовал, будто его пригласила в нежные объятия сама природа, отдавая во всем теле пощипыванием. Наруто ловил на себе десятки взглядов, что направили на него животные. В них был интерес, а не страх за свою жизнь. Здесь он чувствовал себя дома. Понять принцип, он уселся на теплую землю, закрывая глаза, ощутить вокруг. Пространство возле него пошло рябье, но немногие могли увидеть это удивительное явление. Дать мирно течь дальше, не тревожа, он надкусил палец и сложил несколько печатей, но хлопка не произошло. И стать единым целым. Удивление длилось всего несколько секунд, пока Наруто не понял, почему Иошик изуне ответил на призыв. Позади него, слева и справа были три человека, словно ожидая, когда он поймет. Или в жажде узнать, кто же явится животных. В любом случае, они были непрошенными гостями, но обратного пути не было. Сам виноват в своей беспечности. Занят на элекции, Арчимару показался первым. В нем играл нездоровый интерес ученого. А можно поподробнее. Вали к своим знам, присмыкайся там, показалась из-за клена блондинка. На ней были темные свободные штаны, белая рубашка и халат врача, но даже все это не скрывало огромного бюста. Аккуратные светлые пряди обрамляли аккуратные овалы лица, а в миндалевых глазах горел недобрый огонек. Ты, что, до сих пор не простила мне тот эксперимент со слизнями? Да-да, помню, хохотал Джерайи, вспоминая, что тогда вытворял его друг с королевой слизней Кацуей. Но она же, вроде как, была не против. Завалитесь, прорычала Цунади, потирая кулаки, оба. Ребенок перед вами сейчас подумает, что вы хуже зофилов. Я и так это знаю, Цунади Хими, Наруто поклонился ей, быстрее стараясь выйти из режима отшельника. Они не должны были знать о его уровне. Какой милый молодой человек, улыбнулась женщина, а вы говорили хам, не видит авторитетов и вообще социальный элемент общества. При тебе трудно быть самим собой, хмыкнул Арачимару, Джирайя. Знаю, ответил он, уже держа Наруто за шиворот и смотря ему в глаза, не давая там опомниться. Не гони лошадей, парень. Мы же не враги тебе. Да, поразительно, кивнул ученый, в один шаг преодолев расстояние в дюжину метров. Идеальный баланс трех составляющих. Практически никаких изменений. Не то, что у тебя. Ну, простите. Я тогда хотел быстрее со всем этим закончить, чтобы не есть местные деликатесы и жуков, скривился жабесеньем, вспоминая изнурительные месяцы, проведенные на Мебику, а дальше просто врожденного таланта не хватило. Списывать все на такие мелочи, улыбнулся Арчимару, в этом весь ты. Кажется мне, что мальчик сказать что-то хочет. Цунди, в отличие от своих бывших напарников, подошла не спеша. Теперь она поняла, зачем они притащили ее на эту поляну, ведь новость Инджу была практически на грани прорыва в изобретении нового препарата, что значительно увеличивал восстановление чакры и не имел тех опасных побочных эффектов, что нынешние таблетки. Да, это было куда интереснее, а опыты могут подождать денек-другой. В конце концов, она практически не выходила из лаборатории последнюю неделю. Что вам нужно от меня? Спокойно поинтересовался Наруто, как только его опустили на землю. Трое взрослых не спешили отвечать, будто ведя мысленную беседу. Видишь ли, начал Арачимару, понимая, что никто не спешит отвечать на вопрос парня, мы не так часто берем учеников. Это точно, согласилась Цуниди, я курирую медицинские курсы, но вот лично обучать Кагота руки не доходит. А мы не молодеем, Наруто, улыбнулся Джирайя, похлопав его по плечу, но быстро поперхнулся, увидев кулак женщины. В смысле я и Арачи. Обучать гении одно удовольствие, Узумуки смотрел на свои руки, не видя, как встрепенулся жабий отшельник, он всегда оправдывает ожидания, возложенные на него. Не то, что глупо кричащий мальчишка, который лбом пытается открыть дверь, от которой у него есть ключи. Я точно где-то это слышал, потеряв подборок, пробормотал Арачимару. Так ты отказываешься? Да, слабо улыбнувшись, ответила Наруто. Что же, дело твое? Легендарная тройка развернулась, направляясь по своим делам. Каждый, кто шел сюда, хотел лишь предложить, бегать и упрашивать никто не собирался. Да, я отказываюсь у вас обучаться, продолжил Узумуки. Давайте назовем это взаимовыгодной помощью. Они не обернулись ради пустых слов, каждый приняв решение про себя. И улыбки, что прорезались на их лицах, очень хорошо отображали ответ. Легкие нещадно жгло, в очередной попытке сделать вдох. Ноги гудели, а в боку кололо, хотя для тренированного тела такие нагрузки должны быть плевыми. Но, сколько он уже убегал, луна не сменялась солнцем, а преследователь не желал отставать. Его рычание и алые глаза шли по пятам, пугая до ужаса. Страх остановиться, страх потерять самого себя в пасти чудища, заставляли бежать со всех ног. Но зачем? Мер на месте, забыв о боли. Одна единственная мысль вдруг родилась в его сознании и не желала быть утерянной на фоне десятка других. Зачем я это делаю? Его голос гулким эхом раздался в округе. И даже зверь замер, не понимая, почему его жертва вдруг смирилась с уготованной судьбой. Почему бегу от того, чего не избежать? Долго же до тебя доходило. Глаза Узумки расширились от удивления. Он знал, он слышал раньше эти интонации. Они прошли с ним не один десяток лет. В прошлом стали такими родными, что именно в словах своего друга он искал успокоения. Были для него путеводной звездой, когда руки почти опустились. Казались толчком, когда казалось, что выхода нет. Курама? Не до конца верю самому себе, спросил Наруто, пытаясь разглядеть что-то помимо тьмы вокруг больших красных глаз. Разве я разрешал тебе называть меня по имени? На морде биджу приступил дикий оскал. Тут Наруто умер. Ты другой. Но... Как? Узумки задыхался от волнения. Сон это был или наваждение, неважно. Так долго он не слышал лиса, что не обращал внимания на его замечания. Не ищи смысла там, где его нет, Наруто Намикадзе громко отозвался Курама, выступая из теней. Тело его было огромное покрыто рыжей шерстью. Ибо все мы находимся в тот или иной момент только там, где нам предначертано быть. Ты говоришь загадками, нахмурился парень, я не понимаю. Всему свое время. Сейчас ты понимаешь то, что должен. Судьбы не избежать, можно лишь корректировать маршрут к конечной цели. Конец это смерть. Тебе ли об этом говорить, герой войны, а ныне обделенной любовью родителей мальчишка, Лис лег, положив голову на лапы. Я думаю, ты понимаешь, каково это. Оба замолчали. Они не смотрели друг на друга, изучая ночное небо над головой. Непонимание сменилось злостью, когда Наруто понял смысл что бы накидывать на себя упряжку верного шинобе, патриота своей родины. Но ведь были пути, чтобы не поступать так. Узумаки встряхнул головой, прогоняя эти мысли. Он уже знал, что нужно делать и никакие ценности и Уза не заставят его изменить свое решение. В конце концов, с ним или без него, Коноха будет существовать и дальше. С разозленным Хакаги, со скорбящим учителем, с потерявшим его чувство долго играло против эгоизма и побеждало. Неужели Кураму был прав? Прав или нет, решать только тебе. Твой выбор, твои последствия. Девяти Хвостова стала заволакивать тьма. На виду остались лишь глаза, но и не секунды позже сомкнулись. Наруто остался один. Ты моя совесть, черт тебя дери. Я голос затих, обрываясь. Не нужно было лишних слов, чтобы понять самое и главное. Наруто проснулся, чувствуя холодный пот. Одежда противно прилипала к телу, вызывая легкий озноб, но это не заботило парня. Он посмотрел в окно и увидел полную луну, что ярко освещало землю. Ее затянуло мрачные тучи и оцепенение спало. Я узумаки чувствовал, что больше уснуть не сможет, поэтому поднялся и тихо направился в ванную. Дом был погружен в тишину, которую разрывало лишь тиканье часов. Отец остался на работе, а сестра выполняла миссию за пределами стран огня. Наруто Кушина выглянула из спальни несколькими секундами после того, как под ногой парня не вовремя заскрипела половица. Ты почему не спишь? Призраки прошлого, коротко ответил он, скрываясь за дверью душевой. Трое договорились о встрече и ни один из них не отступился от экзамена. Без страха и сомнений они мерно шагали к академии, обсуждая затертый до дыр темы. И лишь когда на горизонте показалось минувшее в прошлом здание, все замолчали. Кушина стояла возле входа, ни на секунду не теряя надежды в свою команду. Здравствуйте, Кушина сенсей. Хором произнесли ребята, словно отрепетированную фразу. ожидала увидеть хорошо спрятанный страх и нервы, но этого не было. Даже Наруто, который, по ее мнению, должен был не выспаться, выглядел хорошо. Вижу, вы в хорошем настроении. Отлично. Она хлопнула в ладоши и поманила их ближе. Дальше я не имею права вас сопровождать, поэтому скажу несколько слов. Намикадзе еще раз обвела каждого глазами и шумно выдохнула. Какое бы испытание вас не ожидало, вы одно целое. Забудьте про прошлые обиды, от вашей слаженной работы зависит, как далеко вы сможете продвигаться. Закрывайте слабые стороны друг друга и помогайте. В этом нет ничего зазорного, ведь вы кушанно внимательно посмотрели на сына, который только делал вид, что слушает, а сам думал о чем-то своем, семья. Хинато и Саски встрепенулись, посмотрев друг на друга, а потом одновременно на Наруто. Тот внешне остался спокоен, хотя истинное значение этих слов до него дошло сразу. Решила зайти с другой стороны? Что же это ее право? Удача. Женщина толкнула рукой дверь и та легко открылась, открывая взгляду просторный зал, который использовали для собраний. И там уже были сотни генинов. Все они практически одновременно посмотрели на новоприбывших, за которыми сразу закрыли вход. Кто-то усмехался, кто-то людей, каждый был занят чем-то своим. Я думал, что вы будете одними из первых, к ним подошел слева парень со скучающим видом. Его темные волосы были затянуты в высокий хвост, а глаза полуприоткрыты. Складывалось чувство, что он пытался уснуть на ходу. Шикамару пожал ему руку Наруто, посматривая на его товарищей за спиной. Иные Чоу-Джи никак не изменились в его памяти. Один все так же в любую непонятную ситуацию уплетал чипсы, а другая восхищенно посматривала на Саски. Почему здесь еще нет Сакуры? Саски-кун. На шее у Чиха повисла девочка в розовом, забывая про все рамки приличия. Этим она позорила его самого и клан, чье имя он носил. Этим она заставила других генинов посмотреть на Саски с усмешкой и презрением. А это было непозволительно, и видимо та же клановая Яманука, чьим воспитанием занимался отец Инаичи, не могла себе позволить столь открытого проявления чувств. Слезь с него, дура. Прорычала Хината, прежде чем у Чиха успел открыть рот. Ты вообще не понимаешь, что делаешь и где находишься. Оу, полегче, Хината. Не все росли, вместо сказок на ночь слушая правила и традиция, Наруто придержал ее за локоть, потому что видел, еще чуть-чуть их Юга выбьет Сакуру с экзамена до его начала. А вместе с ней еще двоих. Хах, Сакура, и что ты в нем нашла? Из толпы показалась сначала собака и лишь потом довольно киба. Мальчишка не изменял своим традициям носил теплую куртку, хотя лето было в самом разгаре. Рядом с ним тут же возник второй парень, укутанный понос в плащ. Черные очки скрывали его глаза от окружающих. Узумаки эта тройка, как ни странно, не смущала. В прошлом место Сакуры занимала Хината, и их команда специализировалась на слежке и поиске. В принципе, ничего не изменилось, просто теперь вместо Бьякугана была девочка, которая подавала надежды в области Гиндюцу. Заметать следы и оставаться незамеченными теперь должно было гораздо проще. Умнее и сильнее некоторых будет, так в списке в Академии гласят. Шина отвел Харуна в сторону, что-то прошептав на ухо. Та сначала округлила глаза, а секундой позже понимающий закивала. Прошу простить нашу подругу, на нервах с самого утра она. Проявление чувств не порог, хмыкнул Киба, а после подмигнул Хинате, отчего-то дернулась. Это не скрылось ни от кого, а Наруто чуть было не открыл рот от удивления. Он начал понимать, что нужно было лучше приглядываться к тем, с кем учился. Хотя для него теперь становилось ясно, почему Хьюга в каждом спарринге доводила Кибу до кровавого кашля. Видимо, такое проявление ничувств ей было не по душе. «Животное», прошептала Хинате, повернув голову Кузумаки, тот усмехнулся. «А где остальные из нашего выпуска?» Тут же опомнился он, пытаясь найти в толпе знакомые лица. Остальные завалили испытания наставников, промямлил Шикамару, вспоминая, как ему пришлось попотеть на экзамене кукаши, прежде, чем до него дошла суть. «Я думал, ты такие вещи узнаешь из первых рук. Я не интересовался». Взгляд Наруто зацепился за троих генинов, чьи повязки говорили о их принадлежности к деревне звука. Но здесь не было видно как будто Аарычимару не был нукененом. Значит, нашел дорожки, где свои эксперименты проводить. Но не верю, что Минато с Джироей не знают об этом. Внимание! Привлек к себе внимание мужчина в бандане. На нем был черный плащ, а лицо украшали шрамы. Мое имя Марина Ибеки. Я ваш первый экзаменатор. То он есть судья, присяжный и палач в одном лице. Если мне что-то не понравится, вы вылетите с экзамена. И, поверьте, его голос был сухим и безжизненным, а сам он создавал вид бездушной машины. Вряд ли у такого человека могла быть дети, потому что работа обязывала быть верным только ей. Люди нравились ему так же сильно, как он им. Это было взаимно и это было для него. Обыденным, это далеко не предвзятые отношения. А теперь следуйте за моими помощниками. Думаешь, он справится? Письменный этап проваливают только полные трусы и неудачники, без зазрения совести ответил Минато, изучая отчет о миссии. Он даже не удосужился поднять глаза на жену, которая посмотрела на него с возмущением. Ты же Хакаги. Неформальная обстановка, неформальные ответы, пожал плечами мужчина, поживая в губу. Судя по этим данным, недалеко от Канохи объявилась банда разбойников, которая совсем забыла инстинкты самосохранения. Может уделишь мне внимание, раз у нас с тобой все так неформально, хмыкнула Кушина, положив ладони на стол мужа. Он отложил бумаги и прищурился, делая вид, что пытался понять, его женщины недовольны ли это просто игра света. Нет, все-таки не показалось. Что опять? Устало выдохнул четвертый. Я пытаюсь нашу семью скрепить, а тебе хоть бы что? Может поднимешь задницу и что-нибудь сделаешь? Например? Например вспомнишь, что у тебя сын растет? Прошипела на Микадзе. В ее глазах сгорелся недобрый огонек. Он ведь твой ребенок, помимо того, что является твоим подчиненным. Я знаю. Но и ты пойми должность обязывает меня чем-то жертвовать. Да, это неправильно, но и он немалое дитя. Понимает же, Минато на секунду задумался, но принимает вряд ли. Кагаме ты был более благосклонен. Так что же мешает обходиться так и с Наруто? Он сам серьезно ответил Хакаге, скрещивая перед лицом пальцы. Хотел бы внимания, делал бы что-то для этого. Он же избрал другой путь. Мы сами. Да, наша вина есть, я не спорю. Мы давили на него, он не хотел. Ты отчаялась, я просто понял бессмысленность ситуации. Так что же хочешь сказать? Лучше плыть по течению и оставить все, как есть? Кушина отошла от стола и осела на диван. От такой прямоты земля ушла у нее из-под ног. Дыхание участилось, а на глазах показалась влага. Явно не такое решение она хотела услышать от мужа. Я хочу сказать, и чтобы ты поняла, что нельзя вернуть былые чувства, если это не обоюдное желание. Разве ты не видишь сама? Он специально отстраняется от нас. Да, я не был идеальным отцом, но посмотри на эту стену, Мината указал пальцем в сторону портретов своих предшественников, и скажи, кто из них им был. Первый настолько погряз в этой рутине, что его сын просто опустил руки и смирился. Он пытался наверстать упущенное с внучкой Цунадихими и лишь разбаловал ее до такой степени. Ты сама знаешь. Третий Кто был матерью Шису и до сих пор не известно. Кагами сына воспитал в сыне только любовь к деревне. Да, это важно, но не только это должен давать мужчина, как отец. А теперь спроси себя, я должен забыть про лист, про каждого его жителя, чтобы потакать желанием одного ребенка. Я могу быть тысячу раз неправ, но это мое и только мое мнение. Он «Ведь никто не заставляет быть самым сильным, доказывать свое превосходство. Никто ведь не будет показывать пальцем говорить, по сравнению с кем-то ты слабак и ничтожество». Женщина молчала. Она понимала, что спорить бесполезно. Ее слезы и уговоры не имели той силы убеждения, которые были необходимы здесь и сейчас. И теперь Кушина была уверена, в кого своим характером пошел Наруто. Такой же непреклонный, такой же прагматичный. Он не видел смысла давать шансы отцу, который им не воспользуется. Но ей она ведь только хотела, чтобы вся семья сидела за столом и улыбалась. Делилась горестями и радостями друг с другом. Видели поддержку и любовь. И если вторая имела место быть, то очень хорошо завуалирована. А это почувствует даже маленький ребенок. И не найдя для себя опоры, замкнется, либо просто сделает вид, что так и положено быть. Так решил Наруто, отдавая всего себя изучению древнего искусства. Ты же понимаешь, к чему приведут такие размышления? Прошептала Намикадзе, но Минато хорошо услышал ее. Хакаги потер виски, а после спрятал лицо в ладонях, думая над ответом. не более. Когда Кушина поднялась и направилась к выходу, Наруто полностью отвернется от тебя, а это произойдет в ближайшие годы, не ищи виноватых. А если он поступит так же со мной и Кагами, знай, я никогда тебя не прощу. Мы мужчины, и у нас есть свои принципы, от которых мы не будем отступать, обронил четвертый, оставшись в кабинете сам. Ты же прекрасно понимаешь это, да, Наруто? За последствия нашего выбора отвечаем только мы сами, а страдают от этого окружающие нас люди. Первый этап был завершен и не принес ничего нового. Наруто отвечал на некоторые вопросы чисто для галочки от скуки, когда вокруг него только было слышно очень тихо и шушук и скрип ручек. Многие генины то белели, то краснели, хватаясь за голову и не зная, как поступить. Особо отчаянных, пойманных несколько раз на списывание, выгоняли из аудитории вместе с другими членами команды. Были те, кто чувствовал себя уверенно и расслабленно. Такие ребята специально, делая вид, что не замечают, открывали часть своего теста для соседа. И большинство велось на такую подачку, за что были наказаны. Впрочем, такую практику Узумуки наблюдал еще в прошлой жизни, когда помогал с экзаменом в Канохе или Суне. Нет, но вы поняли. Как только все вышли из аудитории, возмутилась Хината. Списывание. Списывание. Добыча информации, лениво поправил ее Саски, запрокинув голову к потолку. С Шаринганом этот этап был элементарным, как из Бьякоганом. Наруто, как быстро ты понял суть. Как только услышал правило, усмехнулся тот в ответ, чем заставил Учиха поперхнуться. К тому же Чунины иногда не прочь поделиться впечатлениями. Точно. Твоя сестра, Кагами, кажется, уже Чунин, вдруг воскликнул Саски, на что Наруто лишь покачал головой. Ими перепутал человека. Так, протянула Хьюга, схватив парней под локти, мне кажется, это нужно отметить. Завтра у нас второй этап с этой восхитительной полуголой женщиной. И времени в ближайшую неделю не будет. А я думал ты так сильно хочешь в драку, что для тебя это подобно празднику. Узумаки не хотел вырываться из схватки, тоже желая расслабиться в компании товарищей. Называть их друзьями он не мог, потому что Тихимута и Саски были другими, заслужили его доверие своими поступками и временем, которого часто не хватало. Теперь в ближайшем к прошлым. И лишь надеяться, что когда-нибудь они смогут стать ему ближе, чем просто одноклассники и сокомандники. Это я завсегда. Набить парочку лиц, чем не способ поднять себе настроение. Хинато уже вытащил их на свежий воздух, где собрались все прошедшее в компании своих наставников. Наруто увидел Кушину и замер на месте. Рядом с ней стоял человек, что когда-то обрушил его в пучину отчаяния, а потом оттуда же вытащил. Помог повзрослеть, взглянуть на мир и на людей с другой страны. Внес свою лепту в формирование характера и принципов парня. «Подождите нас за воротами», попросил Узум Аки, освобождаясь из рук девушки. Она непонимающе на него посмотрела, а потом проследила взгляд. Рядом с их наставницей стоял симпатичный мужчина средних лет, но больше всего в глаза бросались его длинные красные волосы. И следующей фразой Наруто подтвердил ее догадку, это личное. «Хорошо», с пониманием кивнул Саски. «Наруто, не мог бы ты подождать меня вместе с ребятами?» Кушина не просила, она утверждала, но была проигнорирована. Синие глаза сына изучали ее собеседника. «О, так это твой?» Улыбнулся Нагата, протягивая парню руку, но тот не пешил отвечать на приветствие. «Очень жаль, что при таких успехах он лишен большего наследия нашей крови. Он никак не относится к нашим отношениям, женщина загородила собой Наруто. И впутывать его не нужно. Будет тебе, Намикадзе, протянул Нагата, словно смакуя фамилию на вкус, твои дети носят нашу кровь, значит, имеют прямое отношение к клану. То, что ты его опозорила сначала своим побегом, а потом смена имени, не значит, что Наруто или твоя дочь разделяют эти взгляды. Кстати, забыл представиться. Нагата, судя по всему, Узумаки, почти прошептал парень. Он так до конца и не смог простить его за убийство Джирайи, пусть опонимал мотивы. Разве мы знакомы? Удивился мужчина. Не здесь и не сейчас, ответил про Узумаки. Наруто, пойми. Такие вещи знать ни к чему. Кулаки парни сжались. Ета думал, что их всех уничтожили, а мама, задолго до этого, еще будучи ребенком, переехала в Канаху. Мой просчет, ничего не скажешь. Только кем же мне приходится Нагата? И кто же он тебе? О, я, по счастливому истечению обстоятельств, твой родной дяди, Нагата изобразил низкий поклон и двоюродный брат твоей матери. Отлично. Я своими руками два раза отправил единственного родственника на тот свет. Это интересно. Ты ненавидишь ее? В маленьком, уютном кафе практически не было посетителей, именно поэтому на него пал выбор. Ненависть, Наруто, это всего лишь слово. Мои чувства трудно передать словами. Нагата прокинула рюмку местной настойки из ореха, которая пришлась ему по вкусу еще много лет назад. И в Канохе ее качество ничуть не изменилось. Когда ты самовольно покидаешь скрытое селение, ты преступник. Когда бросаешь свой клан из-за каких-то юношеских увлечений, это намного хуже. Хочу заметить, что из-за этих, как ты выразился, увлечений появился на свет я, Наруто сделал глоток крепкого черного чая, что приятно согревает по вечерам. Его бы приняли, как своего, если бы он захотел, хмыкнул мужчина, наполняя рюмку. Но ему было проще убедить наивную простачку, разум который был затуманен первой любовью. Кушина никогда не была дурой, просто. Ею легко манипулировать в некоторых ситуациях. Мой отец птица другого полета. Становиться содержанцем явно не в его стиле, парень внимательно смотрел в изумрудные глаза, что были точной копией его матери. И все же ты не ответил на мой вопрос. А ты на мой, улыбнулся Нагата. Откуда ты меня знаешь? Сасари сказал мне найти человека с твоим именем. Если я скажу, что это интуиция и знание некоторых фактов, этого будет достаточно. Не совсем, но лучше, чем ничего. Мужчина подозвал официантку и заказал поесть. Пойми, Наруто, кушен для меня чужой человек после того, что она сделала. Узумаки никогда не переносили предателей, и если бы я следовал обычаим предков, то убил бы ее. Но я этого не сделал, хотя при встрече желание появляется. Говоришь так, будто это просто, голос мальчика притих. Она ведь джинчурики. У всех есть слабые места, и кому, как не узумаки знать, где они расположены. Что сейчас с кланом? Задал самый главный для себя вопрос Наруто. Не думал, что тебя так это интересует, Нагата принялся разрезать кусок мяса, что ему принесли. Точно так же, как я не думал, что ты интересуешься мной, увидев вопросительный взгляд дяди, парень продолжил, да брось это же очевидно. Сасаря, он работает на тебя, скорее просто оказывает некоторые услуги за мою помощь в тяжелые времена. А узумаки? А что с ними? Наруто сушил свою чашку и поставил на стол. Он понимал, что Нагата хочет узнать его, но таким путем? Слишком странный подход, хотя, судя по всему, все его родственники были не совсем нормальными людьми. Вы мы последние. Забавно, приписываешь себя к клану, о котором ничего не знаешь. Мало того, ты даже не похож на узумки, но ты прав, не будь в тебе нашей крови, меня бы здесь не было. И нет, есть еще. Они живут с тобой? Они ушли, усмехнулся Нагата. Его глаза внимательно следили за реакцией собеседника, но твои слова тоже можно воспринимать буквально, на этом континенте мы последние. Как ушли? Почему? Угроза полного уничтожения и рабства со стороны великих деревень. Наш клан уплыл через океан, а моя семья осталась уничтожить то, что не смогли забрать другие. Мы превратили узыши в руины и почти ушли, но наткнулись на засаду. Родители погибли, защищая меня, веселье пропало с лица Нагата, когда он вспомнил прошлое. Как скитался по миру, как познакомился с Канан и Йохико. Как вместе они хотели изменить Амэ, но не все вместе смогли это увидеть. Страны до сих пор косо смотрят друг на друга, думая, что это их сосед разграбил наше острово. Глупо, но это довольно обычно в роли многих людей. Тогда почему остался, а не отправился следом? А ты явно не дурак, как я посмотрю. Вопросы только по сути, минимум воды, которой ты хочешь заболтать меня. Есть вещи, которые знать либо нельзя, либо рано. Ты часом ни на что не намекаешь? Глаза Наруто сузились, а сам он воспылал интересом. Нагата чуть ленив открытую предлагал ему принять его сторону. И это было возможно на правах родной крови. Никакого клейма Нукинина, только не известность. Но менять шило на мыло не было в планах парня. Ты можешь быть полезен не только потому, что в перспективе станешь одним из сильнейших людей мира. Твоя родословная, вот, что для меня важное. Я, к сожалению, не могу иметь наследников, чтобы они продолжили мое дело. А сейчас кровь главной семьи принадлежит тебе и твоей сестре. Нагата выпил еще порцию алкоголя и задумался о чем-то на пару минут, а Наруто не пешил вновь задавать вопросы. Это больно, знаешь, когда я узнал, что твоя мать ничего не рассказывала про узумуки. Наследие предков это все, что у нас есть. Наша сила, наши амбиции, все досталось от них. Попытки прервать это, это неприятно. Теперь понимаешь? Ненавидеть Кушину я не вправе. Потерять к ней уважение, да. И что же меня ждет, если я соглашусь? Кто знает, улыбнулся мужчина, оставляя на столе несколько купюр. Возможно то, что ты жаждешь обрести. Подумай и не спеши с ответом. В любом случае, просто уйти у тебя не получится. А ты я не знаю, пробурчал в ответ Наруто, разглядывая потолок над головой. Спасибо этому долбаному Сасаре. Сильнейшие собрались здесь, чтобы побороться за звоняние Чунина. Команд было много, как из великих селений, так и маленьких. Все они поглядывали друг на друга, изучая, присматриваясь к снаряжению. Запоминая тех, о ком говорили наставники, и кого стоит обходить стороной. Лес смерти внушал трепет своим величием и тишиной. С виду он казался мирным, но каждый, кто хотя бы раз в него заходил, знал, что это место смертельно опасно для любого, кто осмелился потерять бдительность. Быстрая смерть была тут роскошью, потому что чаще она была медленной и мучительной, словно сами местные чудища наслаждались чужими страданиями. Ваша цель эти свитки. Команда получит один и за три дня должна будет добыть второй и добраться до башни в центре леса. Для всех, кто сюда войдет, правил нет. Именно поэтому каждый должен подписать документ об отказе от претензий в сторону Канохи. Матрашянка, второй экзаменатор турнира, говорила громко и внятно, чтобы каждый услышал ее слова и не пропустил их мимо ушей. Она была миловидной женщиной с минимальным количеством одежды на теле. Юбка, майка, сетка и плащ, про который уже ходили легенды. Многие парни буквально пожирали ее глазами, надеясь заметить хоть что-то. Но Наруто интересовало другое. Он слушал внимательно, потому что правила могли легко измениться, но сам все время не отрывал взгляда от воротника инструктора. И был вознагражден. Маленькая татуировка мелькнула на солнце, когда Анка слегка повернула голову, открывая вид на плечо. Для всех это было лишь украшением, но парень знал истинную природу рисунка. Арчимару здесь баловался с природной чакрой, не имея возможности обучиться ее собирать самостоятельно. Скорее всего опять использовал Гена Джу для своей проклятой печати. Хотя, если они еще не были в бегах, то делал это по согласию свыше. Еще одна причина не воспылать к тебе любовью, папочка. Я все понимаю, но позволять кому-то ставить опыты на своих людях. Интересно, Ямато посчастливилось оказаться в числе избранных. Свиток у меня, вот бланки, Хинато успела сходить в палатку, где выдавали необходимый комплект вещей. Я надеюсь, никого не испугала перспектива прогуляться в этом милейшем месте. Давай уж, острячка, Саски выхватил лист и размашисто расписался предложенной ручкой. В своих силах он был уверен. Интересно, какой рекорд по времени прохождения? Чуть больше восьми часов. Наши знаменитые Сайну установили, на автомате ответил Наруто. К этому этапу он готовился и информация это шаг к победе. Но мне кажется, что в этом году его побьют. Но это будем не мы, да. Учхо так и пылал энтузиазмом, зная, как его команда притягивает неприятности на свою голову. С Бьякуганом в этом не будет никаких проблем, вопрос в другом, Хинато осмотрела собравшихся. Многие понимают, что конкуренты им не нужны, и этот этап самый подходящий момент, чтобы отправить соперников домой. А в гробу ее нет, это уже совершенно иная история. Мы туда еще не вошли, а уже нагнетаем, промычал Саски. Он осмотрел Чунина, что должен был их впустить в лес, и вернул внимание товарищам. Может будем мыслить позитивно? Неплохая идея, Саски, Наруто проверил свои подсумки и сжал левое предплечье. Захватил с собой корзинку с фруктами. Я вот уверен, что ухинаты найдется покрывало. Ох, как я могла! Девушка приложила ладони к щекам. Кажется, оставила его дома. Сбегать! Камисома, я ведь еще нигде не грешил. Так за что мне это? Учиха возвел глаза и руки к небу в мольбе, но вместо этого услышал в ответ другое. Наболтались? Тогда Чунин посмотрел на наручные часы. Прошло мучительных секунд сорок и он не прошло и получаса, как лес смерти содрогнулся от пронзительного крика девушки. Хьюга лишь покачала головой, давая понять, что это за пределами ее видимости. Парни молча кивнули, про себя отмечая, что тем лучше. В радиусе километра никого не было. Думаю, нам нужен план, Наруто присел на корень выкорчеванного дерева. Судя по тому, что я знаю, многие попытаются быстрее добраться до башни и тому же поджидать уставших я слышал от брата, что на этом этапе также могут быть сборщики, Хинато вопросительно посмотрела на учхо. Люди со стороны, которые отбирают свитки, а потом их обнивают или продают участникам. Разве Анбу не патрулирует лезь? Девушка массировала виски после длительного использования своего дадюцу. Это как сорняк. Вроде бы ты его вырвал, а небольшой кусок остался в земле и вырос еще больше, пояснил Узумуки. В любом случае у меня пресиживаться в ожидании обессиленных. А у вас? Чертовски согласна. Предлагаю дня два поохотиться, а потом со спокойной душой двигаться к башне. Однако ты кровожадная, оскалился Наруто, поднимаясь. Мне повезло твоему будущему парню. Может он у меня уже есть? Хинато пыталась показаться возмущенной, но покрасневшие щеки выдавали ее с головой. Твой отец к тебе никого на пушечный выстрел не подпускает. Даже я знаю это, Саски подменял девушку, осматривая окрестности Шаринганом. Такого же результата, как Бьякуган, это не давало, но заметить потоки чакры запросто. На десять часов. Три очага. Хинато. Не больше ста метров, не теряя времени, ответила Хьюга. Судя по всему, туман. Скорее всего они о нас знают. Подыграем. С удовольствием, Наруто подвинулся вперед, осматриваясь по сторонам. Минут десять ходьбы вывели их на маленькую поляну, что так напоминало ту, на которой занимался Узумуки. О, нет, мы наткнулись на противника. Трое подростков тумана смотрели на них с расстояния в дюжину метров. Они быстрее, чем я думал. Парень носил маску, что закрывало полица. Его русые волосы торчали коротким ежиком. Главное, что пошли на поводу своей уверенности, вторил ему напарник с острыми, как у акулы, зубами. За это и поплатится. Какой у вас свиток? Крикнул Наруто, надеясь, что можно будет разойтись миром. Но шестое чувство подсказывало об опасности. Хотя какая разница? Итог этой встречи уже решен, правда? Ты прав, не в свитках дело, из-под земли показался первый заговоривший мальчишка, а тот, что стоял сзади него, скрылся из виду в белой дымке. На его месте стоял другой, чью голову украшал протектор молнии. Хотя я не до конца верил, что Бьякуган удастся провести так легко. Значит, объединились, прошептал за спиной Наруто Саски. Это будет немного сложнее. Особенно учитывая, что сюда приближается еще одна команда, также тихо заговорил Хинато. И что-то мне подсказывает, что они сюда не посмотреть идут. Трое на трое, послышался веселый голос Узумуки. От глаз напарников не скрылось, как быстро начал наполняться его чак, а следом за этим вся чакра хлынула в каналы, разгоняясь до колоссальной скорости. Уже сейчас их друг превосходил по количеству внутренней энергии всех генинов на поляне вместе взятых. В смысле? Опишился Саски от услышанных слов и от тех метаморфоз в чужом теле. Против нас три команды нас трое, повернулся к ним Наруто. Его глаза изменились. Радужка стала медной, а белок украсился в черной. И напарники отчетливо увидели в них азарт и предвкушение. Сам парень чувствовал, что что-то изменилось в нем, чего раньше не было. Словно он забыл, как дышать, а потом вновь сумел сделать глоток воздуха и это было незабываемое ощущение. Словно он сам стал природой, силу которой использовал для своего усиления. Словно Наруто усмехнулся. Иошик запокуривал трубку, наблюдая за тем, как тренируется молодняк под присмотром учителя. Он был опытен и стар, уроков не давал, лишь иногда делился советами с теми, кого считал достойным этого. Любой толковый выбор приходил с ошибками, так он думал. А те, кто ищет совета у других, просто боятся причинить себе боль. Но тут он встрепенулся и даже подскочил на лапы, выронив спасти Мунштук. Что-то не так, отец. Ящер, что был так похож на него, тут же оказался рядом, забыв про учеников. Ах ты маленький. Прошелестел довольный Яшикозу, плюхнувшись обратно на подушке. Его раздвоенный язык постоянно скользил по ноздрям. Опять Наруто? Да, Казикура, опять он. Прорвал все-таки свой барьер, паршивец. Итак, что же ты хочешь? Разговор не ладился с самого приветствия. Минато смотрел прямо в изумрудные глаза собеседника, пытаясь прочитать его по эмоциям, но гость был не из числа простых обывателей мира Шиноби. Потомок древнего клана, мало того, как и жена четвертого, наследник главной семьи Узумуки. Один из последних. Один сильнейших. Намикадзе подозревал, что человек перед ним превосходил по силам Кушину, даже если та прибегнет к помощи узников в своем теле. Понимал, что и сам, скорее всего, окажется проигравшим в схватке с ним. Его фирменная техника, полет бога грома, которая прославила Йондо имена весь мир, базировалась на разработках Узумуки. Они же должны были придумать контрмеры в случае утечки информации. И уверенность, что исходила от мужчины, была подтверждением этому. Блефу тут не было места. Наследие моей семьи сейчас в твоих детях, которые насильно были лишены знания о своих корнях. Потерянная кровь, как бы сказал мой отец. Как представитель клана, я хочу, чтобы они знали свою историю. Получили знания, что по праву рождения принадлежат им. Нагата говорил четко и уверенно, зная, куда лучше надавить и как обставить ситуацию в свою пользу. Он был готов к любому исходу этого разговора. Даже самому радикальному. Я хочу подготовить Наруто к принятию регалий главы. Узумаки больше нет, жалкие крохи, что не представляют собой былого величия, губами нато дрогнули от такой наглости, но голос остался ровным. Пусть так, собеседник согласно кивнул, но даже пока один будет ходить по земле, память о нас будет жить. Нельзя просто взять и уничтожить то, что существует столетиями. Ты лукавишь, Нагата, и я это чувствую. Мы с тобой давно не мальчишки, чтобы воспринимать на веру все услышанное. Почему Наруто, а не Кагами? Ваша кровь в ней намного сильнее. В твоих словах есть правда, Нагата позволил себе мимолетную улыбку, что не скрылась от глаз на Микадзе, но девочка уже достаточно сильно извращена вашей волей огня. На что это идеологией и законами. Поведай ей сейчас о корнях, и она скорее выберет свою теплицу, к которой привыкла. В ней действительно намного лучше пробудились гены, но она лишена другого, не менее важного. И чего же позволишь узнать? Хмыкнул четвертый, чувствуя, что его терпение на пределе. Доводить до нервного тика, вот что было главной особенностью всех красноволосых. нестандартного мышления. Узумаки позволил в этот раз себе откровенную ухмылку, талики безумия. Что за чушь? Когда-нибудь спрашивал Кушану, как она стала дженчурики? Или для чего изначально была придумана техника, что прославила тебя? О, да, не стоит сейчас удивляться. Она сделала тебя объектом своего эксперимента. Довольно рациональный подход, не находишь? Это не отменяет темы нашего разговора, жестко отрезал Минато. Наруто Шинаби Канохи, он не может уйти просто потому, что тебе так захотелось. Поэтому я сейчас стою здесь, а не в вашем доме, и говорю с тобой, а не скучанный. Ты же сам видишь, я уверен, что мальчик стремится к другой жизни. И я могу ему ее дать. То есть ты думаешь, что с тобой ему будет лучше, чем здесь, сейчас выказывает признаки недовольства и непокорности. Идея Джерай теперь казалась не такой уж глупой. Браком обязывали человека испокон веков, вопрос стоял лишь в том, как все вставить и правильно разыграть партию, из которой у Наруто не будет выхода. Но он был умен, осторожен, закрыт для других. Минато не сомневался в этом. И пугала другая перспектива. Он уйдет сам, рано или поздно. Бремя Канохи, что ты хочешь возложить на него, ему не нужно. И когда он сделает это, кто знает, сколько людей не увидит следующий рассвет. А ты? Что сможет дать ему ты, Узумаки? Выбор, которого выскушенные его лишили, Нагата склонил голову, намекая на то, что их беседа окончена. А выбор, как ты сам наверное знаешь, это большая роскошь в нашей жизни. Зверьё, падаль, шакалы. В голове крутилось более красноречивые эпитеты, но он старался не отвлекаться на них. Враги наступали, чередуя рукопашный бой, и низкоуравнёвые техники, экономя чакру. Их было двое, ещё пара не давала продохнуть Хинате. Она уже использовала Кытин, о котором когда-то рассказывал ему отец, но после этого её чакра сократилась чуть ли не в половину. Да, девушка смогла вынести одного, самого неосторожного мальчишку, что сейчас валялся на земле переломанной куклой. Но прибегнуть второй раз к этой технике значило Лихюга лишь одно смерть. Шарингон Саски на долю секунды метнулся в сторону Наруто, которого пытались задавить числом с самого начала. Его напарник в самом настоящем смысле бесчинствовал. На предплечье, за которое он держался с самого утра, оказалась печать с пространственным карманом. Оттуда Узумаки в самом начале боя вытащил два изогнутых, подобно крылу клинка. И сейчас орудовал только имя. Ни одной стихийной техники, только Тадзюцу, которая поражала своими ухишерениями. Наруто прыгал, уклонялся и крутился вокруг противников, ни на секунду не задумываясь о последствиях своих действий. Его атаки были непредсказуемы и спонтанны. Такому не обучали, эти движения приходили с опытом. И Саски зел, что это все происходило на инстинктах. Именно поэтому генин из тумана, что заговорил с ними первый, сейчас пытался засунуть обратно в живот своей внутренности. Другой, парень из молнии, что прибыл с командой чуть позже, уже остыл и посинел, Наруто кончиком клинка перерубил ему кадык. И самое страшное, что заставило Учиха на секунду замереть, так эта девушка с отрубленной рукой, что сейчас хныкала и пыталась уползти подальше от места схватки. Не время смотреть по сторонам. Саски ощутил сильный удар по почкам, а следующий достиг его подбородка, вызывая темноту в глазах. Не успела напомниться, как получил мощный пинок в висок. Кровь начала стекать по скуле и срываться за шеворот майки. Саски чувствовал это, но ничего не мог сделать, тело не слушалось. Кира, давай! Белобрызый парень из кума скачил в сторону, давая простор своей напарнице. Райтон, гнев Райджина. Это конец. Затуманенные глаза Саски увидели хинуту, что выскочило перед ним. Он смог также заметить, что еще один ее противник лежит на земле без сознания, а второй выпуская всем телом чакру. Купол получился небольшим, но разряды молнии отскочили от него и полетели в деревья позади, превращая их в труху. Учхо слышал, что хинута что-то кричит, но не мог разобрать слов. В голове стоял гул. Похоже, твоим друзьям конец, парень заблокировал одно лезвие кунаем, а другое пропустил в считанных сантиметрах от своего бедро, но его заблокировали голенью. Свободная с оружием рука тут же хотела оставить врага как минимум без кисти, но тот успел среагировать и разорвать дистанцию. Просто пока не знают об этом. Ты так уверен об этом говоришь, коре глаза парня заметили, что Хьюга села на землю без сил, а позади нее на полусогнутых ногах стоял Учхо. Он дрожал, как осиновый лист, но поднимался, чтобы, скорее всего, принять последний бой в своей жизни. Но они не такие, как мы с тобой. Боятся убить, боятся последствий, а это слабость. Эта брешь погубила многих и многих еще погубит. Тут ты прав, глаза врага расширились на секунду, когда Наруто со всей силы ударил ступней по земле. По ней пошла трещина точно в сторону другой схватки, и парень тут же напал на Узумаки, подозревая, что тот собирался применить технику в спину его товарищей. Их оружие высекло сотни искр, когда столкнулось, но Наруто лишь усмехнулся. Недооценивать соперника это смерть. Кира. Взревел парень, чувствуя подвох. Но девушка не успела обернуться. Датон, шипы. Девочку из кома проткнула каменная пика, понимая, кто сотворил Дюцу. Ублюдок. Я прикончу тебя. Очень сомневаюсь, тело Наруто мгновенно утонуло в земле, а в следующее мгновение он появился сзади. Его ладонь легла на спину парню. Росинган. Из-за арта противника хлынула кровь, а его тело изогнулось в неестественной позе. Он не мог сдвинуться, чувствуя, как внутренности превращаются в кашу. Не мог закричать, потому что боль была настолько сильной, что утонуло в нем им крики. Он продолжал стоять, но был уже мертв. Это не вы загнали льва в ловушку, а он вас покачал головой у зумуки. Медные глаза видели, как двое оставшихся ребят из кома скрылись в лесу, даже не попытавшись добить обессиленных соперников. Природные чакры медленно покинул очаг, а после через кожу растворилась в пространстве. Метаморфозы исчезли, накатила усталость от быстрого темпа боя. Каналы чакры горели после использования двух техник безручных печатей, что направлялись исключительно волей и контролем. И это было непередаваемое ощущение. Ну как ты? Наруто взял на руки Хина то, что еще не пришла в себя. Он осмотрел Саски, а потом тех, кто был добить, вспыхнула в разуме, но тут же и исчезла. В этом не было никакого смысла. Это было Синдюцу. Только и смог выдавить Учхо, падая на пятую точку. Ему нужен был отдых. Вроде того, кивнул Узумаки, но я, почему-то, думал, что первый твой вопрос будет другим. Ты создал техники без печатей, проигнорировал его Брюнет. Шаринга в его глазах потух, но Наруто успел увидеть третьи томы в каждом. Его напарник был готов дать отпор, даже ценой собственной жизни. Так ты заметил. Кто я, по-твоему, такой? Да-да, прости, Узумаки подошел ближе, чтобы Саски мог за него ухватиться и подняться. Нужно было уходить, пока кто-то еще не решил проверить их на прочность. Вставай, Светки принесет мой клон. Почему это было открытие? Кушана стояла в больничной палате, куда приводили всех, кто добрался до башни, на осмотр. Врач рядом с ней что-то писал в бланке, не отрываясь от своего занятия на посетителя. Как они? Спросила она после минутного молчания. Обычное истощение, синяки досадины. Скоро будут лучше прежнего, улыбнулся доктор, подняв глаза на женщину. Хотя вашему сыну это не грозило, судя по всему. Жалоб нет, но каналы расширены из-за большого потока чакры. Где-то он явно переборщил, а может и жизнь себе спас, кто знает. Но такие симптомы не свойственны генинам, хочу заметить. Работать с большими объемами чакры, причем так хорошо, может далеко не каждый чунин. Я должна гордиться. Нахмурилась на Микадзе. Дело ваше, сжав губы, произнес медик, я просто ответил на ваш вопрос. Могу я с ними поговорить? Пусть отдохнут, завтра конец этапа, силы им понадобятся. Наруто слышал этот разговор, но не захотел отвечать на вопросы матери. Главное, что все целы и что они добрались до башни, имея при себе свитки. Слева и справа от него лежали хинутые саски. Оба так же не спали, понимаете, тот парень выжил. Наконец-то заговорила Хьюга, изучая белый потолок. Этот вопрос не давал ей покоя все время. Да какая разница? Он убить тебя хотел, так что нечем тут переживать, пробурчал в ответ саски, повернув к ней голову. Забей и все. Скорее всего, вступил в беседу у Зумаки, он остался жив, но травму не позволили продолжить этап. Он мучился несколько часов, а потом его сожрала какая-нибудь сороконожка. Наруто. Хьюга побелела, представив себе эту картину. Как ты можешь быть таким безмятежным вообще? Кто-то падает замертво, а кто-то идет дальше. Тут все просто, подумав немного, ответил ей парень. Мы много о тебе не знали, признался Учхо. Что за оружие ты использовал? Кукри. Опасная вещь в умелых руках. Ну, вы сами в этом убедились. А печать на руке? Мама подсобила, соврал Наруто, потеряв предплечье, удобная штука. И кто тебя научил ими пользоваться? Не унимался Саски. Я знаю, что твои движения это не просто какой-то стиль. Он подогнан именно под тебя, я видел такое в спаррингах между братом и отцом. Когда используют что-то традиционное необычным способом. Много ты получила, что хотела, Хинато. Хорошую драку со всеми вытекающими. И как себя теперь чувствуешь? Разбита в пух и прах, вздохнула девушка, тоже повернувшись к нему лицом. Не думала, что будет так. А как думала, что мы поставим друг другу пару синяков и разойдемся миром? Поинтересовался Узумуки. Так не бывает, Хинато. Либо ты убиваешь но... Да, но... Она замолчала, пытаясь сформулировать свои мысли и тут неожиданно улыбнулась. В одном уверена точно, везде нужно искать плюсы. Да. Хмыкнул Саски. И какие же... Ты улучшил Шаринган и мы узнали чуть больше про Наруто. А еще... Сколько всего хорошего, продолжал сетовать парень. Я спасла тебе жизнь, весело закончила Хьюго. Черт, а ведь она права. Воскликнул Наруто. Хьюго спасла Учхо. Прикинь, что твои скажут об этом, а? Саски. Заткнитесь. Оба. Скрижет зубов был слышен во всей палате. Зал ни капли не изменился. Площадка для проведения боев была выложена бетонными плитами, по обе стены поднимались балконы для зрителей, а ты была все так же ярко светилась напротив массивного входа в помещение. Но больше всего привлекало внимание скульптура двух ладоней, соединенных вместе, и образующих символ концентрации. Наруто осмотрелся по сторонам, высматривая знакомые лица. И их хватало. Гара, что все время старался находиться между братом и сестрой, сейчас вертел головой, и было непонятно, его интересуют участники или новое место. Шикамару со своей командой был потрепан, видимо, только сегодня смогли добраться. И, судя по всему, они также приняли радушное приветствие от мирных соседей. Узума кихмыкнул, понимая, уж если это трио не вышло победителями, то точно оставили противников в дураках. Киба поглаживал щенка у себя на руках, все время поглядывая на Сакуру. Девочка была бледнее обычного, погруженной в свои мысли. Видимо, она тоже увидела что-то такое, что никак не вписывалось в ее представление был темноволосый парень, взирающий на всех свысока, даже каким-то пренебрежением. Ниджи был предельно собран, на нем, как и на его команде, не виделось следов прохода через лес смерти. Ни усталости, ни порезав с синяками, складывалось ощущение, что они были здесь с самого начала и просто дожидались других участников. Наруто не знал, как сложилась история в этот раз. Был ли Живхизаши, отец мальчика, и был ли сам парень Законах Юга не были распространены среди жителей Канохи, а спрашивать ухинаты, значит вызвать подозрение своей осведомленностью. Я рад приветствовать всех, кому второй этап оказался по плечу. Минато появился перед толпой неожиданно, словно откуда-то пешил. Под его глазами виднелись темные мешки от недосыпа. Он явно в последние дни мало покидал работу, но Узума Кемал волновала это. Он давно знал, что кресло Хакаги не другими. Это бремя, которое медленно и верно высасывает из тебя все соки. Делает твою жизнь монотонной и однообразной. Делает близких тебе людей несчастными. Эта должность не стоила той платы, которую взымалась человека. Здесь, в этой башне, собрались достойнейшие представители своих селений. Глазами Ната устремились на правый балкон, где одиноко стоял красноволосый мужчина. И это заставило щеку Хакаги дернуться, которые доказали свою неверность поставленным задачам. Четвертый увидел, как Нагата подошла к уши и что-то начала говорить. Это мешало сконцентрироваться на своей речи. Он должен был знать о сути разговора, должен был быть уверен, что жена не скажет лишнего или, что могло быть хуже, пообещает. Подавляющее большинство с необходимым терпением слушали речь правителя, но между рядами генинов уже начал гулять шепот. Наруто внимательно следил за отцом и за тем, куда он все время смотрит. За его спиной решалась его судьба, он был в этом уверен. И это заставляло узумаки нервничать. Сейчас он был относительно свободен в своих действиях, но кто знает, что может предпринять его семья для того, чтобы удержать в канухе. Нагата сделал свой ход, даже не дождавшись моего ответа. В принципе, это было предсказуемо, он бы не тащился в такую даль только ради попытки переманить меня. А это уже мне не нравится. Зачем связываться с великим селением ради ребенка, пусть даже он приходится тебе к ровным родственникам. Что-то твой отец уж больно рассеян, хина-то наклонилась к самому уху парня, чтобы никто больше ее не услышал. Может быть, что-то случилось, как можно более неуверенно ответил ей Наруто. Наверное, ты прав. Видок у него не лучший, согласно кивнула девушка, а потом повернула голову в другую сторону. Но больше меня смущают те ребята из облака. Последняя группа из Кума подключился к разговору Саски, как только услышал, что Хакаги вновь заговорил. Думается мне, что они не простили нам своих ребят. Плевать на них, грубо отрезал Наруто, чем вызвал удивление у своих товарищей. Они впервые слышали, чтобы он так относился к кому-то. Третий тур через месяц, вы слышали. А до этого никто из них не осмелится что-то сделать. Но чувство у меня такое, что ты был бы не против, хмыкнул Чиха, но Наруто ничего не ответил. Трое генинов пугали его меньше, чем неизвестное будущее. В следующий раз мы с вами встретимся за два дня до начала последнего этапа. Там мы проведем жеребьевку и объявим результаты полученной таблицы, Минато поклонился и ему ответили тем же 24 человека. Оттачивайте свое мастерство и будьте готовы. Победа любит подготовку. Хакаги исчез в вспышке света, оставляя генинов и их наставников на попечительство своих людей. Сейчас у него были дела поважнее. Поляна освещала солнце, приятно согревая кожу. Природа дышала вокруг жизнью и благоухала. Находиться здесь было приятно, как телу, так и духу. Иошик запокуривал трубку, с интересом рассматривая глаза Наруто. Он молчал уже несколько минут, погруженный в свои мысли. Это было для него весьма занятным зрелищем. Подозреваю, что их цвет отображает стихию, которую ты используешь для своих техник, наконец-то заговорил ящер, стряхивая на землю пепел. Ты говоришь, что направлял симбиоз свой чакры природной в почву, контролируя формирование дюдсо образами в голове? Да, я не сразу почувствовал это. Было необычно, будто я стал частью земли и мог по своему желанию придавать ей любую форму, кивнул изум оки, закрывая о таком. Хм, задумалась рептилия, манштуком почесывая подбородок. Я бы сказал, что даже видел подобное. Были другие? Удивился Наруто, приоткрыв рот. В прошлой жизни ему не доводилось слышать о таких манипуляциях, хотя видел и знал он достаточно много такого, что обычным людям и во сне не придет. Я же говорил тебе, если ты забыл, что давно не виделся ни на подобной силы, прокряхтела Ашиказу. Да, было до тебя еще четыре человека, которые могли проворачивать подобное, но это никак не отображалось на их теле, более того, у них ушли годы, чтобы освоить это в полной мере с одной стихией. Так вы думаете, что ты шагнул куда-то дальше и можешь так же использовать другие? Перебил его ящер с ухмылкой. Да, я так думаю. Земля твоя первая и родная стихия. Скорее всего только на ее подчинение уйдет немало времени. Тело сильно болело после. Да, было чувство, будто провел многочасовой комплекс упражнений. Значит, нужно делать упор на физические нагрузки. Земля уважает силу, она найдет любую, даже самую маленькую брешь, и сокрушит тебя. Без режима отшельника не советую тебе прибегать к этому вообще. Боюсь, твое тело просто не выдержит. Значит, еще воды и воздух задумчиво протянул Наруто. А может... Вперед, кто я такой, чтобы тебя останавливать? Улыбнулся Иошиказа. В конце концов, найду другого такого же занимательного человека. А Лаптимист пробурчал Узумаки, завалившись на спину. Или вам больше нравится реалист? Больше мне нравится, когда ты думаешь головой, а не тем местом, на котором сидишь, проворчал рептилия. Иошиказа вытащил из кармана своей жилетки маленький мешочек и выудил из него когтями щепотку табака. Переизбыток природной энергии в теле меняет его на клеточном уровне. Чаще всего ты превращаешься в животное, у которого обучался. Потом в камень. Но бывали случаи, когда человек просто распадался кровавой лужицей. Ты на 80% состоишь из воды, сам подумай. А ветер? Кто знает? Раскуривая трубку, ответил ящер. Может станешь нематериальным и тебя унесет ветерок. Я много всякого повидал, но все же не всеведущий. Понял, Наруто закинул руки за голову, рассматривая облака. Возможные перспективы удивляли и пугали одновременно, но татемное животное говорило верно, не нужно прыгать выше головы. Последствия этого могли быть самыми плачевными. Тогда вынужден отклоняться, у тебя гости. Легкий хлопок и белую дымку подхватил ветер, рассевая ее по поляне. Узумаки же не поднимался, чтобы узнать, кто решил навестить его. Это мог быть Киоши или Ктатой Санинов, на худой конец. Никого из них он не видел уже почти неделю. Другие просто не знали, где его искать. Вижу, совесть не грызет тебя. Он мог слышать этот голос, но в голову ничего не лезло. А разве есть причины? Он начал впитывать природную чакру. На это ушло не больше пяти секунд, а следом от его собеседника ударила волна гнева. Хорошо скрытого, спрятанного замазкой спокойствия. И тут начало приходить понимание. Кровь двух парней и девушки, сквозь зубы ответил гость, потихоньку давая волю своим чувствам. И еще одна, которую ты отметил до конца жизни, отрезал ей руку. Пускай попробует обратиться в Суну. Может быть какой-нибудь марионеточник сжалится, без эмоций произнес узумуки. На него сейчас давили жаждой крови укорами, которые были не к месту. И это злило. Смеешься. Они не заслужили этого. Они не заслужили, чал Наруто, поднимаясь на ноги. Парень напротив него вздрогнул, заглянув в изменившиеся глаза. Мои друзья. Они хотели их убить. Забрать глаза, как трофей. Принести пользу своему усилению. Что же, теперь они принесут горе своим семьям. Я убью тебя. Темная кожа мальчика хорошо контрастировала с белоснежными короткими волосами. В его черных глазах плескались ненависть и непонимание. Он не понимал, как его друзья, с которыми он весело говорил пару дней назад, теперь лежат в деревянных гробах. Не понимал, почему наставники этих команд ничего не пытаются сделать. Не понимал, почему девочка, которая до приезда сюда искрилась жизнью, сейчас была подобна призраку. Ее опухшие от слез глаза не выходили из головы даже во сне. Из головы не может продолжать покойно жить. Он не понимал, как путь Шиноби, что он избрал для себя, в самом своем начале уже принес ему столько боли. Если встретимся на арене, то у тебя будет шанс, Наруто развернулся к нему спиной и зашагал прочь. В этом разговоре не было смысла. Даже если не там, то я найду тебя. Клянусь. Боюсь тебя разочаровывать, Узумуки замер на месте, покосившись на гости из облака, но когда мы в следующий раз скрестим оружие, ты умрешь. Хината неспешно шагала по коридорам особняка клана Хьюга. Ее тренировка была в самом разгаре, когда служанка просила ее явиться в кабинет главы. Девушка не до конца понимала, что могло произойти, что отец пожелал ее увидеть. Поэтому, быстро приняв душ и сменив одежду, она сразу же направилась к нему. Аккуратно постучав в дверь и услышав разрешение, она вошла. Хиаша сидел за столом, внимательно изучая свиток в своих руках. От глаз Хината не скрылась печать Хакаги, что почти испарилась после вскрытия. И теперь она еще больше не понимала происходящее. Садись, коротко взмахнул ладонью старой Хьюга, указывая на кресло слева от него. «Как твои успехи? Работы еще много, отец, поэтому я не совсем понимаю, зачем нужно было меня отрывать от тренировки», ответила девушка, присаживаясь напротив него. Мужчина не пешил говорить, еще несколько раз прочитав послание. «Скажи, что ты думаешь о Наруто на Микадзе?» Вопрос поставил Хинута в тупик. «Не совсем поняла тебя, папа. Твое мнение о нем, как о человеке Шинобе в целом. Надежный, ответственный, пунктуальный. В перспективе займет кресло Хакаги», тут же затараторила девушка на автомате. «Ее отец не любит голословить. Даже так!» усмехнулся Хиаши, отложив в сторону свиток и внимательно посмотрев на свою старшую дочь. «Он умный и сильный, я лично видела его бой в лесу против четырех противников. Но слишком закрыт для других, старается держаться подальше от людей. Я бы даже сказала, специально отталкивает их. А тебя?» Хиаши следил за реакцией Хинуты, чтобы ничего не упустить из виду. «Я». Она запнулась, пытаясь вспомнить все время, проведенное с Наруто, и сформулировать свой ответ. «Я не знаю. Ты знаешь, что он освоил Синдюцу?» «Да», кивнула девушка, до сих пор не в силах забыть те черные глаза с медной радужкой. «А ты знаешь, как зовут его мать?» Кушану на Микадзе. Сейчас, да, но раньше она была у Зумаки, зрачки Хинуты слегка расширились. Она когда-то читала про них в клановой библиотеке, но также там было сказано, что у Зумаки были уничтожены во время Третьей войны. «Вижу, что фамилия эта тебе знакома». «Да». Сомневаюсь, что в наших записях это есть, но раньше многие кланы хотели заручиться поддержкой у Зумаки, решил копнуть немного истории Хиаши. Девушка хотела задать вопрос, но вовремя остановила себя. «Их кровь, Хинута, очень сильна». У Зумаки были известны своей сильной чакрой и долголетием. Есть и другие моменты, но они не столь важны. «Ты понимаешь, зачем я это говорю?» «Не совсем», осторожно ответила она. Наруто полукровка, но ген Узумаки так силен, что не обошел его стороной. И этому есть яркое доказательство Синдюцу. Без сильной чакры этим искусством не овладеть, иначе бы синины были бы сплошь и рядом, Хиаши скрестил пальцы на столе. Недавно в Канаху явился выживший брат Кушины, он хочет забрать Наруто с собой. «Как забрать? Куда?» Подскочила Хинута, чем вызвала улыбку у своего отца. «Прости. Не важно куда, не важно зачем. Ты ведь сама видишь, что в перспективе Наруто станет очень влиятельным человеком, как в Канахе, так и стране огня. Но это при условии, что он останется здесь. Теперь понимаешь? Я неожиданная мысль вспыхнула в голове Хинуты, подобно молнии. Свадьба. Законы запрещают нам браки на стороне, и я не хочу насильно заставлять тебя, но глаза Хиаши сузились, подумая о тех перспективах, которые в итоге получишь ты сама и твои дети. Но здесь же не только это, выдохнула девушка, начиная осознавать всю картину в целом. Умна, молодец. Да, этот брак даст привилегии клану в целом. Даже если я соглашусь, то что скажет сам Наруто? Уже серьезно спросил у Хьюга. Действительно хороший вопрос, кивнул глава клана, но он целиком и полностью зависит от тебя. От меня? Брови Хинуты поползли вверх от удивления. Если ты хочешь, если он тебе нужен, то сделай все, чтобы привязать парня к себе. Хиаши прикрыл веки и шумно вдохнул. В ином случае, боюсь, Наруто покинет Каноху. Помещение было мрачным, и лишь над операционным столом светила лампа. На стеллажах стояли банки с растворами, в которых плавали органы и другие вещи, что вызывали сомнения в своем происхождении. Это место походило на типичную лабораторию сумасшедшего маньяка, но, тем не менее, находилась по соседству с моргом в центральной больнице Канохе. Слухи о человеке, что проводил здесь много времени, были самыми невероятными, но Наруто, который сейчас стоял над трупом мужчины, знал, все небылицы были лишь отголосками истины происходящего. Анатомия, дружок, это одна из самых важных дисциплин в искусстве Шиноби. Если ты не знаешь, куда надавить, чтобы сломать человека, то ты не более, чем просто дикарь, называющий себя воином, а Рачимару стоял рядом и держал в руках открытую книгу личного авторства. Как оказалось, он был писателем не менее знаменитым, чем Джирайя. Правда, их труды ценились за слишком разное содержание. Я покажу и объясню сегодня тебе пять точек на этом теле, которые стоит использовать в контактном бою. Шиноби не так часто переходит в столь тесное столкновение, размышлял вслух у Зумуки. Ты прав, но жизнь что-то капризная, кивнул Рачимару и погрузился в свои мысли. Вот помню был случай у меня, когда чакра практически кончилась. Снаряжение тоже. Такая же ситуация у врага. И пошли мы друг на друга с голыми кулаками. И кто победил? Листая точно такой же учебник, поинтересовался Наруто. Я, хмыкнул ученый. В первые же секунды сломал ему лучевую кость. Мгновений его замешательствам не хватило, чтобы повторить то же с голенью. А потом завершил все простым, но действенным, приемом удар ребром ладони в кадык. Наруто слегка повернул голову, делая вид, что рассматривает содержимое полок, а сам еле сдерживал смех. Арчимару свои слова подкреплял движениями в воздухе, и было довольно забавно смотреть, как он отрабатывает несколько раз последнюю технику. Многие шиноби просто не знают, что делать, когда наступают подобные ситуации. Этому не учат в академии, этому учат опыт и жизнь, Арчимару стянул простыню с трупа, оголяя его. Потом создал теневого клона. Смотри и запоминай. Через три дня покажешь результат, и еще расскажешь мне про акупунктуру. Джирай раскинул могучие руки вдоль бортика горячего источника и откинул голову, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Его клон, что наблюдал за женской половиной бани, создавал нового, а сам исчезал, передавая воспоминания оригиналу, поэтому с лица мужчины не сходила похабная улыбка. Синдюцу, парень, очень древнее искусство. Поговаривают, что первым отшельником был сам Рикуда, именно поэтому его так и называют, но я считаю, что это все бред. Если засуществовал этот прародитель Ниндюцу, то ему явно хватало силы без природной чакры, Джирайя приоткрыл один глаз и посмотрел на Наруто. А ты как думаешь? Ринниган, сильнейшая чакра, кровь Асуцуки. Конечно, ему было до лампочки. Сколько людей, столько мнений. История меня не сильно интересует. Тогда спрашивай. Скажу честно, учитель из меня никакой. Вот опытом поделиться или советом это запросто. Синдюцу меня не интересует. Все, что надо, я узнаю от призыва. Узумаки сидел, опустив в воду только ноги. Он был здесь не ради сбора информации. Техники Датона. Пошел в малышку кушать. Улыбнулся Синин. Почему бы тогда не попросить ее? Потому что вы пришли ко мне, а не она, проворчал парень. Это же было очевидно. Мужик перед ним не был тупым, просто косил под овощ специально. Такой уж стиль избрал для себя один из легендарной тройки. Это верно. Так ты хочешь, чтобы я показал тебе парочку техник Датона перед финалом? Нет, вы не поняли меня. Наруто скрестил пальцы и купальню заполнили хлопки, а после Джерайи увидел еще пятерых блондинов помимо оригинала. Я хочу знать о Датоне все. Тогда тебе понадобится больше мозгов, усмехнулся Отшельник, окидывая взглядом клонов. Датон это простая, я бы даже сказал, прямолинейная стихия, и именно поэтому самое тяжелое в освоении. Мастеров можно будет по пальцам пересчитать даже в камне. Я никогда не ищу легких путей, а скалился у Зумуки и рядом с ним появилось еще пять копий. Он знал, что потом голова будет болеть и информацию придется разгребать еще неделю, но это было необходимо. Руки Цунади перестали излучать мягкий зеленый свет и она отошла, присаживаясь в кресло. Ты здоров, как бык. Не знаю, из-за синдюцу это или крови у Зумуки, но ты многим дашь фору, она развернулась и сделала пометку в личном деле парня. Учить тебя Ильен Дюцу я не буду. Не твое это, потому что много времени забирает. А ты у нас главная ударная сила, не иначе. Чем же мы тогда займемся? Как можно более удивленно спросил Наруто, надевая майку. Женщина напротив него сузила глаза, а потом как-то странно улыбнулась, не предвещая ничего хорошего. Травы, растворы, пилюли, целебные мази, она на мгновение замолчала, яды. Но начнем мы с методов борьбы против Ильонинов. Интересно, понимающий кивнул у Зумуки. Он собственными глазами видел, что может творить опытный медик, которого вынудили принять бой. Разнообразные методы борьбы при помощи токсинов, атаки, направленные на повреждения внутренних органов и мышц. Эти ребята знали свое дело и били наверняка. Одно из самых важных умений Ильонинов это нарушение сигналов, которые посылает мозг, как команды, к телу. Цунади настолько быстро оказалась позади у Зумуки, что тот даже не успел ничего понять. Указательный и средний палец Синджу ярко светились зеленым и она аккуратно ткнула ими в район хребта, где он соединялся с черепом. Наруто будто ударило током, а когда он захотел повернуть голову, с ужасом понял, что шевелит правой ступней. Степень поражения зависит от опыта медика и количества чакры, что он задействует. Многие используют это, но немногие могут, к примеру, сделать такое. Она надавила сильнее, но в этот раз где-то между между лопаток. Узумуки отдал ледяной водой, а следом тело съехало с кушетки на пол. Он не мог говорить или шевелиться вообще, а через пару секунд удивление понял, что даже легкие перестали работать. Он захрипел, и женщина поспешила исправить содеянное. Назовем это полным параличом, со всеми вытекающими в виде полной остановки жизнедеятельности, Цунади вернулась на свое место, дожидаясь, пока мальчик придет в норму. «Вы страшная женщина», — Цунади хими, промычал Наруто, как только смог залезть обратно на кушетку. «Боюсь даже представить, как нелегко мужчинам вам отказывать». «Язвишь!» — прищурилась она. «Значит готов к продолжению». «А!» Узумаки начал крутить головой в поисках пути отхода. «Я понял суть, не нужно попадать под руку Ирионину». «Мальчик мой», — мило улыбнулась Синджу, поднимаясь, пока ты не научишься действовать при нарушении импульсом так же эффективно, как и без этих повреждений, мы будем повторять это снова и снова. «Хотите сказать, что можно в пылу сражений разобраться, как и самое главное, за что отвечает каждое движение? Мне нужно не более десяти секунд, чтобы вернуться в строй», — хмыкнула она. «Специально натаскивая себя, спустя время ты уже на подсознательном уровне понимаешь, что нужно делать. Это будет?» — глаз Наруто задергался от взгляда Цунади. «Интересно». Саски стоял на мостике возле озерца, отрабатывая огненный шар. Мысли беспорядочно крутились у него в голове, не давая сконцентрироваться на тренировке. Я всегда знал, что он не так прост, но не думал, что нахожусь в роли отстающего. Мне нечего ему противопоставить в бою, я уверен, а то, с какой жестокостью и безразличием он тогда убивал. Когда Наруто успел стать... Шиноби. Новая серия печати и глубокий вздох превратились в струю пламени, что быстро приобретало округлую форму. Но шар выходил не таким сильным, как обычно, Учхо чувствовал это. «Слишком много чакры тратишь в пустою. Слишком сильно на чем-то зациклен». При этом, голос позади заставил Саски встрепенуться. Он быстро повернул голову и увидел того, кого не ожидал. «Когда создаешь техники, ты должен от начала и до самого конца быть концентрирован на результате, иначе будет получаться то, что ты имеешь сейчас». «Брат», — Учхо почтительно кивнул родственнику, — «что ты здесь делаешь?» «Очевидно, разговариваю с тобой», — Итачи прикрыл глаза и улыбнулся. «Да, точно», — рассеянно ответил Саски. «Просто... что-то не дает тебе покоя». Итачи подошел ближе, поравнявшись с младшим братом. «Или кто-то?» «Завидовать плохо, Нейсон». «Не знаю», — честно ответил парень, — «но я завидую многим». «Ты?» — вздрогнул Саски, неверящий смотря на брата. «Но... ты сильный, я знаю. У тебя есть то, о чем многие мечтают. И, тем не менее, у меня нет самых простых вещей, которыми обладают другие». Итачи говорил это с легкой улыбкой, но слова его были пропитаны тоской. Он видел, что его брат не понимает, о чем речь, но ему и не нужно было знать о тех трудностях, что подкидывает судьба. Старший очиху хотел бы все бросить, но понимал, что тогда его бремя ляжет на плечи Саски. А он слишком любил его, чтобы так поступать. «Не нужно думать, что ты хуже других только потому, что они в чем-то лучше», — неожиданно перевел тему Итачи. «Не оборачивайся по сторонам, когда должен смотреть только вперед. Твой потенциал еще не раскрыт, а он у тебя большой. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Правда?» Заулыбался Саски, чувствую, как на сердце стало легче. «Правда», — Итачи потрепал брата по волосам. «Посидишь со мной еще немного, Нейсон». Учиха посмотрел куда-то в сторону заходящего солнца. Его время было расписано буквально по минутам. Он разделял дело отца со службой в Анбу, иногда не ночуя дома неделями. Работа и обязанности делали из него человека, которым он никогда не был. Итачи скучал за семьей, но ничего не мог поделать, он держал лицо за свой клан. Он был его будущим. «Покажи мне, чему ты научился за это время». Что же, в конце концов, его дела никуда не денутся, а вот старания, болтовня и улыбка брата. Эти вещи стоили того, чтобы ценить каждое их мгновение больше жизни. Шумная компания собралась в кафе, привлекая к себе внимание всех посетителей. Их заливистой смеха шушуканье было наполнено интригой и тайнами, что посторонним никогда неведомо узнать. Да и понять бы их смогла только девушка. Так вы познакомились в лесу. Инна подперла тыльной стороны ладони аккуратный подбородок, внимательно слушая историю. Ага, Сакура все время поглядывала в сторону десерта, но держала себя в руках из-за диеты. Как она могла понравиться Саске, если будет ломать под собой ветки при ходьбе верхними путями? В самый последний момент, когда мы уже думали, что нам конец. Харуна замолчала, вспоминая, как гад Сугакеба разорвала одного парня пополам, с головы до ног заливая от его кровью. Но он не дрогнул, а до конца защищал свою команду на пару с шина. «Ну, ты преувеличиваешь», — толкнула ее в бок Тентин, видя, что подруга оказалась в плену воспоминаний. «Вы там сами почти справились, просто мы решили, что четверо против троих не совсем честно. Все равно...» — возмутилась Сакура. «Благодаря вам мы остались живы». «Нам тоже не повезло», — пролила свет на правду Иманука. Команды из камня и тумана напали. «Ох, видели бы вы, как тогда оживился Шакамару!» «И что случилось?» — выдохнула Тентин, приблизительно зная, на что способна та или иная команда последних выпусков. И она знала от Мэджи, что построение Ино Шикачева — это старая связка кланов, которая специализировалась на уничтожении одиночных целей. Захват разума, контроль тенями и уничтожение при помощи техника Комича. «Шакамару приказал нам уходить», — пожала плечами Ино. «Я знаю, что он умный. Может просчитать ход боя на много шагов вперед, но такая...» «Отвага!» — подключилась Хината, которая до этого молчала. «Даже такой лентяй понимает, что лучше пожертвовать одним, вместо того, чтобы погибли все». «Уж больно ты враждебно настроена», — хмыкнула Тентин, выпивая свой сок. «Экзамен, конечно, не прогулка, но не думаю, что дошло бы до убийства ради убийства». Мэджи рассказывал, как легко вы прошли, одними губами улыбнулась Хьюга. «Вышли на полянку, а там Киба, Шина и Сакура защищаются». Ударили в спину и у одной из команд нужный вам свиток. «Красота! На что это ты намекаешь?» Прошипела Токахише, сжав кулачки. Вечер начинался куда более приятно. «Я не говорю, что вам повезло и вы слабаки, но и с трудностями не столкнулись», — Хината осмотрела всех присутствующих. «На нас охотились, это очевидно. Так что же случилось с вами?» Голубые глаза и мы с интересом изучали задумчивое лицо Хьюга. Две команды из Кума, одна из Кири, на конец-то ответила девушка. Шли цвенаправленно, знали, за кем. «И зачем, тоже, думаю, знали. С тобой ведь был Саски-кон», — протянула Харуна, мечтая оказаться на месте Хинаты. И Наруто, со странной улыбкой добавила Яманука. От отца до нее доходили некоторые слухи и она приблизительно знала, что многие сплетни по поводу расстановки сил в этой команде далеко не верны. Знала и понимала, что влезть в такой клан, как Очиха, будет практически невозможно, а вот сын Хакаги. Инаичи в последнее время недвусмысленно намекал, что дочери нужно преследовать более приземленные цели, которые, к тому же, могут иметь огромные перспективы. «Слухами земля полнится», — вспомнила его слова Ина. Наруто, да, оживилась Тентин, словно забыв о прошлой теме, «Что он за фрукт такой?» «Вроде и сын Хакаги-сама, а ничем таким не выделяется». Он. Хината видела, как посмотрела на нее Яманука пару секунд назад, произнося имя друга, и это ей не понравилось. Хороший парень, одним словом. И все. Разочарованно протянула Такахиша. Я ждала больше подробностей. С ним в команде очиха и Хьюга, ему просто не повезло на нашем фоне, пожала плечами девушка. «Да, знакома», — кисло протянула Тентин. «Ты сильная». Поддержала ее Сокура. «Я же видела тогда». «Спасибо, конечно, но мой бой рассчитан на средние дистанции, в то время, как на Джи или специалисты в Тайдюцу. Часто приходится отсиживаться в стороне». Что ж, уже поздновато, Ина видела, как персонал начал убирать со столов и пора и честь знать. «Да, ты права», — Хината взглянула на часы, что висели на стене. «Они показывали без десяти восемь». Рада была увидеться. «А давайте, как только все вышли на улицу», — заговорила Иманука, «в следующий раз соберемся командами». «К примеру, перед началом третьего тура». «Неплохая идея, но не думаю, что Ниджо согласится», — нахмурилась Тентин, вспоминая, насколько асоциален ее напарник. «Так у нас есть Хината, чтобы такие вопросы решать». «Не так ли, Хината?» Хьюга задумалась о чем-то своем, мельком поглядывая на Ина. «Хината!» — повторила Сакура. «Да, я обязательно с ним поговорю». Трое старых друзей собрались в тихом баре, который облюбовали еще в молодости. На них никто не обращал внимания, потому что посетителей не было, лишь одинокий бармен, бесконечно протирающий стаканы. Мало кто знал, что это место принадлежит им и находится под защитой всевозможных печатей и барьеров от особо пытливых глаз и ушей. «Что думаете?» «Свалят, как пить дать». Джирайя поставил на стол пустой бокал, который осушил одним подходом. «Очевидные вещи можешь оставить для своей макулатуры», — прошипел Арачимару. «Цунади. Если хочешь знать, то ему нельзя доверять. По крайней мере, пока. Уж прости, но он изворотлив, как ты в молодости. Что ты — такой комплимент для моей творческой натуры», — усмехнулся он, потягивая из пиала саки. Еще этот Нагата вылез. Не сиделось ему в амэ. «Что говорит твоя пташка, Джирайя?» Нагата вербует людей и собирает информацию о вскрытых селениях. «Для чего?» «Вот это хороший вопрос. Хочет отомстить за Узумаки?» Выдвинула свою теорию Цунади. «Это очень запутанная история», — проговорил Арачимару. «Много дыр, которые нечем заткнуть. Кто, как, когда. Ничего неизвестно. Здесь что-то другое. В любом случае ему нужен мальчик для каких-то целей». Весь этот треп проклан пыль в глаза, кивнул Джирайя, протягивая руку ко второму бокалу, но под строгим взглядом Цунади, передумал. «Нужно что-то решать, иначе ситуация станет критичной. Пусть пока бегает, Арачимару поднялся из-за стола, под нашим присмотром. А там видно будет. Никогда не думала, что ты приверженец спонтранных решений», — Цунади внимательно смотрела в его желтые, хищные глаза. «Импровизация — это часть нашей жизни. Без нее было бы скучно. Да и план имеет свойство разрушаться из-за мелочей. Пару лет назад мы даже не думали, что захотим использовать Наруто в своих целях. Так что, мужчина поклонился и направился к выходу, а Синджу посмотрела на Джирайю и улыбнулась. Ночь обещала быть длинной и интересной. Кноха преобразилась. На улицах стало больше людей, и, в связи с этим, был наплыв торговцев со всевозможными товарами из разных уголков света. Селение украшали и доводили чуть ли не до блеска каждой из закоулок. Все должно было быть идеально в преддверии финального тура экзамена Чунина. Многие миссии откладывали на потом, чтобы сосредоточить как можно больше шин обе деревни ради поддержания порядка, ведь иногда даже полиция под руководством Учиха не могла полностью обеспечить безопасность от краше простого пьяного дебоша перед таким событием. Лист был обязан впечатлить приезжих своей защищенностью и гостеприимством. Трудно поверить, что это военный орган страны. Больше похоже на туристический городок. Нагата неспешно шагал по улицам, ловя на себя заинтересованные взгляды. Слухи распространялись очень быстро, и сейчас трудно было встретить человека, который бы не знал, кем мужчина приходится жене Хакаги. Меньше были в курсе о происхождении узумаки, но эти крупицы относились только к шинобе, что смогли застать процветающие узуши. Когда-то о народе красноволосых ходили легенды, теперь же они были лишь блеклыми тенями прошлой славы. Такова была судьба любого клана, сметенного распрями скрытых селений. Мгновений, Нагата посмотрел на свою спутницу с насмешкой, всего секунду я пытался поставить себя на твое место. И даже этой крупицы мне хватило, чтобы сделать выбор не в пользу залетного мальчишки. Я была молода. Кушана не могла смотреть в глаза брату, чувствуя стыд перед ним и теми отголосками теней за его спиной, что раньше звались узумаки. Женщина постоянно пыталась теребить левую мочку уха, где была серьга, инкрустированная ярким изумрудом. Но сразу же отдергивала руку, вспоминая о том, кто сделал ей этот подарок. Сердце зажимало в тиски, а все мысли из головы улетучивались. И лишь одна из них пульсировала в сознании. И счастлива. Нагата отвела от нее взгляд, осмотрев детскую площадку, где сейчас резвилась ребятня. Будущие листа. Будущие машины, что по приказу будут убивать и подвергать огню неугодных. Будущее, которого он сам был лишен, и никакие дьюцы не могли это исправить. Он не подал виду, по зависть к сестре окутывала его душу. Любимый муж, дом, дети. У него ничего этого не было, только место, которое он по насмешке судьбы называл домом. Женщина, что видела в нем лишь замену. Десятки и сотни обездоленных, которых он считал своей семьей. Своими детьми. Даже сейчас. Гордость не позволяла ему показывать свои терзания. Здесь он был обвинителем, и никакие мимолетные слабости не должны были сделать из него жертву обстоятельств. Кушанна наконец-то набралась смелости и заглянула в такие родные глаза, что помнила долгие годы после своей выходки. С ним она росла, делила свои горести и радости. Была сама собой, потому что скрывать что-то было просто бессмысленно. Да. Но в жизни наступают моменты, когда даже самые родные люди должны впервые услышать твою ложь. Ты никогда не умела врать, Кушанна. Даже годы тебя не научили этому. Нагата впервые за все время позволил себе добродушную улыбку, чем вызвал удивление у сестры. Почему ты не хочешь отпустить Наруто? Он мое дитя, нахмурилась она, это естественно. Ты не сможешь удержать его. Или тебе легче от мысли, что он может погибнуть за страну и веру, что чужды ему. Это его дом. Был, есть и будет. Место, где ему всегда будут рады. Ты так уверенно об этом говоришь, будто сама веришь в свои слова. Узумаки остановился, завидев впереди толпу генинов, что крутились возле входа в кафе, но не спешили заходить. Но. Вслед за тьмой наступает новый рассвет. Что? Брови женщины поползли вверх. Что ты хочешь этим сказать? Подумай над моими словами. Кушина, Нагата свернул на другую улицу, не желая своим видом тревожить мысли племянника, что сейчас был в кругу друзей. Ибо колесо судьбы уже начало свое движение. Все они были такими разными и непохожими. Смотрели на мир с разных сторон, искали в нем свои плюсы и минусы. Но сейчас их всех объединило одно событие – экзамен Чунина. Три команды генинов, представители разных кланов и семей, пытались весело проводить время, даже несмотря на некоторых из них, что старались воздержаться от заражения всеобщим задорным огнем простого общения. Я категорически отказываюсь платить за этого. Сакуру вовремя кольнули локтем в бок, чтобы она не закончила свою фразу необдуманными словами. «Чоуджи! Будет тебе!» – лениво протянул Шикамару, съехавшую на диване чуть ли не до пола. Лишь его голова торчала над столом. «Неужели ты сейчас думаешь о таких вещах?» «Точно, Сакура, никогда не думала, что ты такая скряга», – поддержал товарища Инна, что сидела по левую руку от Наруто и с каждой минутой мастилась все ближе, как бы невзначай. Хотя, места на самом деле было маловато для десятерых. «Ну, любит человек поесть. Никто же не виноват, что ты мучаешь себя диетами в погоне за мнимыми идеальными формами для Кэква». Харуна моментально изменилась в цвете лица, не зная, куда деть взгляд. Некоторые тихонько захихикали, наблюдая метание девушки. «А сама?» Вдруг вскрикнула Сакура, тысячи пальцем в Яману-ка. «Сама ты тоже самое делаешь». Я поняла, что это все было временно, еще один сантиметр был позади бедром и она почувствовала тепло чужого тела, так что теперь ты гордо можешь объявить себя победительницей в нашей гонке. И в чем была ее суть? Равнодушно спросил Мэджи. Причем очень сильно, чем смутил Тентин. Она тут же нагнулась к нему и зашептала на ухо, чтобы не углубляться в такую личную тему. Как глупо. Саски, который до этого обреченно прятал лицо в ладонях, сейчас встрепенулся и уставился на Хьюго, видев в нем одинокий огонек среди непроглядной тьмы. Родную душу, брата по рожью и мыслям. Вот. Хоть один человек меня понимает, распрямился Учхо, гордо всматриваясь в лица товарищей. Красноглазый, чего ты жалуешься? Хинато, что сидела по правую руку от Наруто, развернулась и пододвинулась близко настолько, что ее горячее дыхание обожгло бледную кожу. Саски будто ударила током. Он подскочил на месте, сильно ударившись ногами о столешницу, отчего вся утварь на столе пошла ходуном. Узумаки, Акимичи и Ли, которые наедали животы, недовольно загудели, пытаясь что-то сказать с набитыми ртами. Похоже, понимали друг друга только они сами. «Если боишься девушек, то так и скажи. Не нужно обвинять нас в чем-то другом. Он вас не боится», — заговорил Наруто, который закончил жевать. Его синие глаза из насмешкой смотрели на друга, что открыл рот и не знал, что сказать, «Просто вы ему не нравитесь». «В смысле?» — ожирился Рок, откинувшись на спину дивана и поглаживая выступившее брюшко. «Неужели?» — ахнула Тентин. «Да», — протянул Узумаки, улыбаясь во весь рот. «Нашучиха просто специалист другого профиля». «Ты, ты», — начал возмущенно задыхаться Саске. «Даже осел на место, чувствуя, как земля уходит из-под ног». «Я убью тебя, придурок!» «Да шучу я!» Наруто отпрянул в сторону, прямо на колени Кана, уходя от загребущих рук напарника. Девушка сначала охнула, а потом зарделась. Ее руки легли на грудь парня, не давая ей тому подняться, а губа разрезала слабую хмылку. «Ай, полежи, а то он тебя придушит», — закрыв глазами и мило улыбнувшись, посоветовала она, видя, как Химота пытается усадить Учиха на место, ибо тот уже лез к ней на голову, лишь бы достать обидчика. Компания весело смеялась, наблюдая эту сцену, и только Сакура с подозрением смотрела на лучшую подругу, которая не хотела выпускать из своих рук сына Хакаги. Что-то в ее мимике и взгляде было такое, недружеское. Словно она хотела загипнотизировать парня, приковать его внимание к себе любыми средствами. Но это продлилось недолго. Химота, наконец-то успокоив Саски, повернулась к столу и замерла, увидев развернувшуюся картину. Она уже было дернулась в сторону, чтобы стереть с лица и манок и довольную улыбку, но вовремя остановилась под пристальным взглядом серых глаз брата. Он смотрел внимательно, не моргая, не отвлекаясь на других. Будто выжидал, только просил повода поступить необдуманно, чтобы заставить действовать. И она это прекрасно понимала. Ниджи был ее телохранителем на таких вот посиделках. Он должен был держать лицо за клан и не позволять его наследнице поступать необдуманно. Наруто, веди себя прилично, прошипела Хьюго, пытаясь сохранить на лице безразличий, но сжатые до бела кулачки выдавали ее с головой. Ты, сын Хакаги. Боги, промычал Узумаки, присаживаясь на место, могла бы не напоминать об этом. Поведение Инна, странная химота. Наруто быстро сложил в голове получившийся пазл. Только вот если он мог понять мотивы первой, то почему раньше не замечал действий со стороны второй? Все ниточки вели к креслу его отца, этого бы не понял только полный дурак. Узумаки покосился на Хьюго, что смотрела в точку перед собой. Она не выдавала своих эмоций, но блондин слишком хорошо знал девушку еще по прошлой жизни. Подергивающийся кистерок, забавная ямочка на щеке. Если знать, куда смотреть, можно легко прочитать человека и понять, что у него на уме. Напарница злилась, причем очень сильно. И чувство того, что он стал предметом торгов, сильнее окутали Наруто. Отец вряд ли бы принял решение породниться с Яманока, клан был малочисленным, да и влиянием особо не обладал. Но вот Хьюго. Отношения с Учху могли испортиться, но у него в запасе был еще один расходник — Кагами. Сжав зубы, Узумаки всего на секунду потерял контроль над чекрой, но и этого хватило, чтобы остальные с опаской покосились на него. «Эй, Наруто, ты чего?» Шикамару вынырнул из-за стола. С его лица слетел сон и усталость от всего и вся. «Простите, виноват и потупился парень, вставая из-за стола». Быстрый жест концентрации и с хлопком на его место плюхнулась обескураженная Сакура, которая сидела на краю стола и могла спокойно выйти. «Я лучше пойду». Он даже не попрощался, просто направился к выходу, оставляя знакомых в смятении. Лишнеджи ничего не выражал, все так же наблюдая за химотой. Одинокая луна ярко освещала поляну, которая погрузилась в дрему. Лишь тихое пение сверчков нарушало сложившуюся тишину. Земля была теплой, приятной на ощупь, согревала тело и дарила умиротворение. Идти никуда не хотелось, мысли из хаотичного потока выстраивались в ровную линию. Это было необходимо, это было приятно. Наруто закинул руки за голову, наслаждаясь мирно плывущими по черному небу облаками. Его глаза были полуперекрыты, но спать не хотелось. Желание оттянуть наступление завтрашнего дня охватило его. Он не хотел идти на распределение, не хотел драться на потеху толпе. Хотел лишь, чтобы люди забыли про его существование хотя бы на один день. «Шенигами, я оценил твою иронию», — улыбнулся Узумуки. «Урок мне на будущее, что твои слова не нужно воспринимать буквально». Та встреча, тот страх, Наруто не мог забыть, даже если бы ему стерли память. Такое сильное впечатление он испытал, что их разговор был выжжен у него в сознании. Прокручивая его не один раз за то время, что парень пребывал в этом мире, он пытался понять истинный смысл всего сказанного. Найти подвох, понять обман. Бесплатный сыр только в мышеловке, — так учил его Джирайя. И жизнь после войны лишь подкрепляла эту фразу фактами. Ничего и никогда не бывает просто так, и свою цену он еще не оплатил в полной мере. Шенигами умел ждать, в этом Наруто был уверен, но также он знал, что иногда судьбу можно поторопить. «Надеюсь, у тебя есть веская причина», — сходу заговорил Яшиказу, которого призвали прямо из постели. Ящер был одет в черную шелковую пижаму. Наруто. Рептилия замерла, внимательно всматриваясь в бездонные синие глаза, что сейчас, при свете луны, казались беспросветным омутом. Дитя перед ним было погружено в свои мысли, отчего взгляд его был пустым. И это пугало, заставляло Яшиказу волноваться. «Вы ведь знаете, правда?» — неожиданно спросил Узумуки спустя пару минут. Он моргнул и заглянул в глаза Ящеру. «Хм, глава клана прошелся раздвоенным языком по морде, зависит от того, о чем именно ты толкуешь». «О себе», — грустно усмехнулся Наруто. «О моем прошлом». «Ба!» — крякнула рептилия, падая на мощный хвост. «И чего это тебя прижало именно сейчас?» «Это не ответ на мой вопрос», — жестко отрезал парень. «Вы знаете, заблудшая душа». Отмеченной печати смерти, хмыкнула Шиказу. «Сейчас он хотел закурить, как никогда». «Герой войны, избранный, наследник Рикуда. Мне продолжать?» «Почему же играли роль?» Без обиды спросил Узумуки, потому что обвинять в тотемное животное он не имел никакого права. Он не говорил, а ящер делал вид, что все в порядке вещей. «Потому что ты правильно сказал, это прошлое». «А иногда, ради себя и ради других, нужно забыть о нем». «Не теребить старые раны, не тешить себя надеждами». «Но вы же как-то узнали?» «Если объяснить на пальцах, то домены призывов находятся вне пространства и времени, и Ашиказу сорвал травинку и принялся ее жевать. Поэтому и время протекает в них по-разному. И не нужно меня спрашивать про миры, параллельные реальности и тому подобное. Я — рептилия, а не творец мироздания. Чисто теоретически получается, что у вас может быть два контракта с одним и тем же человеком?» — поинтересовался Наруто. «Хороший вопрос», — оскалился ящер, «но я не обязан отвечать на него. Или я могу связаться с кем-то из прошлой жизни?» Не унимался Узумуки. «Не можешь. Интересно, получается, что Саски при помощи своего Риннигана может открыть проход сюда?» «Болван!» — прошипела Ашиказу, подрываясь на лапы. Его миндалевидные глаза сузились и пылали злостью и раздражением. Впервые, как он познакомился с ребенком напротив. «Ты не можешь, нет, тебе не позволят творить все, что вздумается. Тебе кажется это интересным или забавным, нарушать течение времени? Знаешь, сколько доминов было уничтожено лишь за мысли об этом?» «Нет, не знаю», — хмуро ответил Наруто. «Меня не интересуют чужие мотивы, я отвечаю только за себя. Здесь я чужой. Всего лишь оболочка мальчишки, что глупо умер на тренировке. Так стань своим, в конце концов. Умереть, Наруто, очень легко. Вот вернуться обратно нет». Парень криво усмехнулся и упал на спину. В его синих глазах отражалась полная луна и невольно вспоминалась война. Одни погибли, другие попали в плен вечного Цукиоми. Никто больше не должен был наслаждаться мирным небом над головой, став рабами силы Мадары. Но он рвал жилы, рвался в бой, хоть и понимал, что часть него умерла вместе с теми, кто больше не мог подняться и радоваться жизни. Он изменился, узнал то, чего не должен был. Смирился. Принял неизбежность судьбы, чтобы вновь увидеть улыбки тех, кого давно похоронил в своем сердце. Никому не показывая своих мук, Наруто продолжать носить маску без различия. Пытался отстраниться от всех, потому что знал еще один раз он не сможет вынести их смерть. Эта жизнь была чужой, не принадлежала ему, но кто-то более сильно дергал за ниточки и продолжал играть спектакль. «Я не могу», тихо прошептал Узумуки. И Ашиказу видел, как заблестели его глаза, как по вискам проложили себе путь влажные дорожки. «Не хочу быть здесь. Я должен был умереть там, в разваленных храмах и уйти навсегда. Мне невыносимо видеть их лица, когда в памяти до сих пор их имена выисчены в камне. Знаешь, прошелестел ящер, подходя ближе, мне неведомы замыслы тех, кто управляет всем этим, но, Наруто, шанс что-то изменить выпадает крайне редко. И тебе его дали может быть как раз для того, чтобы ты направил судьбу в другое русло. Я не знаю, но одно могу с уверенностью сказать, ничего не происходит просто так. У всего есть причина и следствие. И причина, по которой ты оказался здесь, может быть как раз и кроется в том, что ты должен не дать этим людям погибнуть в горнире страшной войны? Как раз в этом и есть вся ирония, вяло ответил Узумаки, вытирая рукавом глаза. История здесь изменилась, пошла по другой траектории. Поэтому ветер зашумел над головой, разгоняя спящих птиц. Глаза Яшиказу расширились, когда он услышал следующее слово, а дыхание участилось. Рептилия села, не веря мальчишке напротив. Луна ярко освещала поляну, а теплая земля приятно согревала тело, даря умиротворение парню, что остался в одиночестве созерцать красоту спящей природы. Трибуны ревели от восторга. Финала достигли только самые достойные из всех генинов, что попытали свою удачу на экзамене. 24 человека гордо стояли на арене, представляя свои скрытые деревни и кланы, некоторые имена из которых гремели на весь мир уже долгие годы. Каждый из них знал, что должен смсе своей способности доказать, что именно он и воспитание его селения достойны уважения остальных. Четыре наших и по одной из облака, тумана, песка и дождя, произнесла Кагами, внимательно наблюдая за братом. Новость о том, что он освоил Синдюцу, прогремела в Канохе, словно молния. У многих на устах только были разговоры об этом. Фаворитами считались выходцы великих семей, но обойти стороной сына Хакаги никто не осмелился и даже самые смелые прогнозы не могли предугадать результаты. Довольно стандартная ситуация, если не считать Амэ. Их подготовка оказалась на удивление хорошая, согласно кивнула Кушина, хотя и помыслить не могла, что Нагата приведет сюда не дочек. Ему нужно было задержаться в листе как можно дольше, и это был самый действенный способ. Я не видела, чтобы Наруто готовился. Как думаешь, он потянет противников такого уровня? Девушка перевела взгляд на мать, которая сейчас прикусила губу и углубилась в свои мысли. Женщина без остановки терла свою сережку, и все, кто хоть немного знал Намикадзе, понимали, что она волнуется, либо размышляет о чем-то. Дочку была уверена, что именно первая. Не считая Хьюга и Учхо, там есть парень, что является учеником брата Райкаги, Кеши появился неожиданно и присел рядом с подругой на свободное место, которое ему вежливо уступило молодой парень под пристальным взглядом Шарингана. Член Анбу внешне остался невозмутим, но внутри негодовал от наглости мальчишки. Он притулился к стене, не желая нарушать приказ следить за женой и дочерью Хакаги. «Почему ты не со своими?» Удивилась Кагами. «Ой, да в нашем секторе одна скукотень. Сидят все с хмурыми мордами, пугают людей вокруг своей мрачной аурой. Одним словом, Учхо. Это тот, темнокожий с белыми волосами?» Задала вопрос Кушина, который ее больше всего интересовал. Она знала, что вытворил в лесу смерть ее сын, поэтому была готова к тому, что другие генины захотят отомстить. Он самый. Вроде бы как неплохой мечник со стихией молнии, Киша еще раз осмотрел всех участников и задержал взгляд на родственники. Тот держался достойный, но постукивающий по земле стопа выдавал волнение. «О, Хакаги самозакончил речь. Наконец-то, я уж было думал, что он будет еще минут десять говорить». Киша Акун мило улыбнулась Кушина, внимательно на него посмотрев своими изумрудными глазами. «А ты точно Учиха?» «У меня все об этом спрашивают», пожал плечами парень, «ну могу в доказательство с Мшарингом». Мама, не обращая внимания, встала между ними Кагами, перед этим толкнув друга локтем, он всегда чересчур болтливый. Первый бой. Трибуны дружно замолчали, наблюдая за двумя генинами, что остались на арене. Судья довольно хмыкнул, наслаждаясь тишиной толпы. Зубочистка в его зубах перескочила из одного уголка рта в другой. Нара Шакамару против Рокли. «Я сдаюсь». Шок отразился на лице многих, кто пришел сегодня посмотреть финальные битвы генинов. Генмаш Рануя довольно хмыкнул, но молчал, поглядывая на мир на плывущие по небу облака. Шакамару скривил губы, но руку не опускал, все еще надеясь, что его не слышали достаточно хорошо. «Я сдаюсь». Но мы даже не начали, Ли, что секунду назад был готов сорваться в бой, сейчас топтался на месте, пытаясь осознать произошедшее. Я хотел отказаться еще на жеребьевке, но решил, что такое развитие событий сильнее раззадорит толпу и во время второго боя про меня все забудут». Вздохнул Нара, мельком поглядывая в сторону ложи для Каги. За спиной Минатана Микадзе стоял его отец, Шикаку, и легкая улыбка у него на губах говорила о многом. «Чертов проктор прикинулся деревом и никак не реагирует. Разве это по правилам?» Шакамару прикрыл глаза, прокручивая в голове все ходы, которые он просчитывал за эти два дня от скуки. «Нет, парень не хотел сражаться со столь быстрым и энергичным противником всего лишь из-за какой-то сомнительной прибавки к жалованию и званию. Нет, он не искал славы и проблем на свою голову. Но иногда даже самый простый план идет по швам». Неожиданная мысль заставила Нара улыбнуться, «Ну, хотя бы не девчонка». Проблематично, Шакамару сложила жест концентрации, а в его в черных глазах отразился ли в своем зеленом комбинезоне. Рок понял все без слов, мгновенно исчезая из поля зрения. Стоило это ожидать, и на сокрушительном вздохнуло, но толчок от Чиджи заставил ее вновь сконцентрировать свое внимание на арене. Не может быть, все генины с интересом наблюдали за тем, как развивались события первого боя. Балкон, который был выделен им, разделился на фракции своих скрытых селений. Никто не бросался громкими фразами, говорили достаточно тихо, чтобы не сболтнуть лишнего в присутствии потенциальных противников. Разве это по правилам? Глаза Сакуры были слегка расширены, когда она увидела скорость Ли. Парень стал просто зеленым силуэтом, нарезая круги вокруг своего противника, но не нападая. Он же сдался. Видимо, кто-то где-то против такого скоротечного окончания. Наруто посмотрел на ложе Каги, откуда за боями внимательно наблюдали пять мужчин. Пускай один из них был правителем небольшой деревни, но оттого не менее слабый, чем остальные, а может даже сильнее некоторых. Песок, туман, облако, дождь. Он ни разу не видел, чтобы столько правителей присутствовали на финале экзамена. Даже когда в его мире пришли спокойные времена, этого не было. Засосало под ложечкой, но у Зумуки откинул мрачные мысли. Паранойя, навейная прошлым, была лишь игрой воображения. Логика подсказывала, что создать подобную коалицию, если возможно, то очень и очень проблематично. Нападать малыми силами на Кынаху было просто глупостью, о мобилизации своих войск. В общем, какой бы открытой деревней ни был лист, но не заметить передвижение многотысячной армии через весь материк было невозможно. Шакамару проиграет, уверенно заявила Тентин, скосив взгляд на Меджи. Парень следил за противниками на арене, погрузившись в свои мысли и не отвлекаясь на разговоры. Он был поражен тем, каких высот смог достичь его напарник. Знал, что это все было только с одной целью — превзойти тех, кого называют гениями. Рокли был прост в своих желаниях, не пытаясь выставить когото хуже себя. Не желал позорить тех, за чьими спинами стоял великий клан. Ему просто нужен был соперник, мотивация для того, чтобы максимально быстро двигаться вперед, даже несмотря на то, что ли дает ему время. Дурак хмыкнул Кеба, поглаживая по голове Камару, что сидел у него за пазухой. На экзамене нет места по облажкам. К чему это снисхождение? Честь наконец-то дала себе знать Наджи, не отрываясь от арены. Если тебе такое понятие незнакомо, это не значит, что ему никто не следует. Честь скривил в усмешке губы и нузука. На войне такого понятия нет. Никто не будет давать тебе время подготовиться. А ты, я вижу, эксперт, Хина, Хината равнодушно осмотрела парня с ног до головы. Саски, стоявшая слева от нее, усмехнулся, но промолчал. Он прекрасно знал, как Хьюга не любит этого кинолова и никогда не упускал возможности насолить ему. Тот же, в свою очередь, будто не замечал холодного отношения к себе, принимая любой негатив за проявление внимания. Будет тебе, Хината, улыбнулся Кеба, «Сама подумай». Подумала и поняла, что точно не тебе упрекать Кагото за его принципы. Это может стоить жизни не только ему, но и тем, кто будет с ним в группе. Ты, девушка, осеклась, поймав на себе взгляд Наруто, который покачал головой. Привлекаешь излишнее внимание. Клин останавливался. Он знал, что зрители не так поймут его поведение, но не хотел из-за поспешных выводов попасть в технику Нара. Рок прекрасно был знаком с Дюцу этого клана, изучая всех возможных противников в течение месяца. Парень понимал, что одну лишь силой некоторых оппонентов просто не одолеть. Некоторым из них даже не нужно было двигаться с места, чтобы вести свою игру. И именно это одним из них был Шакамару. Гайсен сильнее одобрял таких методов, зная, что учиться нужно только на своих ошибках, но все же поделился некоторой информацией со своей командой. Большой аспект он сделал на Додюцу, обурами, теневые техники и Ли позволил себе мимолетный взгляд на ложе для участников. Его глаза быстро нашли Наруто на Микадзе, что скрывался чуть позади нескольких человек от любопытных трибун. Все знали, что это был сын Хакаги, а также то, что он ничем не выделялся, пока учился в Академии. Новость о том, что этот мальчишка овладел древним искусством Синдюцу разлетелась по Канахе в считанные дни. Мало кто верил этим сплетням, а сведущие в этом вопросе предпочитали молчать. Подтверждать подобные слухи было сродни тому, чтобы распечатать список сильнейших Шиноби деревни с их способностями и развесить на каждом углу. Но Гэссинси был склонен верить, потому что отрицание реальности никогда не спасало от нее. Может, все это было ложью. Может, просто сплетня, чтобы поднять значение нерадивого ребенка в глазах жителей. Но если это была правда, Ли хорошо помнил слово наставника, много разного я слышал про Синдюцу, но чаще всего это были лишь сказки. Но я собственными глазами видел, что это такое. Один раз, во время Третьей войны, Джерайасаму пришел на помощь нашему отряду и обрушил на противника всю свою мощь. Да, именно так. Его внешность изменилась, а сила... Скажу без преувеличений, мне бы пришлось поставить на карту все, чтобы одолеть такого противника. Если вам выпадет этот мальчишка, то не жалейте своих козырей. Не стоит недооценить его лишь потому, что он младше вас и только недавно закончил академию. Глупцам подобные секреты недоступны. Тень Шакамару подрагивала, это не скрылось от глаз Ли даже при столь быстром движении. Он знал, что Нара не может следить за ним, поэтому решил начать действовать. Стремительный удар в затылок был остановлен самим руком. Парень отскочил назад, а тень противника вернулась на положенное ей место. Я думал, ты не видишь, а я и не вижу, Шакамару повернул голову, чтобы взглянуть на своего оппонента, просто ты действуешь так, как я предполагал. Линя пешил в атаку, все время наблюдая за тенью. Точно. Нас учат, что наносить удар нужно в слепое пятно. Эффект неожиданности, чаще всего, играет ключевую роль. Но именно этого Шакамару ждет. Он не может следить за мной, поэтому пытался защитить спину, которую я обязательно попытаюсь атаковать. Прости, но я не намерен затягивать этот бой, Рог вновь превратился в зеленое пятно, скрываясь из виду. Да я, вроде, тоже. Мгновенная подсечка и мир перед глазами Нара перевернулся. Он еще не успел коснуться земли, как смог заметить приближающуюся к его груди пятку. Шакамару закрылся предплечьями в отчаянной попытке защититься, но спину все равно обожгло болью, а кости во всем теле затрещали. Ли хотел закончить комбинацию, но понял, что не может пошевелиться. Твою мать, промычал Нара, направляет чакру в технику, чтобы та не развилась слишком быстро, ты мне чуть ногу не сломал. Ты поймал меня, широкая улыбка возникла на губах Рог Ли, который застыл в нелепой позе, одной ногой удерживал равновесие, а вторая лежала на руках Шакамару. Чтобы сделать это мне пришлось подставиться, вздохнул парень, поднимаясь с земли. Его противник повторял точно такие же движения, все тело теперь ноет. Что дальше? Ли почувствовал, что может пошевелить пальцами правой руки. Если мы продолжим, то я точно проваляюсь на больничной койке недельку, а мне лень, Нара поднял руку, Рог повторил за ним. Судья, я сдаюсь. Толпа взорвалась недовольными криками. Не такое открытие они надеялись увидеть. Победитель Рокли громко объявил Генмэши Камару тут же отпустил Ли, который протянул ладонь для рукопожатия. Ему ответили без заминки, а следом Нара вздохнул и начал потирать болевшую поясницу. Ичера такая ши саски очхо. На арену. Я отказываюсь от боя, тут же произнес парень, голову которого украшал протектор Ромер. Шираной посмотрел на ложе участников, потом перевел взгляд на балкон Каги. Минато, помешков немного, кивнул. Победитель, саски очхо. Трибуны будто сорвались с цепи. Отовсюду летели выкрики, ругань перемешалась с негодованием. Генма пожевал Синбон, прикидывая в голове получившуюся картинку. Набу из дождя против Ки-ю-ю Ацуки. Парень из облака, его противник, хмыкнул. Что за цирк вы тут устроили? Йоцуки хотел было взять за грудки одного из Амэ, но его вовремя остановил напарник. Это их право, не стоит, темнокожий парень покачал головой, да и нам же лучше. Я так понимаю, что третий ваш товарищ такого же мнения, Генма, увидев утвердительный кивок, прикрыл глаза, вспоминая нужную пару. Тогда заочно объявляю победителем конкурра песчаного. Кибы и Нузу Кирю Камезу Ру Гатвы. Да. Оба парня перемахнули через перильное ограждение и оказались на арене. Нагата наблюдал за всем этим с легкой улыбкой, что не скрылось от других Каги. Забавно, Мизу Каги внимательно следила за тем, как ее подопечный сошелся в бою с парнем из Канохи, зачем было специально и сливать матча. Специально? Что вы? Нет, просто ребята трезво оценивают свои силы и решили не лезть на рожон, непринужденно ответил мужчина. Не играйся с нами, Узумаки, прорычал Рай Каги, сжимая подлокотники своего кресла. Экзамен открыт для всех, но это не повод превращать его в бардак. Будет вам, Эйсан. Если бы в моих планах было нечто подобное, то простыми отказами дело не обошлось. Нагата без страха заглянул в темные глаза правителя облака, очень откровенно намекая ему на то, что подобного тона в свой адрес не потерпит. Рай Каги нахмурился, но промолчал, понимая, что сейчас не время и не место для скандалов на ровном месте. К тому же он был гостем в чужой деревне, в кругу таких же Каги, как и сам. И последнее, что он хотел, так это выглядеть несдержанным глупцом в их глазах. Несмотря на всю неприязнь кузуму не столь важно, как все протекает. В конце концов, право сдаться без боя есть у каждого Казикаги, что сидел по правую руку от Мината, добродушно улыбнулся, но все знали, что за этим миролюбивым жестом скрывается мастерская игра и ложь. Каждый из этих людей был готов вцепиться в глотку своему соседу, вспоминая былое разногласия. И по большей части имели на это полное право, вспоминая всех тех, кто больше не вернулся в родные стены своего селения. Минатасон, кажется, мой мальчик побеждает довольное своими подопечными, заметила Мизукаги. Она очень сильно не желала встревать в мужский распри на ровном месте, поэтому все свое внимание сконцентрировала на поединке. Но ваш клан и музыка действительно поражают, такая слаженная работа со своим животным редкое явление. Даже с призывом иногда бывают проблемы, а тут верность у них воспитывается с самого рождения, а как только щенок открывает глаза, то первое, что он видит, так это лицо будущего хозяина. За маской спокойствия намекаться сердился и скрипел зубами. Сначала Учиха прошел дальше без демонстрации своих способностей, теперь этот Кеба ничего не мог противопоставить водяным техникам противника. Да, они были слабы, но излюбленная техника и музыка давала сбой. Суетан глушил большинство запахов и не давал парню ориентироваться в дымовой завесе по запаху. Все шло к тому, что он проиграет. Выговор мальчик не получит в этом случае, но вот его мать. Что же, стоило только пожалеть Кебу после того, как Цуми покинет кабинет Хакаги. Что-то не впечатлило, спустя пару минут подытожил Райкаги, пытаясь скрыть свое приподнятое настроение. Я так понимаю, инузика слишком сильно полагается на нюх в этом дыме, в то время, как Комизуру отдает предпочтение слуху, раз и несколько раз похлопал, поддерживая овации собравшихся людей. Туман подтвердил свое невести бой в пространстве с ограниченной видимостью. Спасибо, вежливо склонила голову Терумимой, но это далеко не все. Охотно верю и скоро мы в этом убедимся, кивнул Казикоги. Тентин из Канохи против Даруи из Облака. Названные генины без лишних телодвижений решили спуститься по лестнице. Похож, очень похож на Даруя, но тому сейчас должно быть где-то двадцать, может даже больше. Сын? Все возможно. От Наруто не скрылись короткие взгляды со стороны парня из Кума, но он не придавал им значения. Он знал, что такое боль и ненависть, желание мести тоже не обошло его стороной, поэтому Узумаки не испытывал жалости к Даруе. Жизнь Шеноби всегда находится на грани. Кто-то падает замертво, другие продолжают идти дальше. Самая простая истина, которую со временем понимают даже полные идиоты. Темнокожий вытащил из-за спины один из своих клинков, а по его телу прошли заряды молний, что не скрылись от посторонних глаз. Начали. Генма одним длинным прыжком спрятался в тени, что создавало стену стадиона. Тентин потянулась за свитком, в котором было запечатано оружие, но растерялась, когда не смогла его достать. Также она, моргнув за секунду до этого, больше не видела своего противника перед собой. Осознание пришло позже, когда мозг начал подавать сигналы о боли, а кровь ее ног образовала лужу. Коррек глаза расширились от ужаса, а крик застрял в горле. Она упала на колени, пальцами сжимая ровный срез чуть выше локтя, где мгновение назад была ее рука. Окровавленное лезвие легло ей на плечо, а сквозь пелену доносились крики проктора об окончании боя. Самого быстрого в истории экзамена, что проводился в Канохе. Смотри внимательно, Наруто на Микадзе. Ни один Генен Листа, который встретится со мной сегодня, не уйдет с арены целым. Трибуны погрузились в тишину, и лишь крики девушки разрывали ее на части. Никто не мог вымолвить и слова. Минато подскочил со своего места, сильно сжимая кулаки. Ярость всего на мгновение затмила его взор, а сознание опутали липкие пальцы страха за юную Кунаичи. Неприятная ситуация, равнодушно прокомментировал Райкаги действия своего Шиноби. Остальные Каги посмотрели на него с хорошо скрытым удовлетворением, но говорить что-либо не решились, чувствуя злость на Микадзе буквально на расстоянии. Неприятно падать с деревьев и мокнуть в воде, когда ты учишься ходить по ним. Неприятно, когда ломается твое снаряжение, сквозь зубы прошипел Минато. А это... к чему это жестокость? Не стоит кривить душой, Хакаги хмыкнул и каждый из них подписывал документы об отказе от претензий в случае травмы или смерти перед началом второго этапа. Или мне напомнить тебе о тех детях, что отправятся вместе с нами домой в гробах? Из-за жестокости твоего сына. Ты, четвертый бросил на Райкаги уничтожающий взгляд, но тот не произвел на него никакого впечатления. Сядь, Минато, с холодом в голосе произнес Нагато, чем вызвал удивление у Майера со своей фамильярностью. Не позорь себя и свое усиление. Они все Шиноби и должны быть готовы к тому, что не увидят завтрашний рассвет. Парень мог снести ей голову, но оставил лишь без руки. Да, это больно будет принять, но такая травма не конец жизни. Ложа Генинов замерла в шоке. Даже Неджи, который был знаменит своим хладнокровием, дал волю чувствам. Его глаза были расширены, пальцы на руках, что он сложил на груди, силой сжимали кожу и ткань на бицепсе. Первым пришел в себя Ли, парень бросился вниз, к напарнице, чтобы помочь хоть чем-то. Он не обращал внимания на медиков и проктора, что пытался его оттащить. Рок просто не мог поверить, что его напарница, с которой он столько прошел и научился, сейчас тихо всхлипывает от боли, засыпая под действием медчикры. Как же это, только и смогла выдавить из себя побледневшая Сакура, прижимая ладошки к рту. Это слишком, покачало головы Хинато, а секундой позже наткнулась взглядом на генинов из облака, что обнивались короткими фразами и улыбались. Ублюдки! Не надо! Наруто схватил девушку за локоть, не давая ей то сделать нечто необдуманное и безрассудное. Что? Хинато попыталась освободиться, но пальцы у Зума кижались лишь сильнее. У тебя еще будет шанс. К черту все это! Прошипел Хьюго, схватив Наруто за запястье и откинув его руку. Я сейчас сатрус их лиц эти самодовольные ухмылки. Он прав, Хинато. Ты сделаешь только хуже, Шарингон в глазах Саски был активирован, чтобы в случае чего успокоить подругу при помощи гендюцу. Вы, как вы можете так безразлично к этому относиться? У нас еще будет возможность, вторил напарник Учхо, ты сама это знаешь. Я отойду ненадолго, вдруг сменил тему Узумаки, оставляя товарищей позади. Что-то в туалет приспичило. Они шли друг другу навстречу не спеша. Один не мог скрыть своего превосходства над поверженной Кунаичи, другой если что-то и чувствовал, то слишком хорошо это прятал внутри себя. Так будет с каждым, кто дорог тебе, произнес Даруя, как только поравнялся с Наруто. Оба замерли на месте, продолжая смотреть в сторону своего движения. Не доберусь до тебя, начну с них. Хорошо ли ты подумал, когда решил мстить подобным образом? Даже не представляешь, насколько. Твои действия никого не вернут, Узумаки повернул голову, посмотрев в темные глаза, только усугубят ситуацию. Зато он я буду узнать, что ты чувствуешь то же, что и я. Глаз за глаз. Видимо, словами до тебя не достучаться, натянута улыбнулся Наруто, отвернувшись. Резкий выпад в сторону Даруи и он прижал его к стенке, надавив предплечьем на кадык. Выходить Кума хотел было дернуться, но почувствовал, как в его жилет давит что-то острое. Знаешь, я никогда не любил насилие, но иногда люди просто не оставляют выбора. Они смотрят на обстоятельства сквозь пальцы, поглощенные своими чувствами и эмоциями. И я могу это понять, мы все не без изъяна. Но Узума кисельнее надавил Кукри, чувствуя, как жилет не выдержал давления, видя по лицу парня, что кожа податливо уступила острию клинка. Маленькая рана, царапина, но она давала понять намного больше, чем простые слова. Если ты сделал свой выбор, то будь готов к последствиям, которые обязательно последуют. Кагами не верила своим глазам. Пострадавшую девушку еще не успели вынести с арены, а люди уже вовсю обсуждали случившееся. Но мало кто из них проявлял состраданий, скорее уж любопытство и живой интерес к генину из облака. Перешедшие сюда желали зрелищ и даже не пытались этого скрыть от окружающих. Именно поэтому вид первой крови ударил в голову зрителям, разжигая в них азарт и жажду. Все словно с ума сошли, сделала свой вывод Кагами, подначав головой. Она мог быть ее родной брат. Родители несчастные наверное себе места не находят, а эти «Она сирота, если ты не поняла», перебила дочку Кушина. Ей не нужна твоя жалость. Каждый, кто проходит экзамен, должен знать, что его могут ждать вещи похуже смерти. Но, мама, хотела возразить девушка, но опять была оборвана на полуслове. Кагами рассерженно фыркнула и показательно повернула спиной к своему другу. «Ты просто много не видела, Кагами, когда мы проходили его в куму». Вечная улыбка Киши исчезла без следа. Трудно представить, на что способны дети, которые всю жизнь были ограничены мораль и законом. И вдруг им говорят, подпиши идеей, что хочешь, это реально срывает крышу. Глупости. Возмутилась нами Кадзе. За вторым этапом хорошо следят Жанины. Это все знают. Да, это так. Убийства ради убийства они действительно, скорее всего, остановят. Может даже помогут своим генинам, если тем угрожает серьезная опасность. Но до всего остального им нет дела, Учхо тяжело вздохнул, явно вспоминая что-то из малоприятного. Ты много чего не видела, вот и думаешь, что все происходит цивилизованно. Киши прав. Я не помню, чтобы учила тебя наивности, Кагами, поддержала парня Кушина. Женщина ткнула дочь в лоб двумя пальцами. Друзья и союзники носят вот такую пластину. Все остальные это временные товарищи или враги. И что, хотите сказать, будто подобная жестокость оправдана? Сжала кулаки девушка, наблюдая за тем, как арену которые были не готовы к подобному. Будто этот урод не мог просто вырубить ее. А ты не знаешь? Удивленно посмотрел на нее Киши но осекся, заметив взгляд старшины Микадзе. Не знаю что. Болтливая учиха сокрушенно вздохнула Кушина, приложив к лицу ладонь. Понимаешь, в лесу смерти произошел инцидент, который, как я понимаю, дал волю подобным действиям. И почему я узнаю об этом только сейчас? И не от родителей, а из случайно брошенной фразы. Кагами сощурила свои изумрудные глаза, внимательно изучая мать. Наруто, он, понимаешь, сложно сказать, что именно там случилось, но твой брат убил несколько человек и одну девушку покалечил. Что? Отрезал ей руку, если быть точным, поставил точку Киши, понимая, что это не тема, которую устоит ворошить. Но узы ненависти делали это за них. Харуна Сакура против Акимичи Чоуджи. Названные гинены двинулись на арену в полной тишине. Зрители молча приветствовали участников этого боя. Никто не ждал Чегота особенного, и были абсолютно правы. Бесклановая девочка, имевшая за плечами лишь академические навыки, ничего не могла противопоставить своему клановому собрату. Чоуджи лишь из вежливости к однагадке не закончил поединок в первые же секунды, но и силы своей экономил, он знал, что впереди будут противники на несколько голов выше Харуна. Победитель Акимичи Чоуджи громко объявил Генма, когда парень просто схватил увеличенной ладонью свою оппонентку и жал, выбивая из нее весь воздух. Шина даже бровью не повел, когда его сокомандница сдалась. Ну, что, моя очередь, Хина та изучающая осмотрела своего противника из тумана. Парень был высок и ход, носил на себе серую водолазку и мутно-зеленые штаны. За его спиной покоился клинок, что был подобен хозяину, длинный и узкий. Словно смертоносная жала. Удачи пожелайте. А она нужна тебе. Только и усмехнулся Саски. Скорее всего, он контактный боец, поэтому преимущество на твоей стороне, Наруто постучал пальцем по виску, но не забывай про это. Не дай вести себя в заблуждение мнимым превосходством. Он знает про твои способности куда больше, чем ты про его, поэтому будет возможность, бей наверняка. Ты ведь понимаешь, о чем Юл. Более чем, хмуро кивнула девушка, во многом соглашаясь с напарником. Хьюго хинатой Манги Цушин на арену. Имечко подходящее. Он реально как ходячий труп, осколобил Сучха, провожая взглядом подругу. Какие у нее шансы? Наруто не пешил отвечать, поглядывая на Даруя, что после возвращения не проронил ни слова. Лишь изредка потрагивал порезанный жилет пальцами, будто проверяя, на месте ли он. Не показалось ли ему все то, что произошло в коридоре. Шансы есть у всех, Саски, наконец-то заговорил Узумаки, когда оппоненты вышли на арену, просто не все видят эти возможности. Но одно могу сказать точно, если она всего на мгновение подумает, что все под ее контролем, пока этот парень будет еще стоять, это станет для нее крахом. Хина-то не спешила атаковать даже после отмашки инструктора. Парень напротив делал то же самое. Они изучали друг друга, выжидали, у кого из них первым сдадут нервы и он начнет действовать. Секунды тянулись невыносимо долго, а звуки толпы становились все менее раздражающими. Наконец-то вены возле глаз Хьюго вздулись и она по-новому увидела своего противника. Шин в свою очередь положил ладонь на рукоять меча, а пальцы свободной руки изобразили жест концентрации перед лицом. Довольно мощный очаг для Генина. Где-то на уровне имени и Саски. Неужели в тумане появился новый клан? Люди ждут, губы Мангицу растянулись в улыбке, а ты все равно не узнаешь больше при помощи своих глаз, пока не начнешь действовать. Подождут, хмыкнула девушка, но мысленно согласилась. Бьякоган сильно уступал Шарингону в аналитических способностях. Опытный очаг мог легко прочитать стиль боя своего оппонента лишь по коротким движениям, по течению чакры определить, что собираются сделать дальше, усилить физическую атаку или исполнить какая-либо дьюцу. А в это время Шин сложил несколько печатей и по трибунам прошлась волна восхищения, он сделал это одной рукой. Рядом с ним тут же появилось два водяных клона, а учитывая, что источников рядом не было, то сомневаться в его основной стихии не стоило. Копии бросились в атаку, оголив клинки. Не хочешь вступать в контактный бой? Химата даже не удивилась тому, что первый клон просто бежал в лобовую атаку без какой-либо тактики, второй же начал заходить с фланга. Она пропустила рубящий удар над головой и провела подсечку, добив копию кунаем, которую успела достать из-под сумка. Быстро перекат назад и лезвие разрезало уже пустоту. Открытую спину клона ужалил метко брошенный метательный нож. Надеюсь, эта бездарная стратегия рассчитывалась только для клонов. Иначе бой будет безумно скучным. Шин лишь усмехнулся и создал еще три копия, две из которых появились из образованных луж предыдущих дубликатов. Хьюга тут же разорвала дистанцию, потому что находилась в опасной близости. Видел, да? Шепотом спросил Наруто, который внимательно наблюдал за схваткой. Думаешь, она поняла? Саски с самого начала активировал Шаринган, чтобы лучше понимать происходящее. И от него не скрылись манипуляции Генина из тумана. Я же предупреждал ее, покачал головой Узумаки, надеясь, что из этого не победителем, то хотя бы живой и невредимый. В этот момент клон и Мангецу вновь начали свою бессмысленную прямолинейную атаку, которая для многих смотрящих не имела никакого эффекта. Но она же понимает, где оригинал, нахмурился Учхо. Она не увидела, что последние его печати были сложены для замены. Хинота с легкостью пропустила рядом с корпусом кулющий удар, зажимая клинок рукой. Ее ладонь мягко коснулась груди клона, пропуская через его тело импульс чакры. Вода не успела коснуться ее ног, как вторая атака обрушилась сверху, намериваясь разрубить девушку. Хьюга легко отошла в сторону и лезвие ударилось об землю, а копья была отброшена ударом ноги в челюсть. На что он рассчитывает, используя чакру впустую? Третий клон атаковал со спины, надеясь оказаться в слепой зоне, но Бьякуган все прекрасно видел. Хинота крутанулась на носках и проделала тот же трюк, что и в первый раз, зажала руку с оружием подмышкой и тут же попыталась заломить конечность и сломать ее в районе локтя, но в этот раз не почувствовала той же подутливой легкости, которая присутствовала до этого. А пля, перед ней стоял уже не клон, а оригинал. Секундное удивление позволило противнику наступить на ступню, не давая возможности нанести удар коленом. Свободной рукой он нанес удар в живот, выбивая весь воздух из Хьюго. Этого хватило, чтобы она ослабила свою хватку и дала простую шину. Ладонями он обхватил затылок девушки и потянул на себя, нанося мощный удар коленом в лицо. Кровь брызнула из разбитого носа и губы, а следом на спину обрушился сильнейший удар сцепленных в замок рук. Хинота упала в пыль, на мгновение потеряв сознание от боли в позвоночнике, а противник занес ногу, чтобы закончить эту схватку. Я думал, Хьюго посильнее будут, удовлетворенный нарочит от громко произнес ее, чтобы каждый гений в ложе услышал его. Видимо, правда, что они всегда номер два. Меджи перевел на него уничтожающий взгляд, но промолчал. Умение держать себя в руках было привито ему с малых лет очень хорошо. Она еще не проиграла, заступилась за Хинотуина, крепко сжимая перильное ограждение. Да ты что? По-моему, здесь все уже очевидно, улыбнулся парень из тумана, смотря в голубые глаза девушки с насмешкой. Может к черту экзамен и прямо сейчас отправить его пускать слюня? Прошипел Саски, сжимая от злости зубы. Она еще не проиграла, указал на арену Наруто, повторив слово Яманука. Хинота в последние мгновения на одних инстинктах смогла откатиться в сторону. Нога противника обрушилась на землю с такой силой, что по той пошли трещины, а Хьюга уже успела подняться, пользуясь заминкой шина. Парень молниеносно подхватил свой клинок и попытался нанести снизу вверх рубящий удар, но наткнулся на пока еще невидимую преграду. Девушка закрутилась на носках, выпуская всем телом чакру, а ее голос услышал каждый на трибунах, Кайтин. Купо образовался секундой позже, отбрасывая на десяток метров мангетцу. Парень покатился кубарем, обронив при этом меч. Гол в голове не помешал ему тут же подскочить. Глаза шины только успели расшириться, как пальцы противницы, которая успела сократить дистанцию, коснулись его груди. Восемь триггерам, шестьдесят четыре касания небес. Град ударов обрушился на корпус генина тумана, не давая ей тому возможности сделать хоть что-то, столь быстро боль от сокращающихся мышц выбитых тюнкенцуз сковало его тело. В голове хинаты крутилась только одна мысль, бей наверняка. Последняя точка была закрыта спустя пару секунд после начала атаки. По подбородку шина стекала кровь и он напрочь не ощущал чакры. Парень хотел было сделать шаг, но Хьюга не позволил и это. Девушка со всей силы ударила в грудь раскрытой ладонью. Джукин. Мангетцу врезался спиной в стену арены и съехал по ней на землю, не подавая признаков жизни. Хината перевела взгляд сначала на ложе для ее клана, потом туда, где находились генины. Она провела рукой по лицу, вытирая кровь, а после сплюнула в сторону. В ее глазах только разгорался огонь злости и азарта, который не предвещал ничего хорошего тому, кто следующий и попробует водить ее за нос. Победитель – Хината Хьюга. Генма уже сидел возле шина, прощупывая его пульс. И медиков сюда, срочно. «Бей наверняка», рассмеялся Саски, посмотрев на Наруто. «Не слишком ли она буквально тебя поняла?» Показало чуть ли не все, что у нее есть. «Стиль боя Хьюга очень узконаправлен, поэтому нет смысла держать что-то в руке до лучших времен», согласно кивнул Зумке, потеряя предплечье. «В любом случае, она победила и это главное». «Ну, тут ты прав. Сам ты готов. Скоро узнаем». Наруто не стал ждать, пока объявят его бой и вернется Хината, поэтому направился в коридор, но его окликнул Учиха. «Смотри, не убей его». Черные глаза метнулись к последнему и стройке Кири, туда же секунды позже посмотрел и блондин. На его губах заиграла улыбка. «Наруто на Микадзе против Кэтсу Тируми». Мизу Каги пыталась скрыть свои волнения, но это не укрылось от других Каги. «Ваш родственник?» Осведомился Раса, наблюдая за двумя генинами, что слушали правила от судьи. Младший брат, недолго думая, ответила женщина, а после пристально посмотрела на Мината. «Надеюсь, ваши люди умеют вовремя останавливать бой?» «Не нужно сомневаться в компетентности моих людей», — холодно ответил Хакаги, понимая, на что, скорее всего, намекает Мэй. «Просто я не хочу, чтобы это закончилось еще одной ненужной смертью», вздохнула Тируми. «После того, что случилось в лесу смерти, Кэтсу не будет сдерживаться, хоть и выглядит он довольно тихим и мирным парнем». «Интересно», прокомментировал ее слово Нагата. «Противники не спешили сходиться в ближнем бою, обменялись для начала сирикенами и кунаями. Так значит здесь у Мэй есть брат. Забавно, но хотя бы знаю, чего от него можно ожидать». Хлопки заполнили арену, а после Накэтсу бросилась дюжина клонов тени, но выходец тумана не стал размениваться на мелочи, большой огненный шар смелых всех. Стихийная техника такого уровня заставила поползти шепоткам по рядам мучха. В тихом умом эти черти водятся, да. Наруто находился на достаточном расстоянии, чтобы следить за руками оппонента и уйти с линии атаки, в случае чего. Уж не удумал ли ты чего плохого по отношению ко мне? «Твои жалкие попытки разозлить меня бесполезны», равнодушно ответил Тируми, делая несколько шагов вперед. Узумаки остался на месте. «Но ты прав, кровь моих друзей на твоих руках». «Что же вы все такие тупые?» покачал головой Наруто, проведя пальцами по предплечью. В его руках оказались кукри, одно из которых он направил на противника. Они сами виноваты в случившемся. Возможно, но это не меняет факта, Кэтсу быстро сложил десяток печатей. Стихи лавы, сеть. «Твою мать!» Кушина сжала подлокотники, когда, наконец, поняла, с кем имеет дело ее сын. Противник был не просто страшен, он был смертельно опасен и любая заминка могла стоить жизни, особенно учитывая, что парень из Кири выходил на бой только с одной целью — мстить обидчику. «Мама, с ним же все будет хорошо, да!» Кагами зажмурил глаза, когда услышала название техники, но быстро вернула себе самообладание и успела увидеть, как брат смог увернуться. Стена за его спиной медленно превращалась в решетопаду уничтожающим действием Дюцу. «Улучшенный геном», протянул Киши, переводя взгляд с участников боя на лужа Каги, «А я думал, что он просто однофамилец. Кушинасон — это родственник Мизукаги?» Клан Учиху хорошо осведомлен, натянута улыбнулась на Микадзе. «Мы же должны знать потенциальных врагов в лицо», — зародился парень похвалой, пусть и такой вымоченный. Он только мог предполагать, что может чувствовать мать и сестра, которые наблюдают за таким боем. Особенно в сложившихся условиях. Если бы там был Саски, пусть они из разных семей, он бы очень сильно переживал за судьбу соплеменника. «Я верю, что Наруто Кун может одержать верх в этом поединке. У него же есть шансы, мама?» с надеждой спросила Кагами. Кушина молчала, ей нечего было ответить на такой вопрос. «Только верить и надеяться, что с ее сыном все будет в порядке и у него есть план». Наруто пытался навязать ближний бой, но Кэтсу очень ловко его избегал, понимая, что в такой ситуации его ждет полный провал. Тайдюцу не был его сильной стороной, с самого детства парень учился борьбе на средних и дальних дистанциях. Он знал, что в этом у него неоспоримое преимущество перед противником. Но еще лучше понимал, Генен Канохи явно не слабый оппонент и его так просто будет не взять. Чакра имела свойство кончаться, и если он ни разу не сможет задеть на Микадзе, то затяжной бой выйдет боком. Наруто вновь создал клонов и отправил их в атаку, оставаясь на месте. Скоро он поймет, что если не подпустит меня к себе, то просто выдохнется. Сомневаюсь, что он уже овладел паром, но нельзя исключать такой ситуации. Фуутон намного лучше подходит для ближней дистанции, этим можно очень сильно удивить и радиус поражений большой. Придется рисковать. Стихия земли, болота. Кэтсу, который находился в воздухе, приземлился точно в вязкую жижу, начиная тонуть в ней. Глаза парня начали метаться по арене в поисках того, чем можно себя заменить, но как назло все клоны были уже уничтожены. Решение пришло секундой позже, напитав руки и ноги чекрой, он уперся на жидкую землю и смог ровно встать, но тут же увернулся от летящего в лицо кукре. Наруто уже складывал печати для следующей техники. Стихия земли, шипы. Тируми начал прыгать из стороны в сторону, чтобы избежать смертоносных пик. Земляной купол. Парень не успел среагировать на новую технику и его накрыла коричневая полусфера, но Узума кизал, что это не задержит противника. Стенка купола начала таять от потока лавы, под которой попало. Другого шанса не будет. Наруто чувствовал прилив сил, потому что пока создавал техники непрерывно впитывал природную чакру. Его Дюцу уже начало разрушаться, а Кэтсу подпрыгнул вверх, покидая пределы ловушки, но его ждали. Сильный удар в лицо был заблокирован ладонями, оба парня врезались по инерции в стены арены, и Наруто продолжил навязывать ближний бой, приклеившись, как и оппонент, к вертикальной поверхности. Да вы же! Секундная задержка была сделана специально, чтобы Тируми мог сложить печати. Стихии пары, обжигающие дыхание. Кэтсу уже сложил губы трубочкой, чтобы выдохнуть свою Дюцу, но Узумаки сделал молниеносный рывок вперед. Немногие успели заметить, как почернела его левая рука, и он ею зажал рот противнику. Потеряв концентрацию от боли, они полетели к земле. Пар, не найдя выхода, начал сжигать полость рта, горта не трахею, возвращаясь обратно в легкие. Генентумана не смог даже закричать, потеряв сознание через несколько очень длинных мгновений. Вместо него это сделал напарник из ложи гененов. Наруто чувствовал, как ладонь покрылась волдырями от высокой температуры. Сжимал зубы и пытался успокоить бешено бьющееся сердце. Он не слышал, что кричал инструктор, просто пытался абстрагироваться от окружающих и от той боли, что подобно волне прокатилось по всему телу. И лишь одна мысль заставляла его отвлечься, было и хуже. Твой пацан решил всех гененов перебить. Поинтересовался Рей. Он хорошо скрывал свою злость и раздражение, потому что понимал, противник, который не боится идти на риск, очень опасен. Сына Хакаги мог повредить не только руку, но пошел на это без страха. И это пугало, потому что двое его парней еще участвовали в экзамене и открыто бросили вызов этому мальчишке в жажде утолить свою ненависть. Это могло плохо закончиться. И в голове Хакаги уже родилась мысль, что в будущем этот ребенок будет огромной угрозой, ведь уже сейчас понимал, что ради победы нужно чем-то жертвовать. Минато промолчал. Слова были здесь излишни. Он был горд за своего сына, но в то же время испугался такой решимости в его действиях. Если уже сейчас он мог принимать такие решения в бою, то что же будет дальше? Я ведь говорил, Хакаги Сама привлек к себе внимание Нагата, не скрывая своей улыбки, Тарик и безумие у нас в крови. Кабальничное крыло арены мало чем отличалось от своего собрата в центральной части деревни. Хинато молча изучала взглядом Наруто, который отрешенно осматривал потолок на наличие в нем изъянов. Нельзя было сказать, что в воздухе витало напряжение, но все же подростки не решались нарушить воцарившуюся тишину. Будто знали о тяжести разговора заранее. Помнится, наш капитан однажды сказал, попробуй, пока есть возможность. Можешь не спрашивать о моем здоровье, узнай другое, что интересует тебя намного больше. Узумаки внимательно посмотрел в серые глаза, в которых многие годы не мог прочитать одно единственное чувство. И временами жалел об этом достаточно сильно. Так сильно, что старательно пытался избегать этих глаз, прячась долгой паузой ответила Хьюга. Нужные слова давались ей с большим трудом, разве можно уже что-то изменить? В синих глазах Наруто заплясали искру веселья, а на губах прорезалась довольная улыбка. Хотя бы решить для себя, тебе нужно то, что хотят другие или то, что нужно тебе самой? Откуда? Девушка подскочила на койке и шумно выдохнула, а после стыдливо отвернулась, когда поняла, что выдала опустился на кровать, возвращаясь к своему занятию. Великие кланы годами гнались за сильной чистой кровью, не нужно быть гением, чтобы складывать некоторые обрывки в цельную картину. Я не дурак, Хинато, и я прекрасно знаю, чего от меня хотят. Даже не будь Яшиноби. Я не... Ты ничего знаешь. Хочешь, делаешь вид, но все твои желания навеяны слухами и кроткими речами на ухо из-за спины. Скажи, ты же знаешь, что я собираюсь покинуть Канаху. Хинато молчала. Она легла, прокручивая в голове слово напарника и поражаясь его осведомленности. Он думал иначе, просчитал возможные действия наперед и не ошибся. Охота за ним началась сразу после слуха о силе отшельника, и достаточными возможностями для шанса породниться с Хакагией и усилить свои гены кровью Узумаки обладали лишь два клана. Но все же Хьюго были впереди, его главную семью представляли дочери. Учхо, Хинато почему-то в этот момент была абсолютно в этом уверена, уже заручились поддержкой Йондо ими в получении его дочки. И она бы согласилась с волей своего отца, это можно было легко понять лишь после нескольких разговоров с ней. Минато на Микадзе в глазах Кагом был абсолютным во всем. Но Наруто... Хьюго тяжело вздохнула. Ее напарник был совершенно другим человеком. Она уже собственными глазами убедилась в его несгибаемой воле и желание распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Если у Наруто были кумиры или авторитеты, то выбирал он их точно не по громким титулам и силе. Он хотел казаться окружающим мальчиком в розовых очках, но этот образ дал трещину и разлетелся на осколки во время миссии в Суне. Да, отец говорил мне об этом. А знаешь ли ты, почему я хочу это сделать? Плечи девушки вздрогнули от неожиданности. Нет. Потому что Узумаки поднялся с постели, а уже развязанные бинты лежали у его ног, вы слишком ограничены своими желаниями и потребностями. И это душит меня, не давая сделать глоток свежего воздуха. А теперь подумай еще раз, ты хочешь того, что говорят тебе другие, или того, что хочешь сама? Наруто направился к двери, ведь отведенный между боями отдых для участников скоро подходил к концу. Подумай и ответь мне или не говори никогда. В любом из исходов на восходе через три дня я уйду из Канохи. И только от тебя зависит, кем мы будем при последующей встрече, врагами или. Дверь в больничное крыло захлопнулась за спиной Узумаки, оставляя Химуту наедине со своими мыслями. Саскин еще в нужном отправиться к друзьям, ведь впереди было еще столько интересных боев, которые нельзя было пропускать. Любой из генинов мог стать его противником в ближайшем будущем, даже те, кого он знал слишком хорошо. Судя по всему, я не пропустил чего-то важного. Возникший за спиной Наруто спрашивал, а не утверждал, и у Чиха поразился, как беспечен был его товарищ. Я бы на твоем месте был куда рассудительнее, Саски качнул головой в сторону тех, кто выдержал первый поединок и только ждал своей очереди. Ты мог подготовиться к первым двум боям, но последний станет очередной жеребьевкой. Не забывай об этом. Какая разница, широко зевнул Зумаки, осматривая толпу претендентов, доверим нашей судьбе и случаю, а там уж будем действовать по ситуации. Что же ты будешь делать, если это буду я или Хинато? Осколобил Сочха, предвкушая насыщенный событиями день. Даже не знаю, усмехнулся в ответ Наруто. И на продуну эти мари, это ожидаемо. Шина делала ублюдка из облака. Хм, Хинато вернулась минутой позже. Следы прошедшего разговора никак не были отражены во взгляде или мимике девушки, сейчас она была той же задирой и заводилой, как и в первый день полноценного знакомства, по делам. А вот Мэджи. Его оппонент оказался неожиданно сильным, черные глаза у Чеха метнулись к последнему из песчаных и шепотом он добавил, «Дженчирики!» Палка о двух концах. Это его сильная и слабая сторона одновременно. Что ты хочешь этим сказать? Саски вопрошающе посмотрел на Наруто, желая узнать больше информации для анализа. Хинато тоже заинтересовалась последними словами напарника. Сомневаюсь, что эти знания вам помогут против него. Скорее даже, что сделают только хуже. Иногда мне кажется, что ты знаешь нас даже лучше, чем мы сами, девушка съехала по стене, присаживаясь на холодный бетон. Солнце уже было практически в зените и жар стоял и неимоверное. «Хорошо я знаю лишь свою жизнь», слабо улыбнулся Узумаки, всматриваясь в электронное табло. Пары уже были известны, но порядок сражений выбирался случайно, и с минуты на минуту там должны были появиться два имени. Саски Учиха против. Названный парень внимательно смотрел своего оппонента, отмечая его тяжело вздымающуюся грудь и крепко сжатые кулаки. Да, мысли Рокли были сейчас вместе с напарницей в госпитале, а не на арене Канохи. Экзамен ушел для него на второй план, но более резкий, чем надо, взгляды в сторону выхода с облака говорили о многом. Желание сам своей умнее получить титул Чунина уступали жгучему, поглощающему стремление отомстить обидчику. Рокли лишь спустя несколько секунд дернулся и понял, что прозвучало его имя. Он не стал перепрыгивать перила, как сделал бы это раньше, а направился к ступеням. Надеюсь, что удача улыбнется нам и мы встретимся внизу, как противники, две пары темных глаз встретились всего на мгновение, а после дороги усмехнулся и опустил в реки. Ты падешь раньше. Возможно, но сделаю это достойно звания Шиноби, Ли постоял еще немного, но, не услышав ничего в ответ, двинулся дальше. Придурок, покачал головой темнокожий парень. Зато реально оценивает разницу в силе и знает, когда остановиться, обронил идущий следом Саски, а секундой позже добавил, но вам в куму об этом ничего не известно. Убить комара свернутой газетой или бревном одно и то же. О чем это ты? Прорычал Кей, отходя от стены, чтобы схватить очах за ворот майки. Мускулы вместо мозгов, произнесла Хината, гаденько улыбаясь, отвлекая внимание на себя, чтобы Саски не задерживал свой бой. Остынь, Даруя положил ладонь на плечо напарника, это всего лишь жалкие попытки слабаков вывести нас из себя. Наруто оставил безо внимания эту перепалку, наблюдая за двойкой генинов, что сейчас слушали инструктаж проктора. Оба кивнули, но в бой не ринулись по команде. Глаза Саски украсились в красный и Узумакиня без улыбки отметил оживление в секторах Учхо и Хьюга. Родственники одобрительно кивали, видит Рита Май, а вот их конкуренты лишь скрипели зубами, понимая, что второй наследник главной семьи уже имеет столь сильное дадюцу. Рокли же опустил взгляд на ноги противника, явно осведомленный об опасности Шарингана. Что же, Май-Тагай многому обучил и еще больше вложил в головы своих подопечных, надеясь, что большинство вещей не станет для них неожиданностью. Жаль только, что он не мог подготовить их к потере дорогих людей. От боя откажусь я. Наруто поднял заинтересованный взгляд на Шина, что подошел сзади. Это должно было быть неожиданным, как думал Абурами, но не являлось таковым. Узума Кекли под перильного ограждения выпрямился, чтобы развернуться и не увидеть никаких эмоций на лице одноклассника, только собственные отражения в его черных очках. Даже не попытаешься. Слабая улыбка искривила губы. Я не буду использовать то, чего так опасаются твои насекомые. Далеко не в этом дело, Наруто Шина слегка повел головой, бросив свой взгляд на центр арены, где что-то начало происходить. Но у Зумаки не последовал его примеру. Он и так догадывался, что Ли сразу захочет использовать одну из своих сильнейших техник. И не ошибся. Сама суть претит им против того и те, кто гармонию нашел с природой и частью ее стал. Вот как, только дождавшись ответа, Наруто позволил себе повернуться как раз в тот момент, когда Рок закончил свою речь и бинты на его руках были размотаны до земли. Саски терпеливо ждал, не срываясь в атаку. И его можно было понять. Каждый бой, что сегодня был, не остался без внимания Учхо. Все техники, различные стойки и движения Тадзюцу, все это жадно поглощалось Шаринганом, давая своему владельцу пищу для размышлений и почву для роста. Сила всегда была для Логлазого клана главным приоритетом, и сейчас Саски, пусть и понемногу, но становился сильнее. Только для того, чтобы его признали. Только для того, чтобы быть равным, а не идущим по чужим следам к своим целям. Саски позволил себе слишком большой роскошь, теряя из виду своего оппонента ради того, чтобы найти напарника по команде. Он стоял в тени, но наблюдал очень внимательно. И взгляд его, такой до нельзя довольный, даже насмешливый, будто говорил, я знаю, Саски, ты можешь лучше. На лице Учхо прорезался оскал. Ли сорвался с места на запредельной скорости, наматывая вокруг круги. Но выходец великого клана не паниковал. Он прекрасно знал то, что даже если падет в пыль по окончанию боя, то полученные опыты знаний сделают его сильнее. И в следующий раз никто не усомнится. Тени в аккурат подрагивали горящим огнем, принимая причудливые формы, которые так часто пугают маленьких детей. Но эта деталь всегда была неотъемлемой частью подземелий, что стали домом для корней Канохи. Трое сидели в тишине, вслушиваясь в сухой шелест горящих факелов. Их не особо интересовало то, что сейчас происходило на центральной арене листа. Учитывая возраст и опыт, полученный в бесчисленных сражениях, а также изученные дела всех претендентов, можно было наметить вектор развития событий. В любом из исходов, трое генина в Канохи получит свои жилеты. Кто мог предположить, что мальчишка не так прост? Кахару, верный напарниц третьего Хакаги, чувствовала себя неважно в последнее время. Головные боли не желали отступать даже под воздействием медицинской чакры. Женщина массировала виски и думала о том, сколько проблем принес отпроск четвертого не только выходкой в лесу смерти, но и тем, что умело скрывал полученные силы. Столь ценные ресурсы никогда не должны быть утеряны из виду, но они потеряли, не заметили, не смогли понять. И это выводило из себя, что было непозволительно в столь почтенном возрасте. Мы не можем так просто дать ему уйти, даже Минато это понимает, но не даст что-либо сделать со своим сыном. Непростительно разбрасываться такими талантами, но иного. Речь Хамуры, второго старейшины листа, оборвал легкий взмах руки владельца катакомб. Данзо сидел с закрытыми глазами, обгладывая мысль в своей голове, что Райли с там десятками, но ему нужна была лишь одна. Самая лучшая, наиболее выгодная. Если не для Канохи, то хотя бы для него. Убийство это самое легкое решение. Да, наш прокол, что мы упустили из виду мальчика, но сделанного не изменить. Что же ты предлагаешь? Кахару про себя проклинала чертову мигрень, что не позволяло мыслить трезво и субъективно. Отец Хакаги, мать Джин Чирики, сестра Чунин, губы Шамура разрезала улыбка, которая говорила о многом для тех, кто хоть немного знал Данзо. Рычаги. Удивленно произнес Хамура. Но отношения в их семье испорчены, и мальчик всегда старался держаться подальше. Вы видели только то, что он хотел с м, не пытаясь заглянуть глубже. Но это заговор, устало прошептала Кахару, угрожать Хакаги и его семье, пока он при власти. Кресло может занять любой, кто имеет репутацию среди Шиноби и людей. Джин Чирики можно сменить. А насчет девочки? Ее гены не пропадут даром. Но протянул Хамура, который явно понимал, в отличие от своей бывшей напарницы, куда клонит глава Корни. Да, это то, о чем должен думать мальчишка, делая любой шаг за пределами листа. Он может стать хорошими ушами для нас, даже официально выйдя из штата Шиноби Канохи. А если Кахару должна была до конца понимать, на что подписывается? Никаких если моя работа уничтожать угрозу в зародыши любыми средствами. Хищные глаза Рачимару внимательно следили за старыми друзьями. Их разговор будто обтекал ученого, оставляя лишь мимику и жестикуляцию. Принцесса Синджу и Жаби Отшельник. Двое взрослых, уважаемых и сильных людей в глазах Рачи сейчас были подобны детям, что не могут поделить одинаково понравившуюся игрушку. Пешку, которая не в столь далеком будущем могла стать значимой фигурой. Не только в Канохе, дальше пределов стран огня. Во всем мире Шиноби. Херузин Синси скончался очень рано неожиданно для легендарной тройки, но он успел вбить в голову Рачимару несколько Да, второе было дано не каждому, для этого нужно иметь врожденное чутье, которым ученый к его радости обделен не был. Одной встречи, единственного разговора ему хватило, чтобы понять перед ним будущее. Во всех смыслах этого слова. Ребенок, что от природы получил самое лучшее в свое расположении. Будто свирепый хищник, которому нужно было лишь время, чтобы навязать всем свое право сильнейшего. Но даже если свирепого хищника посадить на цепь в младенчестве, то из него может вырасти прекрасный ручной зверь. Рачимару тихо вздохнул и дернул головой, проглатывая теплые саки. К сожалению, момент был уже безвозвратно утерян, но никогда не поздно было стать учителем, напарником, другом. Чтобы иметь возможность голоса тогда, когда будет приниматься важное решение. Чтобы иметь влияние там, где другим придется лишь смиренно склонить голову. Ваши споры бессмысленны. Его голос подобен тихому шелесту листвы, но пропитан насквозь яростью и раздражением. В первую очередь на самого себя. Прости, что не выслушали тебя. Злость совершенно ей не к лицу. Она будто срывает обманчиво красивую оболочку девушки, возвращается наде все ее морщины. Годы распутной жизни, алкоголя, бессонных ночей и утерянных нервов сделали из нее старушку раньше положенного срока. Ее техника омоложения никаким образом не связана с количеством чакры. Строится на ней, но даже если выпить синджу досуха, она останется такой же красивой и привлекательной. Это ее эмоциональный слепок в подсознании, такой, какой бы она могла быть не случись столько ужасного в ее жизни. Техника клеточного уровня, но для такого мастера, как Цунади это вполне по силам. И только миру истинную принцессу. Думаешь, сможешь контролировать его на расстоянии? Он бежит так же, как мы когда-то из-под гнета этого чха. Кулак обрушивается на стол, заставляя тот жалобно трещать. Мужчина кривит губы, вспоминая те времена, когда у руля был когами. Вспоминает, и кровь в его жилах становится подобно расплавленному железу. Ярость клокочет и застилает глаза, требуя выхода. Потому что его собственный ученик был ничем не лучше этого чха. Пошел по его стопам, обратив в пыль все годы, вложенные в него. Поэтому и отказался, чтобы кто-то из троинца взялся за обучение Наруто, понимая возможные перспективы и осознавая, что они по разную сторону баррикад. Да, Арчимару склонил голову, сверкнув своими желтыми глазами в полумраке, но и поплатился за это. А мальчику плевать на Канаху, в отличие от нас, но мы не можем открыто выступать. Хочешь сделать из него союзника? Цунади пьет Саки. Много. Это уже как рефлекс или привычка, без него она не может рационально мыслить и видеть глубину вопроса. Приняв это решение, он перестал быть пешкой. Если сможем заручиться его поддержкой, то в будущем воплотим наши планы в жизнь. Это если его не уберут раньше с доски. Пусть этим озаботится твоя пташка Вамэ, а еще лучше станет буфером между нами. Арчимару поднес карту очередную порцию Саки и резким движением выпил его, ударив керамической чашечкой о столешницу. Он поднялся и направился к выходу из бара. День был в самом разгаре, а экзамен Чунина наконец-то явит что-то по-настоящему интересное. Жажда крови и ее запах в воздухе заставили его губы растянуться в ухмылке. Наруто внимательно изучал тепло и прикидывал, кого ему по велению случая могут подкинуть. Шины и вправду отказался драться, Хиното с легкостью одолел Чоуджи. Тимари ожидаемо проиграла водяным техникам и тактики бесшумного боя и у Камизуру из тумана. Гара, как и в прошлой жизни, не испытывал проблем в бою на любых дистанциях. Песок делал все за него, а сделать что-то против этого Кирио Ацуки не смог. От облака остался только Даруя, что был знакомым с уловками песчаных кукольников. У конкура просто не было шансов против столь быстрого противника. Ты неплохо постарался, Саски. Надеюсь, что к своему бою тебя подлатают. Узумаки довольно хмыкнул, вспоминая Туфи и Рио Тадзюцу, что показали два парня. Один прямолинейный и грубый, второй гибкий, но нелепый, будто слеплен из нескольких стилей. И это было недалеко от истины. Учиха пускал в ход все, что знал, из-за чего его движения казались дерганными и рванными. Незаконченными. Первичный Лотос удалось избежать только благодаря Шарингену, ему же Саски должен сказать спасибо за все те опасные удары, что прошли мимо. Времени на технике Катона не было, да и вряд ли Брокли так легко подставился. Поэтому, как это часто бывает, все решило глупая случайность, что заставило ученика Гай оторвать взгляд от ног противника и заглянуть тому в глаза. Ген Дюцу вырубило парня надолго. Электронная табла «Хочется верить в судьбу», раз и не без удовольствия наблюдал за двумя коллегами, что пытались сохранить невозмутимость. Минато «Отмени этот бой!» прошептал Шикакунара, нагнувшись к уху своего лидера. Он понимал так же прекрасно, как и все в этой ложе, чем все может кончиться. Если не убьют друг друга, то точно покалечит. Ген Ма тихо позвал на Микадзе и Проктор тут же возник рядом, преклонив колено. Толпа сорвалась с цепи, вызывая удивление и горечь у Минато. Люди целый день жаждали только этой части турнира, где должны были сойтись лучшие из лучших. Они хотели зрелищ, не думая о том, что кто-то может пострадать. А богатые заказчики желали знать, кого лучше нанять в будущем. Но это был его сын. Отменить бой, победу присвоить обоим. Они уже доказали свои способности. Испугались за ваших мальчишек? Мизукаги говорила достаточно громко, чтобы каждый хорошо услышал ее. Что они поранят друг друга? Госпожа Мэй аккуратно начал Шикаку, понимая, к чему клонит женщина, это. Я была большего мнения о вас, Хакаги, Райкаги. Эстиснул кулаки и наклонил голову, принимая тяжелые решения. Если покажет, но и простить не сможет. С другой стороны и так позорно бежать от боя. Мальчик сам будет в ярости. Даруи будет сражаться. Хакаги Сма. Генму поднял голову, ожидая приказов, но Минат и не пешил отвечать. Его синие глаза нашли на трибунах Кушину. Он видел, как капелька пота стекает у нее по виску, как она одной рукой сжимает подлокотник, а другой не выпускает из пальцев свою изумрудную серьгу. Почувствовав на себе взгляд, женщина повернулась. Несколько секунд она смотрела не моргая, а потом просто кивнула, расставляя все на свои места. Пора продолжить экзамен. И, Генма, Намикадзе повернул голову, пристально взглянув на своего подопечного «Я надеюсь на тебя». Намикадзе Наруто против Дару из облака Наруто отвел взгляд от табла и усмехнулся. Пока проктор объяснял правило, было время поразмышлять о судьбе. Он, может, даже прочитал бы лекцию о ней, как в свое время это сделал Ноджи. Но желаний сотрясать воздух не было, а уж тем более жаловаться на несправедливость мироздания. «Жаль, что мне не выпали у Чиха и Лех Юга», Дару вытащил короткий прямой клинок, который не имел ничего общего не можешь поделать. Тебе бы стоило сходить к психиатру, но, из печати на предплечье и с хлопком появились два кукри, у трупа не будет проблем с головой. Поверь, я буду наслаждаться каждой секунды этого боя. И в конце, возможно, мои друзья смогут спокойно вздохнуть на том свете, по телу парня пробежали разряды молний, наполняя его мышцы силой. Он был готов в любую секунду сорваться с места, но отчего то выжидал. Тьма уже поглотила тебя. Ты ведь не остановишься и будешь мстить дальше, даже если я сегодня проиграю, Наруто не пешил занять какую-либо стойку. Атака противника будет быстрой, но не опасной. С ним хотят играть и с свое превосходство. Ошибка, которая станет роковой. Не тешь себя надеждами. Твоя судьба. Проиграть мне. Дару заискрился еще сильнее, вливая в свой покров больше чакры. Дурак, прошептала Наруто, чувствуя, как природная чакра заструилась в нем, смешиваясь с его собственной. Он был готов, я ведь говорил, что если мы встретимся на арене. Рывок был так стремителен, что многим показалось, будто Генин облака телепортировался. Лишь инстинкты и знания тактики помогли Узумаке вовремя убрать ногу, спасая бедро от болезненного рассечения. Но следующая атака настигла свою цель. В стороны брызнула кровь из пробитого плеча. Когда? Земляной клон распался комьями у ног Даруя, а в следующую секунду его схватили за ступни и утянули прямиком под арену. Пару мгновений ничего не происходило, а следом земля разлетелась в стороны, разрезая атмосферу неприятным скрежетом молнией. Райтон сильнее Датона. Даруя всадил клинок по самую рукоять в почву, заканчивая складывать печати. Стихия молнии разряд. Во все стороны от него поползла яркая паутина, заставляя Наруто показаться на поверхность. Вовремя подставленные кукри отвели укол клинка, направленный в грудь, в сторону. Меч вонзился в бетон. Рай. Выходя с облака, словно не замечая помехи, повел свое оружие в сторону шеи Узумаки, разрезая стену, как масло. Лезвие слегка коснулось кожи и клон взорвался дымом. Трус. И это все, что ты можешь убегать? Не без этого, голос Наруто раздался в опасной близости и Даруя успел присесть, расставшись с небольшим количеством волос, который срезал нож. Удар в голову ногой встретил преграду в виде согнутой руки, он был секунду назад, вылезли острые каменные пики. Желание убить стало обоюдным. Стихи шторма, клык бури, эти едва слышимые слова донеслись до ушей Наруто и он почувствовал, как ноги отрывают от земли. Вокруг Даруя бушевала энергии, нет, сама стихия подчинилась ему, чтобы отомстить обидчику. Узумаки ощутил мощный удар невидимой силы, что впечатало его в стену. Изо рта брызнула кровь, а следом одежду на торсе разорвало в клочья. Ребра прогнулись и затрещали, не выдерживая давление. Черт! Темно! Вокруг такая тьма, что даже света нет в ней. Золотые цепи всколыхнулись, когда узник, что был в них закован, дернулся. Эти ощущения были ему знакомы. Даже больше, они были частью него, но принадлежали другому, что просто не мог существовать. Это было неправильно. Забавно. Интересно. Интригующе. Существо открыло глаза, и во тьме загорелись два уголька с вертикальным зрачком. Они были звериными, опасными, древними. Внушали страх и уважение всем тем, кто хоть раз имел счастье в них заглянуть. Цепи зазвенели, а мрак встрепенулся, когда зверь повел всем телом. Ярко рыжая шерсть ощетинилась, а на морде проступил дикий оскал. Что же, он чувствовал ниточку, что вело к ярости и ненависти, которая была так близка. Красная чакра вспенилась и медленно направилась по тропинке, что направляла к другому источнику столь родной энергии. Докажи, что достоин. Кушанна лишь на пару секунд потеряла контроль над своей чкрой, но этого хватило, чтобы монстр, заточенный в ней, воспользовался моментом. Мизерный выброс силы к юбии, который могли ощутить лишь очень сильные сенсоры, но напугала женщину другое, эта сила ушла не в пустоту, она направилась прямиком на арену в середину шторма, что там бушевал. Сильный взрыв заставился дрогнуться трибуны. Гражданские начали паниковать, но толчок оказался единственным. А следом каждый ощутил сильнейший выброс чакры. Даруи не пострадал, но противника не видел. Даже если тот выжил, подобного уровня просто обязаны были оставлять серьезные раны. Но неожиданно его прошил сильный озноб, а по лицу предательски заструился пот. Он отчетливо чувствовал жажду крови, направленную на него. Такое ощущение было лишь единожды, когда учитель утратил контроль над Хачиби. Древняя ярость, которая направлена на всех и все сразу. Это очень больно, голос раздался за занавесью грязи и пыли, что еще витали в воздухе, терять близких людей. Дарую не успел среагировать на удар, который заставил его согнуться пополам, не в силах сделать глоток воздуха. Он поднял голову, чтобы увидеть лишь медные глаза. Зрачок в них имел причудливую форму толстая горизонтальная полоска, от которой по центру вверх не стянулись острые линии. Ореол вокруг Наруто вздрогнул и растворился, но генин облака успел заметить девять хвостов синей чакры. Я мощный апперкот отправил Даруи в полет, выбрасывая его тело на обозрение публики. Убью тебя. Он начал вставать, даже несмотря на то, что тело горело, а практически вся чакра ушла на поддержание последней техники. Удар в колено. Сильный, быстрый, без сожалений. Нога выгнулась под неестественным углом. Крик безумной боли заставился поднял правую руку вверх и в ладони начал образовываться Росинган, что следующая наша встреча будет для тебя фатальной. Ты умрешь, как Шиноби. Сильный гул ударил по ушам, заставляя людей закрыть их руками. Стихи ветра, Росин Сюрикен. Четыре лепестка отделились от сферы, угрожая уничтожить каждого, кто посмеет встать на пути у техники и ее создателей. Желание все закончить оборвалось, когда Наруто почувствовал, как его кисть крепко сжимает чужая рука. Достаточно, ты победил, и не отпускал руку парня, пока техника в его ладони не испарилась. Он чувствовал в ней огромную мощь, поэтому не хотел терять из виду. Не хотелось признавать, но даже ему бы не поздоровилось, попадя он под нее. Он откажется от мести, обещаю тебе, Наруто Намикадзе. Никто из Каги так и не проронил ни слова, но каждый из них знал, что сила, которую почувствовали все, не могла принадлежать человеку. В кабинете Хакаги собралась только его семья. Сдая повязку, Минато тяжело смотрел в глаза сыну, который без промедления выполнил приказ. Его бой вызвал настоящий фурор во всей Канохе, остальные даже пришлось отменить и обозначить участников победителями, чтобы успокоить людей. Слухи быстро начали расходиться по деревне, и самый опасный из них был, что Наруто является дженчурики. Намикадзе вздохнул, ведь будь это так, все было бы куда проще. Идентифицирующий документ, карточка легла на стол рядом с пластиной. Ты хорошо обдумал свое решение? В ином случае меня бы здесь не было. Минато прекрасно видел, что Наруто избегает взгляда в сестры и матери. Он чувствует, как эмоция борется внутри мальчика, но ничего не может сделать. Выход из штата Шиноби под опеку родственника не был чем-то уникальным. Это очень похоже, когда девушка из одного селения уходит в семью мужа из другого. Редкость, да, но бывает и такое. Я не стану давить на жалость, но Канаха всегда будет твоим домом, не забывай об этом. Я всегда это знал, Наруто низко поклонился. Мама, Кагами, это и твой выбор, мы не имеем права оспаривать его, Кушина пытается держать все в себе, но ее руки предательски дрожат, а глаза мокрые от слез. Но, не забывай о нас, прошу. Брат, Кагами держится лучше, по крайней мере ее не выдает мимика. Ты дурак. Она улыбается и по щекам бегут слезы. Только теперь девушка поняла, какой глупой была, что всегда держала брата на расстоянии. Только тогда, когда он мог уйти из ее жизни навсегда. Мы ведь увидимся, да? Обещай. Наруто смотрел в изумрудные глаза и молчал. Он не хотел давать какие-либо клятвы. С этого момента ты больше не шина белеста. Минато встал за стола и сделал то, чего не позволял себе многие годы. Наруто даже удивиться не успел, как его крепко обняли, но помни, что ты наш сын. Всегда им будешь. Рассвет встречал их приятной прохладой. Пятеро подходили к выходу из канухи, чтобы как можно быстрее добраться до мэ. Наруто не глубоко внутри надеялся на это. И его ожидания оправдали. Хотел свалить, даже не попрощавшись. Саски кутался в теплую плащ и было видно, что не выспался. Что ты хотел устроить прощальную вечеринку, да вот только мои единственные друзья не вылезали из своих кварталов, усмехнулся Наруто, заметив за спиной Чихохинуту, которая не спешила выходить. Учитывая это, что ты показал на арене, мог бы силой пробиться, губы Саски тоже растянулись в улыбке. Он протянул ладонь для рукопожатия. Не умаю это, красиво говорить. Так что увидимся. Узумаки крепко сжал руку напарника и кивнул. Для брюнета этого было достаточно. Я Хинато не спешила что-то говорить, а Наруто не торопил ее, мне клана. Но теперь я уверена, что сама должна решать, чего хочу. Ответ достойной принцессы, Наруто подошел ближе и ткнул двумя пальцами девушку в лоб, бросив при этом хитрый взгляд на Саски. Учиха все понял без лишних слов и даже не показал удивления, ведь так всегда делал его брат Итачи, обещая сделать что-либо в следующий раз. Прощайте, Саски, Хинато. Накинув на голову капюшон, Наруто направился в сторону группы людей, что ждали только его. Классная у тебя подружка, парень, которого другие называли Набо, оскарился. Другом ты мне не станешь, напарником тоже. Поэтому не советуй зубоскалить, иначе стенам это больше не увидишь. Послушай-ка сюда. Не трогая его, Нагата даже не обернулся, но его подопечный тут же замолчал. Впрочем, глазах отразился рассвет, а после он обратил взгляд к ногам. Пыль поднималась вверх с каждым сделанным шагом и напоминала ему о том, что он сам все время стремился стать таким же незаметным для других людей. Быть невидим в толпе. Парень обернулся назад. Да, он желал этого всем сердцем, но у него ничего не вышло.